Добрые руки Утопи меня, утопи меня Как ненужное, бесполезное Чтоб не вынырнул, прибежи к ногам Все тяжелое, все железное Утопи меня, ведь мне я решал Чтоб по волнам черной пиркою Моя легкая Понеслась у душа Бескозыркою Бескозыркою Как заманчиво смы под водой Бескозыр на игре Случайный козырь Привет, Шоя Пэп-Тэ, блять Привет, Дмитрий Сейчас все исправлю Если это была бескозырка Утопи меня, утопи меня Ведь кем я тут Сердце вынырнул Да тяжелое, привяжи к ногам Чтоб не вынырнул, чтоб не вынырнул Утопи меня, пусть не сет вода Чайка над волной реет зыркая В общем, милая Я мечтал всегда После смерти стать Бескозыркою Знаешь, милая Я мечтал всегда После смерти стать Бескозыркою Приветствую еще раз С вами Александр Шадов Это я Это я А вы со мной Сегодня Я здесь Вы тут Мы вместе Жду ваших донатов, как говорится Жду ваших донатов Привет, Владислав Рад видеть Что-то я как-то утомился Что-то я устал От жизни стримерской Привет, банкоманат, мразь Давно не виделись, кажется Ого Нихуя себе Шуя Это странно Это странно Причем странно, что обновили в худшую сторону Подозрительно Подозрительно Привет, Вячес Привет, друзья Привет Всех рад видеть Привет, Александр Привет, привет, ребята Коллеги Товарищи Мои Прекрасные Замечательные Что-то я какой-то выжатый сегодня уже Ну, ладно Надеюсь По деньгам будет сегодня круто Цеховая промывка гоев Да, есть такое Ну, скоро мы будем в мире Где шуя не будет Вообще Только Только наука Привет, рокор Ухудшение Это результат Любой компании Доминанта Допустим Привет, Светлайн Ну, как-то так Сегодня я нихуя А, стойте, слушайте, стоп Слушай, нихуя не сделал Сегодня я сделал одну важную вещь Я написал афоризм, но я его не выложил Так, мы можем вообразить неограниченное количество всевозможных академических дисциплин, если судить по количеству потенциальных объектов исследований и подходов к ним Нормально В этой перспективе открывается проблема уже существующих дисциплин Почему существуют именно они, а не другие На фоне этой проблемы я бы открыл вопрос о необходимости существования уже существующих дисциплин Обычно эта необходимость подтверждается риторически через прописывание актуальности и восхваления своей науки Учитывая потенциальную конкуренцию, важно требовать хотя бы размышлений на данную тему По-моему, норм Это я на фоне размышлений об этике То есть у нас был коллега Так скажем Наш этот Собственно Илья же его зовут Привет, богинь ППШ Ратя видись Да Илья Журавлёв, который Про этих сегодня нам рассказывал В общем-то Ну, не знаю, Александр Я же не веду полноценные лекции Ну, круто, богиня У меня на одном из шотсов 32 тысячи просмотров Ну, как я понял, это ваш тот один шотс То есть у вас с одного шотса залетело сразу Ну, нормально А у меня Больше половины шотсов Они как бы все равно Они берут сколько-то Но это в районе двух-трех тысяч А, там Леди Баг Ну, хорошо, прикольно Да, Леди Баг, Леди Баг Да, интересно Леди Баг это круто Леди Баг Бля, у меня так мало что залетает Это печально Хотя, с другой стороны У меня на втором канале Сейчас уже, ну В сумме 10 тысяч просмотров Так что я такое Не знаю даже Друзья, донатим на контент Очередь абсолютно пуста Хотелось бы что-нибудь посмотреть Или прыгнуть с моста Я бы хотел Вы не доделываете Что я не доделываю? Объясни по-человечески Что еще надо? Что еще надо? Не дорабатывайте Не выжимайте потенциал Да, блядь, охуенно выжимаю Просто отжимаю потенциал Порношот Сделайте норм Смотрите, блядь Что? Вы не дожимайте Согласен ли, что нужен Виссидирный философовед? Если есть философ Я думаю, историк философии Вполне сойдет Историк философии Вполне сойдет Просто тут проблема Заключается чаще всего в том Что на философский факультет Идут нередко люди С большими амбициями На то, чтобы стать философами С большой бок философами Имеется ввиду И даже когда они занимаются Философоведением Так скажем Или историей философии Им порой кажется Что они занимаются философией То есть тут вот такой нюансик есть Если мы введем Точное развлечение Между прям философоведами Вот этим в кавычках И философами Это ударит по самомнению Очень большого количества Академических специалистов Побриться В смысле? Все, тело побрить? Все, тело побрить В смысле? Торс побрить? Я что, не мужик что ли? Дальше, что мне похуй Я побрею Девушкам и мужчинам Приятнее без волос В смысле? По-моему наоборот Многие думают Что волосы топ Нет? Волосы это же критерий Мужественности Ну как бы Нет? Типа чем больше волос Не в наше время Блять, серьезно? Богиня, это Ребят, это правда? Это правда, что нужно бриться? Правда, что нужно брить тело Чтобы в наше время Людям нравится? Я просто не знаю Привет, человек Вы что, феминистка? Даша, нужно бриться Сейчас разве что На бороду фа Похуенно Друзья, донатим на контент Друзья, донатим на контент Очередь пуста Я считаю, что Бреются только Гомосексуалисты И знаете, что я вам скажу? Цените Сейчас все Вот Вот В смысле, кто заставляет Такое снимать? Вот У меня просмотров Да хуя из-за этих шотсов Ну, собственно Просто дохуя Три раза повысились Просмотры на канале Мы знаем Друзья, донатим на контент Очередь пуста Очередь пуста Вот Донатим на контент Донатим на контент Донатим на контент Очередь пуста Донатим на контент Очередь пуста Донатим на контент Очередь пуста Оу, ееееее Московский гуль, спасибо Отличие эзотерики От профанной эзотерики Пример шахмат База Итак, добрый день Дамы и господа Дорогие подписчики Сегодняшнее видео Я хотел бы посвятить Отличию Подлинных эзотерических знаний От того, что можно назвать Экзотерикой Или Профанными Профанскими Профаническими Знаниями Знания мы можем разделить На знания для масс Ой, блять А если быть более откровенным Как мне не нравится Употребление слова знания Как мне не нравится Употребление слова знания Как заебали Все эти долбоеба Которые слово знания Постоянно употребляют То есть, на мой взгляд Слово знания Нагружено Собственно Ну, значением Еще истинностным То есть, если в вашем знании Нет истины Это нихуя не знание А для того, чтобы убедиться Что ваше знание В кавычках Является истинным Ну, я даже не знаю Что нужно сделать Вот Так это вообще Просто за бабки Мне заказали Никит Жопой трясти Под сигму Мне просто бабки За это закинули Ну, как бы Как закинули Это аукцион Не выиграло, блять Че выебываешься Это вообще просто аукционный Он даже не ходовой Он, ну, не круто зашел Я бы его не делал Но это аукционный Я не мог поступить иначе Так скажем То это будет точнее Аэрон Дон Дон Они мне приносят Больше половины просмотров От общей суммы От общей суммы Соответственно А заставил, блять Богиня ППШ Все заставила Я слабо отличаю аукционы От не аукционов На не аукционах Все то же самое Только под Рун Дон Дон И сказать так Знание для управления массами И знание для некого Мне также не нравится Когда слово знание Применяется к практике Ну, просто простите Опять же, да Слово знание У меня коррелирует Конкретно С теоретическим знанием Прежде всего Знанием того Как оно есть на самом деле Потому что практическое знание То есть, да Ну, наличие информации О том, как что-то делать Ну, не является На мой взгляд Знанием Тут истины нет Это просто набор феноменов Мы смотрим Корреляции между феноменами И там, например Вот я сделал Крестовидную отвертку Этой отверткой Знаете, что можно делать? Нихуя Но Я её сделал Тоже феномен Как видите Можно создать Какую-нибудь лопасть Которая будет вращаться И что-то двигать Если плечи правильно рассчитать То это будет двигать Можно одной рукой Там целые тонны Килограммы Там сотни килограммов Вот так вот одной рукой Вращать, поднимать Можно будет, например Допустим И так далее И так далее То есть, в этом плане В этом плане В этом плане Но это не знание Это не знание И медицины Не знание, например Да, то есть Знание Это когда знаешь Как всё везде устроено Как оно там на самом деле То есть, твои представления Соответствуют действительности О том, как всё устроено И не просто соответствуют Ты ещё это и доказать Можешь с абсолютной степенью достоверности Если ты не можешь доказать Это с абсолютной степенью достоверности У тебя просто нету знаний В данном случае И проблема заключается в том Что все практические штуки Они не доказываются Они демонстрируются Вот Ну то есть, вот Компуктер работает И телефон звонит Там я не звонит Блядь Похуй Вот Ещё что это Вибратор вибрирует Микроволновка Микроволнирует Разогревает И так далее И так далее И так далее То есть, здесь всё категорически просто Мы очень сильно обесцениваем слово знание Когда употребляем его буквально ко всему Особенно к практикам Мы очень его обесцениваем во многом Ну и более того Мы запутываемся То есть, у нас есть два значения В кавычках знания Там истины и неистины А вдруг знание истины есть А доказательства нет Не может быть знания без доказательств Потому что знание Это доказанная истина Радкий гост По определению То есть, да Вы должны иметь четкие Абсолютные Бесспорные доказательства Которые вас к очевидности Данного положения приводят И у вас должна быть Ну в итоге На выходе и истина И доказательства По определению То есть, истина сама по себе Это соответствие наших представлений Действительности А знание Это доказательство Соответствия наших представлений Действительности Как-то так Возможно, альтернативные подходы К определению знания Но, честно говоря Я не понимаю Зачем их в принципе делать Просто, по крайней мере По одной причине Ну, традиционно 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 И не только традиционно И сейчас в современности Большинство людей Под знанием понимают То, что я сейчас описал Да, приблизительно Вот Когда вам говорят Это знание Человек в среднем представляет Ну все Это вообще бесспорно Никаких, в общем-то Способов Это опровергнуть Не существует Это 100% И даже более того Да, как бы Все, сомневаться нельзя Но можно ведь Можно Почти везде можешь сомневаться В том, что называют знанием Ну да ладно Какого Своего круга Для какой-то Может быть Группы избранных Неважно Достойны они Быть избранными Или недостойны Здесь уже Вещь второстепенная Важно, чтобы эти люди Себя считали Избранными То есть Теми Среди которых Они считают Что Настоящее знание Должно быть Распространенным То есть Это может быть Какая-то Ложа Скажем так Какой-нибудь Не, знание может И быть Нераспространенным На самом деле Здесь я согласен В принципе Без разницы Круг Как я уже сказал Да То есть Группа Единомышленников Не, мы в теории Можем себе представить Что существует Группа людей Которая действительно Доказала истину И скрывает Это от остальных Ну, это не истина Получается Рокор То есть Если что То, что у вас есть Соответственно Не соответствует Действительности И вы доказали Его ложность Это значит Никогда истины Не было Никогда не было Знанием Любое Научное В кавычках Знание Является Фальсифицируемым То есть Что оно делает Оно Может быть Принципиально Опровержимым И оно может Быть опровергнуто И следовательно Оно точно Не является Знанием Потому что Мы заранее Говорим Что Эта штука Опровергаема Да Опровергаема То есть Вдруг что А вдруг Не знаю Не эволюция А какие-нибудь Инопланетяне Прилетели И меняли ДНК Организмов Там и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла А без инопланетян Такое бы развитие Не могло бы возникнуть Допустим Не важно Какую-то Какую теорию Мы представим себе Которая заменит Теорию эволюции В данном случае Просто не важно Любую теорию Можем представить На ее месте По-хорошему По-хорошему В рамках науки Должна быть Фальсифицируемость Исследователи Там нет знания По определению Это хорошо Это хорошо Также можно Найти Такую Группу Которая Имеет Точнее Очень много Названий Сначала Хотел сказать Что она не имеет Какого-то Названия Она имеет Очень много Названий Все эти названия Известны Они входят В энциклопедические Словари Во всякие Википедии То есть В каталоге Знаний В библиотеках Огромное количество Находится И так далее То что можно Звать Папсой Такими Парфоническими Знаниями Для масс И Чаще всего Эти Конечно же Знания В кавычках Это Общее Распространенное Представление Допустим О магии Ну давайте Все-таки Будем К теме Магии Чтобы Никто Не обиделся То есть Самое Распространенное Представление О магии Уровня Уровня Суеверий Уровня Примет Уровня Черных Кошек Уровня Того Какого Персонажа Нужно Повесить Над Входной Дверью Чтобы Все Было Хорошо Предмете Был Притом Я не могу Сказать Что Эти Скажем так Даже Приметы Не имеют Какого-то Смысла Нет На самом деле Они тоже Могут Иметь Глобальный Смысл Подлинный Эзотерический Который Объясняет Для чего Человек Это делает Для чего Он использует Образ Какого-нибудь Например Божества В качестве Талисмана Но В основном Человек Это Не понимает Либо понимает На основании Общепринятых Представлений Да Например Что Чертополох Надо хранить Блин Я не знаю Стоп Давайте так Все В кавычках Элитные Знания Которые Мы слышали Ну Эти самые В кавычках Магические Эзотерические Тоже Своеобразная Попса То есть Я не знаю Может быть Есть Какие-то Тайные Эзотерики Которые Реально Какие-то Мега Тайные Редкие Знания Распространяют Знания В кавычках Опять же Но Честно Говоря Честно Говоря Кого Мы там Не видели Все эти Великие Маги Колдуны Там Вот эти Всякие Гой Гай Хуя И прочие Челы Ну Они Довольно Тривиальные Вещи Распространяют По факту Ну Если мы Так Посмотрим Все что Говорит Гой Гая Например Ну Например Гой Гая Ну Можно Кого Угодно Взять Кто Колдовством Так Или Иначе Занимается И кто Претендует На Эту Эзотеричность Так Их Знания Так Скажем О Религиях Всевозможных Восточных Обычно Очень Малые Но При этом Они Копируют У восточных Религий То есть Если Где-то Мы Хотим Искать Чего-то Большего Вы Можете Обратиться Реально К восточным Религиям Там Практики Более Подробно Расписаны И они Веками Эти практики Проверялись Всякие Тонкости Отрабатывались И так Далее То есть Нередко Оказывается Так Что Эти Эзотерики Практики Это Просто Какие-то Интеллектуальные Инвалиды Которые Нихуя Не изучили Ничего Не понимают И Ну Лучше На них На их практике Особо Не опираться То есть Они Не проделали И половину Пути Которые Проделали Большие Духовные Всякие Направления Типа Религий Сект Больших Каких-то Философских И около Философских Древних То есть Они застряли Где-то На начале Пути На начале Пути Застряли Печально И в этом Плане Мы Конечно Ну Не знаю Я не знаю Просто я не видел Ни одного Эзотерика Может они Настолько Тайно Скрывают Свои Знания Привет Мистер Лизард Ну Чтобы Прямо Их знания Были Такими Что Ну Прямо Блять Ну Вообще Нигде Не достанешь Просто в среднем Это как бы Плохо Прочитанные Восточные Религии Вот Типа как У Кастанеды Короче Плохо Недостаточно Хорошо Недостаточно Основательно Прочитаны Тексты Некоторых Восточных Религий Вдохновлено Все в основном Ими Ну Может быть Еще каким-нибудь Там Суфизмом Еще чем-нибудь Похожим Мистикой Всякой Древней Да Но Все это Находится В открытом Доступе То есть Все тексты Древних Мистические Находятся В открытом Доступе Читай Не хочу При этом Я не видел Ни одного Намека У всяких Магов Колдунов Типа Там Гой Гая На Что-то Реально Большее На что-то Реально Более Значимое Что там Короче Осознанные Сновидения Осознанные Сновидения Боже мой До нашей Эры Разбирали До нашей Эры То есть Это результаты Которые Добивались Люди До нашей Эры Соответственно И все Все прописано Такого типа Со снами Без снов Я не знаю Управляемые Сновидения Вот такое 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 В управляемых Сновидениях Можно самому Медитировать И заниматься Просвещением Таким Просветлением Своеобразным Достигать Просветление И все это Подробно Хорошо И классно Расписано В разных Древних И не очень Древних Текстах В чем Эзотерика Тогда заключается То есть Для того Чтобы что-то Было Эзотеричным Получается Оно не должно Быть доступно Массам А для того Чтобы оно Было Недоступно Массам Еще Блять Жечь Библиотеки Надо Современные Получается Потому что Ну Я не знаю Я просто Действительно Ни разу Не сталкивался Даже Ни с каким Маленьким Намеком На то Что какие-нибудь Там маги Колдуны Реально Разработали Что-то Категорически Новое В принципе В принципе В принципе В принципе На то Не похоже Может быть Я ошибаюсь Может быть Там знаете Кто-то Что-то Говорит А в теории У них Там Реально Какие-то Скрытые Знания То есть В открытую Они говорят Вещи Вот Открытые Вещи В открытую Они говорят Какие-то Вещи Которые Так Всем Известны Тем Кто Читает Интересуется Данная Тема Может Где-то В скрытых Ресурсах Там Начинается Начинается Какая-нибудь Вот такая Вот Хитрая Игра Многоходовочная Которую Вы просто Так Не выкупить И нигде Не прочитать Может быть Но что-то На это Вообще Совсем Ничего Не указывает К сожалению Дома Или В машине Для того Чтобы Там Черцы Например Не потревожили Да Или Когда Человек Приходит С кладбища Что Нужно Обязательно Хорошо Помыть Ботинки Желательно Мне дома Чтобы Домой Эту Землю Не Затащить Конечно Жить Скажем Так Представления Имеют Тоже Достаточно Древние На самом деле Даже Дорелигиозное Значение Глубоко Языческое Но Оно Является Распространенным Из серии Вот Одна баба Сказала Так Да На заваринг Что Нужно Делать А другие Повторили Как Там Говорят Да Игода 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 С Федота На Якова С Якова На всякого Да И так Далее Вообще Вот К теме Такой Таких Профонических Знаний Попсовых Можно Сказать Следующее Что Эти Знания Которым Относится Скажем Так Вот Честно Многие Такие Культы Идеологии Ну И Другие Вещи Которые Наверное Каждый Может А А Когда Начинается Эзотерика В общем Как Где Начинается Эзотерика И Заканчивается Где Где Начинается И Заканчивается Эзотерика Вопрос Да И Где Начинается Экзотерика Как Разграничить Спасибо Дед Christopher Спасибо Дагон Как Чётко И Понятно Разграничить Одного Другого О Господи Причина Ускорения Времени Лол Это Кто Это но ноль . колы клёвый канал кстати называется мне нравится название канала прямо моего почтения гадаться они создавались для следующих причин создавались первую очередь для того чтобы управлять людьми для власти да кто-то хотел значит потешить свое самолюбие создал какую ну хрен знает политические скорее всего создавались для власти по ряду причин ну да духовные не факт на самом деле мне кажется очень много людей руководствуются этическим смыслом каким-то до этическими какими-то вещами о круто будет будет донат шею религию там культ группу секту и так далее для того чтобы быть там царем богом пророком кем угодно до чтобы мы несли дары какие-нибудь красивые девственницы пока еще с ним на ложе отправлялись этому этому подобное или прожил того чтобы управлять большими какими-то группами населения широко организована какая-нибудь доминирующая религия очень прекрасно когда-то старые времена управляла обществом да сейчас это не так католическую церковь историю можно желающим изучить чтобы увидеть как прекрасно население так можно из хороших побуждений взять на себя некоторые в общем-то функцию управления в этом-то каких-то особых проблем нет то есть многие люди воодушевляются тем что они такие хорошие классные замечатели у них такие классные прикольные идеи до что срочно нужно поделиться с большинством и тогда большинство то заживет иногда может быть это действительно так может быть да в некоторых случаях она так и было то есть была какая-то хорошая идея но и дальше просто суть заключалась в том что эту идею надо было как-то распространить и к сожалению мы порой не можем отличить хорошую идею от плохой дату которая применима и реально будет работать прямо сейчас и так который не применимо и работать не будет или так который применимо но будет работать при вложении большого количества сил или там неопределенного количества сил лучше даже сказать то есть в этом плане тут она как-то вот так вот работает власть конечно властью но я слишком плохого мнения человечестве давайте так плохого почему бы что я считаю что она нравственно по многом большинство людей плюс минус нравственно и это минус потому что это нравственность нередко совмещена с тупостью на самом деле да и вообще сам сам критерий нравственности сам по себе вот такой чистой нравственности добродетели на мой взгляд это некая метка глупости на человеке вот я заранее извиняюсь перед всеми нравственными людьми в данном случае но это такая своеобразная метка глупости потому что ну я не знаю в себе никакой нравственности через чистом виде не замечаю я в целом считаю что человеку куда выгоднее и удобнее лучше и комфортнее быть полностью адаптивным не имея какой-то заранее вшитой модели нравственности более того скорее всего нет никакой в заранее вшитой модели нравственности да вот в нравственность воспитывается но при этом всем большинство людей ну которых я знаю которых я вокруг себя вижу который так или иначе говорят действуют существуют они нравственны меньшинство безнравственным причем далеко не все из этого меньшинства безнравственных это плохие люди с которыми невозможно иметь дело даже наоборот скажу очень часто с людьми которые безнравственны лучше, выгоднее, понятнее уметь делать. То есть они разговаривают с тобой на языке иногда разума. Не всегда. Не все аморальные люди умны. Не все аморальные люди умны. Но у нравственного человека, на мой взгляд, немножко принижены, соответственно, некоторые интеллектуальные вещи. На языке боли. Да нет, просто на самом деле с человеком, который, ну, как бы руководствуется чем-то более-менее ненравственным, то есть не эмоциональным в данном случае, он освобожден от многих привязок. И с ним легче договориться на самом деле. В среднем у таких людей более схематичное мышление, скорее, ну, как я замечал. И в целом, ну, есть определенный диапазон для нормального договора. Я безнравственный? Ну, если вы меня смотрите, возможно, да. Возможно, кстати, да. Я не знаю точно, ну, но возможно, да. Возможно, да. Если вам меня, в принципе, нормально смотрите, вы не думайте, что я говорю какие-то ужасные вещи, по большей части. Наверное, все же ближе к безнравственности, чем, собственно, к нравственности. Ну, как-то так. И, к сожалению, да, или не к сожалению, большинство людей реально нравственные. И, честно говоря, многие не будут поступать со своими принципами. Не все, но многие. Не все, но многие не будут поступать со своими принципами. И в ряде этих принципов может быть и как раз добродетель, и желание эту добродетель принести людям. И к большому сожалению, иногда это выплескивается во всякие мировые войны, например, во всё такое. Потому что Гитлер был нравственным человеком. Мы осуждаем Гитлера, но там основная проблема не в том, что он был безнравственной свиньёй и так далее. Он был чрезмерно нравственным и тупым одновременно с этим. И вот вам, блядь, сюрприз. То есть очень нравственный человек, с немножко искажёнными представлениями о нравственности, конечно, приветствую Илья. Болезненный человек, безусловно, больной человек в любом случае. Но нравственный, колоссально нравственный. Ну вот, вот к чему он привёл, к чему привели его, собственно, действия. Не зря говорят, что благими намерениями дорога, собственно, в ад выслана. Потому что за намерением, за намерением мозг лучше, чтобы стоял каким-то, да, за вашим. Особенно, если оно хорошее. Потому что если у вас есть хорошее намерение, а в голове хуйня, ну, могут возникнуть проблемы. Вот. А я вот аморальный и безнравственный человек. И нормально, Артик МС, приветствую, рад видеть. То есть, опять же, понимаете, в чём дело? Аморальность, вообще, в принципе, заранее-то она не означает, что человек будет вести себя категорически плохо. Будет унижать всех вокруг. Будет там над всеми издеваться, там, и так далее, и так далее, и так далее. Это может быть вполне нормальный, договороспособный, хороший, классный, интересный, умный человек. И, в принципе, всё. И, как бы, в принципе, всё, понимаете? Просто есть люди, которые не готовы следовать за некой абстрактной нравственностью, ну, и живут так, как они живут. Не знаю, у них свои какие-то ориентиры, может быть, есть. Кто-то может эстетический ориентир выбрать. А что-то хорошее мы решим, есть такое, да. Управляли, ну, достаточно долгое время, примерно тысячу лет. Конечно же, какие-то левые знания нужны для того, чтобы люди не мешали с под ногами у тех, кто обладает подлинными знаниями. Да, ну, просто, чтобы не отвлекали, чтобы человек мог спокойно заниматься, ну, допустим, подлинной алхимией, да, или подлинной магией. И, вот, и чтобы какие-то другие люди, да, посторонние, которые не интересны практику, да, чтобы они, вот, как-то максимально с ним не контачили. Да, мораль, работа свободная от морали, это не значит, что человек реально будет, там, маньяком, убийцей, насильником, там, не знаю, будет всех хейтить, например, и так далее, и так далее, и так далее. Вот в моем случае-то, например, ну, я абсолютно безобидный, добрый человек, короче, ну, я морален, ну, то есть у меня нет морали, я не руководствуюсь, я в своей жизни не руководствуюсь, в общем-то, моралью от слова совсем, я руководствуюсь другими вещами. Ну, я не знаю, мне, например, интересен какой-нибудь человек, мне хочется с ним, там, общаться, разговаривать и так далее, и я понимаю, что какие-то вещи его обидят, и в его адрес я не буду этих вещей делать, ни из нравственных каких-то побуждений, а из того, что мне с этим человеком хочется, ну, общаться, например. Ну, вот, как-то вот так вот. Вот. Есть такая богиня ППШ. Привет, Дон Хуан. Всевозможные профанические культы необходимы для того, чтобы... И, серьёзно, на мой взгляд, подавляющее большинство людей, которых можно назвать аморальными, они ведут себя наиболее, не знаю, на мой взгляд, адекватно, что ли. По-моему, процент людей, которых можно назвать аморалами, ведущих себя адекватно, ну, их довольно много в процентном соотношении. А вот как раз нравственных людей, которые реально безопасны, договороспособны и умны, их, наоборот, катастрофически мало, на мой взгляд. И вот это вот печалит вдвойне, что вроде бы нравственность, она, наоборот, должна отвечать за улучшение жизни общества там и за всё такое. Но по факту-то это не так. Чтобы вообще просто людей озадачить великой идеей, да, чтобы какие-нибудь великие стройки они начинали производить, крестовые эпохи. Да, может. Может, рок-корр, может. Но тогда просто на один аргумент меньшего человека. Когда вы аргументируете какой-то морали, да, ну, неплохо, когда у вас есть поддержка подавляющего большинства людей. Почему? Ну, потому что это аргумент может быть к тому, что, ну, вот у нас там биология какая-то особая там, или, не знаю, бог спустил нам мораль, или ещё что-то. Вот как-то вот так вот, как-то вот так вот. То есть есть какое-то сверху оправдание, которое объясняет, почему, ну, в том числе дополнительный аргумент в пользу того, почему я придерживаюсь вот данной моральной позиции. А так, если у вас какая-то редкая моральная позиция, ну, у вас просто меньше ваших союзников будет в каком-то смысле. И минус один хороший, более-менее хороший аргумент. Вот он, конечно, не сто процентов что-то доказывает, но просто же, просто жить можно, как бы, да, ещё можно как-то с этим аргументом иметь дело. Походы и вот что-то такое великое, да, идти куда-нибудь вот там на Эверест какого-нибудь дела, да. Ну, и, конечно, кто-то создавал профанические какие-то культы, но я думаю, для того, чтобы просто потешить своё самолюбие, да, запускал какое-нибудь суеверие, например, в массы и так далее. То есть, такой тип знаний, который чрезвычайно распространён в интернете, да, когда вы видите большинство каких-нибудь видеозарисовок, там, я не знаю, текстов на форумах и так далее, всё это будет относиться к профаническим знаниям, которые в большинстве случаев даже не имеют своего источника, да, что там кто-то когда-то пошёл к какому-то магу, научился чему-то, да, и там поделился. Не, вообще, в принципе, действительно, мне во многом кажется, что если бы все люди были эгоистами и проявляли это в открытую, и не было каких-то эмоциональных вот этих вот нравственных, собственно, заёбов, мы бы жили вообще куда лучше. Не, на самом деле эгоист, он очень понятен в этом плане, понимаете, в чём дело? Эгоист реально очень понятен. Понятно, что ему нужно, понятно, как ему это дать, возможно, понятно, как ему это дать. Ну и всё, в целом. В принципе, если вот у нас сейчас все в обществе станут мгновенно эгоистами, безнравственными, мы, возможно, реально заживем. Да, будут отдельные шизлы и маньяки, которых надо будет на зону посадить, чтобы они не доёбывали всех остальных, да, но... Ну, их всё равно меньшинство, их всё равно меньшинство, они уже эгоисты. В каком-то смысле, да, но есть дополнительные условия, Этьер, понимаете, есть дополнительные условия. Если бы люди были осознанными эгоистами, вот, да, то есть делать себе хорошо, это хорошо, но для того, чтобы тебе было хорошо, надо, чтобы и другим эгоистам было хорошо, потому что только тогда другие эгоисты тоже ради тебя что-то будут делать, понимаете, Этьер? То есть тут получается такой хороший интересный размен. И в этом плане, ну, такая система, где люди создают себя эгоистами все, очень хороша. Ну, по крайней мере, если это рациональный эгоизм, рациональный эгоизм, рациональный эгоизм здесь очень-очень-очень хорошо действует. Вот. С населением нет, кто-нибудь написал одно, другой вдруг сразу создал в своем сознании, извините, ситуацию глючную, да, что он тоже там, да, имеет семьюрную бабку, да, который ведьм был над и с бесами и так далее, и тому, и тому подобное, там другие сразу начинают подключаться, все это становится истинный, дальше распространяется как лавина. И, собственно говоря, естественно, традиционные настоящие знания в этом болоте будут просто скрыты и никогда не будут обнаружены. То есть, по этой причине можно назвать вот эти вот совершенно попсовые псевдознания, да, экзотерические, можно назвать сокрытием первого уровня. Кроме этого, есть сокрытие второго уровня, да, когда подлинные знания могут быть определенным образом скрыты. Ну да, да, Этир. Вот такая модель мира, возможно, была бы очень неплохой. Просто на самом деле, на самом деле, большинство людей, они немножко мыслят по-иному, да, то есть некоторые мыслят из диантологических побуждений, то есть есть какие-то правила, законы, им нужно соответствовать, обязательно нужно им соответствовать. Что приводит к огромному количеству разных проблем в мире. Есть люди, которые нравственностью руководствуются, чистой, да, вот так вот надо поступать, потому что это нравственное чувство, такое я так чувствую, это эмоциональные побуждения, которые, если всегда одинаково поступать, могут привести, ну, к беде. Вот. В данном случае, в данном случае эгоист, да, он делает что-то ради себя, но это неплохо на самом деле. Потому что на самом деле, да, если головой хорошо раскинуть и подумать, хорошо нам всем будет тогда, когда мы все будем делать ради себя, но и одновременно ради друг друга, потому что нам будет лучше, когда всем остальным будет лучше. Тупой эгоист лучше тупого моралфага? Предсказуемее, наверное. Хотя моралфаг тоже довольно предсказуем, плюс-минус. В том плане, что... Я не знаю, эгоист лучше хотя бы в том, что он не будет мораль вам читать. То есть уже в этом плане он лучше, как минимум. Он не будет вас доебывать своей моралью, скорее всего. Тупой эгоист, ну, тупой эгоист, он будет хуйню делать ради себя, да, ну и проебывать будет, скорее всего, по итогу. А если не будет, ну, ну, бывает, бывает, везет, бывает, везет. Но просто в среднем, в среднем эгоистическая установка будет хорошо работать у тех людей, которые действительно будут стремиться к благу общему. Потому что чем лучше общему нашему, да, тем лучше и нам всем в отдельности. Ну, например, мы вместе, ну, смотрите, вы можете украсть деньги из казны, допустим, там, я не знаю, и вам будет охуенно хорошо, а всем остальным будет плохо. Вам будет хорошо, всем остальным плохо, но технологии на вашей территории расти особо не будут из-за этого. В лучшем случае вы сможете их закупать, но и хер знает, сколько ваши деньги вообще будут стоить. То есть чем хуже у вас экономика в стране, тем меньше стоят ваши деньги, тем меньше у вас в стране товаров, тем меньше у вас доступ ко всяким благам, и тем меньше ваши ресурсы стоят за границей. То есть вы можете наворовать, там, не знаю, миллиарды каких-нибудь лари, допустим, но эти лари, ну, не нужны, блядь, они не очень дорого стоят. И в этом плане, если бы вы те же самые деньги, которые в кавычках вы наворовали, не наворовали, но вкладывали их в бизнес, в развитие экономики страны, на выплачивание зарплаты другим людям, вы бы добились того, что уровень жизни в вашей стране бы повышался, 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 и вам бы здесь было лучше, и ваша так называемая валюта какая-то тоже бы росла, и так далее, и так далее, и так далее. То есть в этом плане умный эгоизм, он как раз и будет строиться на том, что мы будем помогать людям, понимая, что в итоге люди помогут нам. Мы люди, ну, мы как-то существа общественные, мы в обществе живем, да, и, соответственно, даже наше богатство, наше благосостояние, наш уровень жизни, он зависит от того, что происходит с другими людьми напрямую. Мы не можем просто так жить в охуенном замке, да, соответственно, и когда всем вокруг хуёвый, все вокруг умирают, все вокруг там болеют какой-нибудь хуйнёй, да, там, не знаю, все болеют спидом, ну, ладно, не спидом, все болеют чумой, помирают там в деревне, а вы ничего не делаете, никого не лечите, и вообще просто угораете над теми. Рано или поздно просто всё случится так, что вы просто один с вашим замком останетесь, ну, и сдохнете, скорее всего, потому что там никто не будет доставлять еду, ну, например. Ну, или просто, просто-просто хуже уровень жизни будет, чем мог бы быть, мог бы быть, если бы вы вкладывались в окружение. И в этом плане глупый эгоизм, он не выгоден. И для того, чтобы дойти до этой идеи, ну, не нужно быть каким-то гением экономики, достаточно просто чуть-чуть подумать. Это даже, понимаете, должен не то, чтобы суперумный эгоизм, достаточно там чуть-чуть более умного эгоизма, чуть-чуть более хитрого. Вот. Сейчас эту роль выполняет наука, когда-то выполняла хорошо структурированные религии в некоторых регионах, и сейчас это так. Но по большому счёту в современном мире наука представляет собой такую псевдо-инквизиторскую роль, наверное, можно так назвать. Конечно, согласен. Не с такими полномочиями. Здесь согласен, что инквизиторскую роль. Но с такими, не с такими полномочиями наука целенаправленно редко преследует... Ну, как, есть отдельные инстанции в науке, которые целенаправленно преследуют инакомыслящих. Есть такое. Просто даже официальные инстанции нередко. Как-то так. В этом плане-то всё действительно... Вот так вот. Но при этом всё... Но при этом всё... Ну, наука, да, она не выполняет весь набор функций инквизиции, но часть функций выполняет. Так что да. Было в Испании, но тем не менее. То есть, науку можно в некотором образе назвать профанским культом. Конечно, многим людям может не понравиться. Да, почему? Потому что как же там наука изобретает... Ну, чувак прав. Чувак прав. Ну, да. Профанский культ, действительно. Телефоны, железные дороги, пароходы, космические корабли и тому и тому подобное. Но это изобретает не наука, а изобретают конкретные определённые люди. Я говорю про культ науки как объяснение всего и всея. Это объяснение не... Причём это изобретают не столько люди, которые, собственно, занимаются наукой. То есть, ну, наверное, теоретической наукой мы имеем в виду. Да, да, а люди, которые занимаются инженерией, которые... А люди, которые занимаются инженерией, в среднем они не занимаются теоретической наукой. Вот в подавляющем большинстве случаев не занимаются. Привет, Янкин. Мне очень подходит, потому что достаточно выйти на улицу, обратить внимание на людей или, прости господи, включить телевизор, для того, чтобы понять, что люди, в принципе, не особенно и изменились за тысячи лет. Да, вот... И то, что человек может, как один говорил старинный советский гуру, такой полуэзотерический, то, что человек может застегнуть пуговицу на штанах, то, что он там может шляпу на голову надеть, совершенно не подтверждает то, что он является человеком. Да, или, как говорил Гурджиев, то, что душонка-то есть у каждого, а душу-то еще нужно в течение жизни себе создать и заработать. Я говорю про то, что определенный культ людей, которые считают, что наука все объясняет, но каким образом она может объяснить следующий факт, что человек не особо величественное существо, на самом деле, получается, если мы будем социологию рассматривать, двуногая, получается, которая злая, агрессивная, иногда бывает, конечно, и добрая, особенно, когда выпьет. Конкретно эта наука-то может объяснить. Ну, с точки зрения теории эволюции, здесь все нормально так объяснится. Лотерея выиграет или достигнет каких-то целей, но, по большому счету, вот эта вот животная составляющая, она как-то никуда не исчезает, и объяснить наукой то, что все есть не очень получается еще, знаете? Почему же? Наоборот. Наоборот, животные этой стороны, наука очень хорошо все проработала. Наоборот. По следующей причине. А зачем? Обезьяне, да, с точки зрения науки человек является обезьяной. Зачем вообще обезьяне какой-то случайной вероятности, невиданным образом вдруг за счет эволюции, появившемся на нашей многострадальной планете, зачем ему вообще нужна такая сложная вещь, как наука? Зачем ему вообще что-то изучать? Ну, большую часть времени никакой науки и не было. Ну, если мы будем смотреть на классическую философию, ну, классическую философию, да, начиная там с Платона, Аристотеля или даже с Фалеса, большее время существования человечества, если мы начинаем отчет философии от Фалеса, философии-то не было. Ну, судя по всему, не было. Судя по всему, не было. Вот человечество появилось, а философии не было. Это если мы верим источникам разным, да, и книжкам, и теориям разных, в общем-то, наших великих мыслителей. Вот. Ну, и смотря как мы еще философию определяем, важно заметить, а науки так, ну, вообще не было. До 17 века. Прикиньте, прикиньте, до 17 века протянули. Даже если мы берем такое историческое время, когда более-менее много чего понятно еще уже, да, там, я не знаю, ну, древность какая-то, античность, античность, ну, чуть-чуть понятно. Более-менее можно разобраться, что там было, о чем, кто, как, где жил и так далее, да. Вот. Науки там не было. Ну, как, смотря как мы науку определим, конечно, да, смотря как мы науку определим, конечно, но вот такой вот науки, как у нас сейчас не было. Было что-то немножко иное. Опистина. Исследовать мир там и так далее, и так далее. То есть большинство это не надо. И ученые, да, по большому счету, вообще, конечно, нужно сказать, да, что ученые, самые первые, это были, по большому счету, маги, да, это были те... хуй знает. Почему маги, а не жрецы, например? Какое определение науки? Теоретики герметизма, практики... Стоп, а теоретики герметизма, это первые ученые... Стоп, 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 стоп. Герметизм, он довольно поздно относительно, в общем-то, даже философии возник. То есть он считает, что первыми учеными были теоретики герметизма, но... Так, ладно, какое определение-то науки тогда? Герметизм, которые просто постепенно перевели некоторые разделы магии на, скажем так, в практическое русло, за которое могли заплатить прямо сейчас, да, например, из алхимии вышла. Это химия из магии, да, вышла. Стоп, он имеет в виду теоретиков герметизма, которые поздние имеются в виду. Ну, которые в смысле уже эпоха возрождения. Там может быть связка какая-то. Ну, правда, я не думаю, что стоит всё герметиком сводить, потому что значительная часть научных теорий и вообще способ научной мысли плюс-минус уже сформировался практически... Средние века, к концу средних веков. На рассвете средних веков уже, в принципе, было что-то похожее на науку, да. Ну, ладно. Вышла математика, да, из жреческого искусства. В Пикатрикс, собственно говоря, подписан, да, в конце здесь оккультный гримуар. Здесь заканчивается книга Пикатрикса, да. Я думаю, математика от Пифагора пошла. Ну, как исследовательская такая чистая деятельность, непрактическая, непрактическая чистая такая вот исследовательская деятельность, когда чисто вот можно... Имеет смысл исследовать саму математику, сами математические теоремы, их вообще, в принципе, доказывать. Я думаю, это от Пифагора пошло. Может быть, даже немножко раньше, но тоже греческая такая тема. математика вообще одно из названий оккультизма старая то есть и современные даже не ученые не совсем правильно говорю а может быть люди разделяющие популяризацию вот это вот научно занята как жрецы для тех кто не верит профанические знания то есть смотрите есть совсем примитивные такие культы до примитивные мнения черная кошка переходит дорогу не очень хорошо голубь насрал на голову замечательно чудесно и есть как бы такое псевдо подтверждение нормальности вот смотрите как нормально нормально это значит научные знания которые говорят что человек это биомасса что он ничего не стоит все произошло случайно аминокислоты каким-то образом соединились в первичном бульоне вода значит прилетела виде каких-то комет на планету и так далее то есть вот как нужно по-настоящему верить на самом деле глубине души своей до человеку очень сложный во все это верить в происхождение от обезьян про то что бога нет и так далее потому что это совсем жестоко по отношению к двуногому животному да как их называет наука поэтому человек выберет голубя и выбери черную кошку и науку смотри какой не образа относительно науки там промывочка то идет мое почтение со школы то есть вообще в среднем мне кажется довольно удивительно что есть хоть какой-то процент людей которые могут увлекаться философией религией магией и всем таким просто серьезно очень парадоксально это мне кажется связано с тем что по крайней мере пока что по крайней мере пока что да нам преподают разного рода науки да но в рамках всего этого нам не преподают разъеб религии философии всего остального то есть если бы самого детства прикиньте детей пичкали не только всем этим научным материалом а потому все люди становятся сиентистами но и параллельно этому с этим еще и критику всего и всея там религии философии и магии до параллельно прям пичкали 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 как это дело сейчас научпоперы кстати мы бы имели совершенно другой мир наверное под исключительно научный просто в научном мире да в научном мире пока что но в научном образовательном мире не принято особо прямо вот так вот разъебывать все это вот религию там и все вот остальное просто наверное потому что как бы религия не религия все тесно не связано если вы будете говорить о том что религия там права не права с кем-то с кем-то профессором скорее всего это будет происходить в так называемых будуарах где-нибудь да то есть вряд ли профессор к вам так выйдет ёбнет своей рукой по столу и скажет блять бога нет вот это я мамой клянусь всякий кто думает что бог есть ну дурак короче вот вам доказательства пруфы заучите на экзамене мне будете отвечать почему бога нет соответственно вот пока что этого просто не существует пока что этого не существует и мне кажется поэтому от такого общего астентического течения иногда откалываются маги религиозники и так далее так далее так далее так далее вот ну потому что реально с учетом тотального образования ну вот так такое могло быть только в ссср а сейчас наоборот идет религии низация общества ну пусть знает в ссср пытались такое сделать тоже не до конца получилось вот выявляется до сокрытия вторую мне кажется все идет тому что рано или поздно будет так как я вот сейчас описал то есть скорее всего наука сантизм и научные фанатики они ведут все-таки окончательно ограничения то есть будет нормальная такая серьезная инквизиция и соответственно ведут еще больше и больше и больше ограничений уровня в россии это в россии тир это россия то есть для тех кто как бы не верит суеверие в приметы для них и даже в так какой пропорции эти уроки религии преподаются соответствии собственно вы поняли с наукой наука и религия насколько в школе соотносится 1 к 100 появляется объяснялку номер два но есть конечно же подлинные знания технологии которые всегда еще раз подчеркну всегда направлены не для каких-то абстрактных идей просветление там духовный путь и так далее нет духовный путь и просветление сами по себе синонимы слова технология технологии направлены для достижения целей только для этого подлинный оккультизм он основан только на этом не на чтобы узнать что-то этакое или чтобы что-то чудненькое определяться чувствовать нет не для этого цель может быть любой какой-то простой до сверх важный там от приворота от того что там погода была хорошая урожай вызрел до чтобы не болеть да там сверх важный например но андрей я согласен с одной стороны с другой стороны пропаганда науки и так далее так далее так далее все это набирает оборот со временем рано или поздно даже в россии скорее всего все эти религиозные тенденции особенно в образовании сойдут на нет по большей части потому что более-менее образованное сообщество да но становится все менее и менее религиозным в мире вообще в принципе в мире а если в мире они становятся менее религиозными то и русские тоже становится но что наши специалисты наши ученые они тоже не могут знаете взять и вот короче пока тенденции указывают скорее на то что плюс-минус что плюс-минус рано или поздно действительно будет доминация науки если не будет выставлено какого-то осмысленного сопротивления не знаю давай назначьте модером и продление своей жизни до какого-то колоссального количества омоложения перемещение на какие длительные расстояния переходы в другие туннели реальности и и тому и тому подобное то есть цель не важно какая важно то важно то чтобы цель вообще но россия это запад светло простите конечно простите конечно россия запад япония запад в принципе плюс-минус да и китай в каком-то смысле уже запада индия это запад в каком-то смысле ну то есть вестернизация она везде сейчас во всем мире пока никаких альтернативных путей нет и когда всякие дугины предлагают создатель но пойти россии по альтернативному пути по сути-то пути еще нет дугин сам не знает какой путь он хочет создать например в этом проблема то есть даже попытки альтернативно создать какие-то дополнительные пути они обычно но ни о чем например китайский путь альтернативный якобы дают просто коммунистический путь же ну с китайским по текстам но все-таки путь западных идей да 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 светлане если если бы если бы если бы если бы мне кажется это временное помутнение через несколько лет это все пройдет все эти цели скорее всего растворяться соответственно все эти в кавычках традиции не традиции и все остальное но просто исчезнет но как исчезнет не будет актуально не будет актуально сейчас старое правительство сменится более новым прогрессивным правительством люди с весьмениться людьми которые образованы по несколько другим в общем то вот короче будут новые люди и будет снова вестернизация скорее всего пока выхода особого нет альтернативы нет но я думаю что эклектика русской культуры отличают и от иска на западной possibilités и клеточек разных западных культур отличают ее в кавычках это склонно западные там эклектика америке отличается от эклектики европы например я не знаю эклектика норвежцев там отличается эту эклектики голландцев голландцы отличаются от итальянсов и так далее так далее так далее как это так так что может быть дмитрий разъебет катющих кто знает может он может он силен но мой взгляд просто русские также сильно отличаются от европейцев как европейцы отличаются друг от друга потому что это просмотры собирает аляс все существовало для этого дается технология мы обратим внимание на какие-то культ это там как таковой цели не туда вот как раз в качестве примеров и некоторые культы приведу или он смотрите да такой вот пример приведу пока я пока от я никаких оценок не говорю да не даю плохо хорошо просто в принципе альтернативного пути пока нет ну что прям знаете взять и реально альтернативный путь который реально конкурирует западным путем ну или хотя бы потенциально с ним конкурирует реально наличие какого-то серьезного идейного плана до для конкуренции западом какие-то серьезные реальные проекты которые могли бы с ним конкурировать сейчас такого просто нет нигде не у китайцев даже нет китайцы тоже достаточной степени вестернизировались вот и живут по правилам капитализма вообще-то неплохо живут но по правилам капитализма так что хз так что хз например миллиардами чего-нибудь только в рублей долларов и вот миллиарда как бы не существует это совершенно абстрактные идеи но терда но тут еще ваш заметь что сам дугин он признавался что принципе россия сейчас ее в кавычках путь мы его только начинаем прощупывать нащупывать и мы не знаем куда идем не прямая цитата это пересказ слов дугина но тут как бы главный идеолог третьего пути главный идеолог третьего пути вот он не знает где этот путь мы его только начнем нащупывать можно путь в бездну вообще норм человек но исламский мир но исламский мир тоже на мой взгляд постепенно вестернизируется особенно в самых развитых регионах ну и соответственно вряд ли вы захотите выбрать исламский мир для жизни как альтернативу то есть есть исламский мир который интегрировался в западное общество продает ему нефть и живет в богатстве охуенно существует да вот есть такой западными такой исламский мир а есть исламский мир который бедные все друг другом там грызутся на определенных территориях постоянно какие-то конфликты и так далее так далее так далее так далее вы и вы не хотите такую альтернативу я думаю светлана ну как бы вот так вот это самостоятельно что наука говорит наука говорит что у хотим дальше что скажем так такие парфонические культы говорят но вот главное чтоб черная кошка дорогу не перешла и чтобы вот птичка на тебя накакал тогда все будет замечательно я естественно максимально утрирую и что может сказать подлинное знание ну может дать сказать ты может быть в открытом доступе мало что можно можно сказать например следующую вещь для того чтобы человек имел миллиарда он должен в первую очередь решить на что он его потратит потому что миллиард это абстрактное число его нельзя представить ну что миллиард я представляю на что я потрачу миллиард я знаю на что я потрачу миллиард миллиард и я соответственно запускаю свою в общем-то философскую империю с печатью бесконечного и огромного количества книг с построением храма осминога бесконечности организации огромного количества преподавателей по разным дисциплинам там по философии культурологии религиоведение вот в этом великом храме разных дисциплин где все будет преподаваться вообще как не хуй миллиард не предел миллиард не предел соответственно дайте миллиард я такой атакой я хуйню сделаю все кайфовать бойтесь по этому мере когда человек понимает что за этим стоит за условным миллиардом сколько там стоит недвижимости по ходу в кофейню парикмахеру сколько стоит там яхт любовниц жен детей обеспеченных и так далее так далее вот тогда вот если все это просчитывается то уже миллиард становится более осязаем тогда человек ну шадовка от миллиарда это вообще хуйня же шадовку за 100 миллионов можно просто построить а хотя стоп 100 миллионов это же одна десятая да ай-яй-яй ай-яй-яй короче ай-яй-яй ай-яй-яй большой минус конечно большой минус шадовка 100 лямов но это вообще шикарная шадовка будет плюс спонсировать шадовку надо ну сложнее построить чем спонсировать как бы один раз за 100 лямов построил шадовку и там храм большой осьминожи где-то ну и все ну за 100 лямов за 200 лямов все это за 2 это уже 200 лямов выйдет блять блять большая хорошая красивая шадовка ибо и храм усминога бесконечности там блять дырямов 200 будет это лямов 200 где-то понимает что является его целью к этой цели нужно может двигнуться и самое главное может этой цели достигнуть и вот я хочу вам привести пример некоторых экзотерических культов профанских да и их подлинного оккультного эзотерического ну возможно так сказать разъяснения шахматы очень простой пример давайте рассмотрим шахматную игру все ее знают на каком-то таком уровне на примитивном на самом или там на высоком кто-то неважно все знают что есть злодья конь слон ферзь король пешки черные белые играют двое что такое наука может нам рассказать я не говорю что наука это плохо да наука замечательная я сейчас записываю на диктофон свою речь потом какая-нибудь картинка будет вставлена может быть и вы послушаете да сделайте свои выводы про то что я говорю это очень полезно но наука она является описательной частью она описывает реальность что-то создает но наука не является метод не создает методику по достижению цели ну хуй знает смотря как мы определим науку вот ну и еще из важного здесь еще из важного я бы наверно отметил что ну метафора шахмат она довольно прикольная я тоже ее использую когда описываю разные мировоззрения только мне это уже для того чтобы показать что у разных фигур на поле боя рука у разных команд на поле боя перевес разный у кого-то намного больше фигур чем у всех остальных но например у науки там представьте бесконечное шахматное поле и вот у вас армия науки стоит например и у нее там не знаю миллион миллионы фигур миллионы фигур миллионы фигур вот против какой-нибудь там философской школы у которой я не знаю сотни фигур допустим да или против какого-то одного мыслителя который начал создавать свою команду у которого в шахматах там я не знаю 10 фигур 10 фигур вот наук вам что расскажет про шахмат она расскажет про то что они появились от игры шатранш или чатуранга да расскажет про индусов арабов расскажет сначала были правила другие там кость можно было бросать кто первый ходит что другие были фигуры что но в моей собственно налоги неограниченного размера на доске может разместиться неограниченное количество фигур вот да и количество фигуры всех разное где нашлись самый старый игра ведется уже очень 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 давно ахматы да вот покажет фотографии или музей откроешь а он расскажет про великого капабланку про сицилианскую защиту испанское начало про лёхина карпова каспарова на про которого сейчас нельзя говорить и так далее наука расскажет что шахматы это математическая игра и тренировку ума игра людей которые хотят но быть гениями быть умными по крайней мере лол где-то наук такое расскажет или казаться такими правильно это мнение вполне правильно дает она какой-то ответ хуйня какая-то они мнение чисто шахматы не шахматы не так на самом деле проблемы шахматы на мой взгляд заключается в том что это не такая уж и умная игра в конечном итоге ну по факту шахматы ну не то чтобы глупая вот не то чтобы глупая игра но при этом всем ну и не то чтобы сильно умная чем не умны это ну как и почти любая игра она дает определенные ограничения если вы будете учиться играть шахматы и хотите играть в них лучше всех других игроков вам наверное придется всю свою жизнь на эти шахматы положить и скорее всего вы пожертвуете опытом вы пожертвуете знаниями в кавычках знаниями информацией из других дисциплин вы пожертвуете многими не знаю мыслительными стандартами вы просто дохуя заучиваете ходов по большей части вот ну то есть тут такое узкая специализация соответственно люди с узкой специализации на мой взгляд не могут быть таком большом австрактном смысле но умными получается потому что они сама ограничены сам ограничивают себя в этом плане ну и шахматисты это хороший пример того как человек может себя сама ограничить среднем хороший шахматист топовый шахматист целом по приколу играть шахматы прикольно никаких проблем и в этом не вижу когда люди просто собираются нет задрачивают ходы наизусть например да это круто просто проблема в том что огромное количество людей которые спортом шахматами как спортом занимаются но не становится они мега умными вот именно доктора на имел из на милостейн именно 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 в этом нет никого парадокса это нифига не удивительно памяти да может быть это развивает память память неплохая штука может быть поможет помочь сильно в анализе информации но с учетом того что у нас сейчас есть компуктеры и другая всякая хуйня и мы можем доставать информацию просто но из воздуха буквально практически до память сейчас на мой взгляд не является решающим каким-то фактором в уме человека для ума человека какой-то косвенный boost есть но не такой большой как многие себе представляют вот так вот что я да ну то есть чуть-чуть бустануть наверх где-то что-то там сможет да может быть по повысит реально память в ему сможете больше помнить а что вы будете помнить в пути скорее шахматные ходы блять разные да нет на самом деле было бы реально прикольно вот если бы два человека знаете вы просто они приходят помещение и вы им говорите вот это шахматы смотрите вот а шахматы объясняете им правила они друг другом играют они друг другом играют и вы смотрите кто из них победит легкой этих чаще побеждают ничего не заучивая вот этого скорее прошла интеллект вот вот что мне кажется вот это про интеллект а когда вы сидите надрачиваете годами эти самые ёбаные шахматы это уже скорее не интеллект это про навык это про запоминание и про многие другие вещи вот поехали было бы круто ляпецкое чудовище если ляплярское чудовище если бы это использовалось еще этими самыми шахматистами во всех остальных областях но просто здесь та же самая проблема что и например с учеными ученые в своей дисциплине обычно используют определенный набор метод уже в своей жизни полностью на них обычно забивают среднестатистические ученые это обычный человек который мало чем отличается от других людей почти ничем не более умный чем все остальные да но просто ученые в своей дисциплине он может применять определенные методики также шахматистами обычно то есть да они могут быть крутыми шахматистами что-то вроде бы косвенно развивают но применение всему этому находится крайне редко вот какой намек нет что нам говорят какие-нибудь оккультные сайты книги тексты разъяснения психологии и так далее то что можно назвать парафанским оккультизмом они вспомнят прозра стризм до персидскую религию и скажут то что шахматы это игра которая символизирует борьбу между черным и белым богом да между ну просто заучивание дебютов ляпинское чудовище это не про интеллект уже понимаете мини то чтобы не должны этого делать то это просто не про интеллектуальную часть как то так это уже скорее про заучивание там не знаю чтение разных книжек какие дебюты когда при каких условиях эффективней это не про интеллект ответы уже даны когда вы перестаете перестаете решать собственно задачу тогда интеллект он уже но не проявляется вот армаздом и ариманом да или как их называли раньше ахура мазда и ангромания то есть идет борьба шахматах своими тем более как уже было сказано что каспаров тупой человек я не знаю насколько он тупой или карпов или так каспаров неважно не удивительно во первых а во вторых ну если интеллект он так сильно развивается в шахматах почему же у шахматистов тогда ну типа не высочайший интеллект почему у топовых шахматистов не высочайший интеллект ведь это ну должно проявляться во всех областях в том числе в речевой и прежде всего в речевой то есть человек может быть может и не обладать какими-то знаниями но если у него высокий интеллект он должен обладать какими-то хорошими качественными методами анализа в таком случае понимаете чем дело но далеко не все шахматисты ими обладают вот это нормально в этом этом нет ничего присудительного просто есть определенная мифология связанная шахматами давайте честно если вы говорите что шахматы что-то развивает я вам скажу дота что-то развивает все что угодно что-то развивает и вы там не знаю учитесь принимать решение какие-нибудь там нехорошей ситуации учитесь соотносите оценивать там ситуацию на поле боя и как-то принимать решение и так далее так далее так далее и тут она как-то так тут он как-то так так что шахматы не просто ну нет если вы просто хотите сказать что какой-то бус шахматы дадут да я скажу да действительно дадут но просто сравнение с другими альтернативными методами повышения допустим интеллекта нет скорее скорее нет это не то чтобы самый эффективный метод или даже хоть один из самых эффективных методов просто очень захайпленная игра в целом своей легендой точнее белый начинают игру до белый бог начинает то есть весь зороастризм он построен на идее войны войны между тьмой и светом в котором свет должен победить тьму эта борьба идет и в людях и между людьми и так далее то есть расстрелиться тот кто на стороне белого бога и шахматах да как раз мне кажется что шахматы это в основном это ну мифология ну короче ми миф сложился вокруг шахмат как типа это самая крутая охуенная интеллектуальная игра но влядь хуй за хуй его знает миф можно найти этот смысл до такой псевдо эзотерический парафанский а в доте да да хуя надо запомнить и не просто запомнить надо использовать не просто использовать надо использовать быстрее оппонента шахматах даже когда по времени хуя решу да у тебя есть время на продумывание некоторых ходов то есть все равно можешь оставить себе несколько секунд на действие 2 секунды 3 секунды 5 10 сколько там надо ждать пока нажать то есть тебя есть возможность в общем-то раскидать 10 ходов там продумать и шахматы более простые, да, в том плане, что у тебя в клеточках все размечено, все понятно, ты знаешь, что может сделать оппонент, то есть, чик-чик-чик-чик-чик, ты себе представил, походил, а в доте все вживую происходит, в прямом эфире, прямо сейчас, и вероятность всяких возможных ходов просто до бесконечности, да, то есть, ты можешь пойти туда, направо, налево, вниз, вверх, вот. Да, в шапотах чуть больше продумывать надо примерно то же самое, но в доте надо действовать на более крупном поле, с более сложными, разными всякими штуками, соответственно, и более того, твои оппоненты действуют в то же самое время в реальности, да, вот, и против тебя, и могут применить всякую хуйню, и ты должен знать, что они применят. Вот. Белые начинают, и как есть поговорок шахматный, белые начинают и выигрывают. То есть, когда первый, тот игрок, который делает первый ход, у него есть фора, на самом деле, если он очень хороший игрок. Ну да. И второй игрок, он, по идее, будет только подстраиваться под второго. Он уже будет реагировать. Ну, шахматы Фишера пригоднее. На действия первого игрока. То есть, вот этот черный бог, он реагирует на действия белого бога, а не сам принимает какие-то стратегии, на самом-то деле. С такой, с профанской, эзотерической, экзотерической, точнее, точки зрения. Шахматы, это символ борьбы между тьмой и светом. Ага. Вот. А теперь я скажу, что это на самом деле такое. То есть, представим такую ситуацию. Не важно, как у вас там мировоззрение. Так, я нанимался практически в любой игре, пошаговой, компьютерной или какой-либо другой игре. Тоже огромное количество возможных играемых вариантов комбинации стратегий. Как-то так. Дух человека, да, его я. Это вы, наверное, смотрели мой цикл видео под названием Высшая магия. Вот там про эти вещи тоже говорится. То есть, человек, назовем так, умер, да, или проснулся, или выпал из-за грязи жизни. Где он оказывается? Нигде. Ни пространства, ни времени, ничего нет. И он, ему делать там ничего, никак не. То есть, Бог, да, дух, он никак не может реализоваться в ней мира. Ничего нету. Поэтому мир создается. И он заново возвращается в этот мир и создает его как пользуйтесь любой обстоятельной системой для того, чтобы играть, чтобы развлекаться, чтобы познавать самого себя, чтобы страдать иногда, конечно, и так далее. То есть, он создает игру. Игру жизни. Ну, можно, опять же, в виде шахмат, да, представить. Вот он садится перед шахматами, черные, белые, да, и что он будет делать с этими шахматами, да, как он будет в них играть. Ему неинтересно, он бог, он... Шуе пишет, в шахматах хороший баланс, в отличие от доты. Вот. Ну, в доте баланс постепенно меняется, разрабатывается, там, не знаю, постоянно приходится реагировать и менять стратегии. Шахматы же веками не меняются. Более того, в шахматах у первого ходящего действительно есть некоторое преимущество. Относительно хорошего баланса. Относительно хорошего баланса. Всеведущий дух, да, как он? Любое решение сразу видно. И он создает иллюзию самоограничения и создает иллюзию противника, иллюзию того, что можно назвать дьяволом, для того, чтобы была некая противоположная сторона, с которой можно бороться. То есть такого дьявола, того, кто мешает, можно назвать там. Так, есть разные версии шахмат, но все равно самая базовая, популярнее ей. По ней проводятся соревнования прежде всего. Антицель, да, полярность, сопрессор и так далее. И как мы можем рассмотреть шахматы, да, то есть победа в шахматах, да, это символически победа в любой игре жизни. То есть достижение цели. дьявол, это антицель, полярность, то, что якобы мешает человеку. Вот у него есть цель такая прекрасная, замечательная, чудесная. И вот обстоятельства вокруг мешают. Черный бог, да, мешает. Но на самом-то деле его нету, этого черного бога. Это иллюзия. Это дух, это бог создает себе противника, так как разделяя себя чуть-чуть, да, ну, чтобы было веселее погружаться в эту игру. То есть это такая игра в поддавки сам с собой получается. Ну, для того, чтобы не просыпаться, чтобы обратно не возвращаться в пустоту. Куда он возвращается, потом сам себе память стирает, для того, чтобы снова погружаться в игру. и здесь какой смысл-то в шахматах? В шахматах смысл такой, что ты стремишься достигнуть своей цели. То есть одержать победу, да, белые выигрывают. И любая цель может быть достигнута, то есть победа абсолютно надо всем, абсолютно над любой, над любой вещью, которую можно представить. Несмотря на то, что играю с дьяволом, с противовесом, потому что этого противовеса нет. Это иллюзия. Мои любимые шахматы это тюремные. Это человек создает в себе иллюзии, дух, сознание, внутренний бог, что якобы есть что-то, что ему мешает. А чтобы победить, нужно вернуться к своему изначальному состоянию, понять, кто ты есть, кто твое я есть, да, и тогда, собственно говоря, дьявол исчезнет, противник в шахматах, и тогда белые ходят. Ну, как по мне лично, просто, когда играешь в шахматы, если тебе приходится вспоминать заученные дебюты, как это, мидлшпили, блять, эндшпили, и все остальное, как-то мидл, центральная часть игры называется, я забыл, но вы поняли, если вам все это приходится заучивать, ну, по-моему, весь интерес просто пропадает, нахер, как минимум, то есть, интересная, интеллектуальная, более-менее, ну, как интеллектуальная, игра, где можно подумать и поломать голову, превращается в соревнование задротов, и это, честно говоря, печально, мидлшпиль, окей, да, спасибо, так вот, ну, серьезно, на мой взгляд, наибольший кайф, по-моему, да, я получаю, тогда, когда я играю, просто, просто прихожу, играю, просто прихожу, играю, как бы, пришел, играю, просто знаю правила, не заучил ни одного дебюта, не знаю ни одного, собственно, эндшпиля, просто играю так, как играю, и побеждаю, я самогу себе позволить этого, белые выиграют, достигают абсолютно любой цели, еще раз повторю, абсолютно любой, который только можно помыслить, для этого достаточно пробудить свое я, осознать, кто является, да, двуногая, которая ходит, умеет штаны застегивать, и шапку одевать, или дух, который вошел в это тело, для того, друзья, кстати, донатим на контент, очередь не то, чтобы пуста, просто играть, ну ладно, в игру, я играю в игру, причину ускорения времени найдено, сутки скоростных сократятся на 30%, ребят, что происходит со временем, именно этой теме было посвящено более 37 миллионов постов в соцсетях, по данным за 2020 год, многие замечают, что с каждым годом они успевают все меньше и меньше, время летит с бешеной скоростью, а суток уже не хватает, чтобы нормально выспаться, и просто закрыть повседневные задачи, действительно ли время ускоряется, какие силы воздействуют на время, виноват ли в этом пульс земли, и какие еще изменения со временем ждать в будущем, это и многое другое обсудим дальше, Пук земли Ого, доктор, вот это реально круто ...летит намного быстрее, последние несколько десятилетий нам пытались объяснить этот эффект возрастной психологией, мол, чем старше человек, тем меньше биологического времени у него остается, при этом растет количество повседневных задач, что в совокупности приводит к ощущению нехватки времени, подробные исследования этого вопроса показали, что на самом деле у молодых людей действительно субъективное время ощущается немного медленнее, чем у людей за 50, однако разница в этом восприятии настолько несущественна, что ее смело можно списать на погрешность, тогда что же не так со временем, почему для одних оно летит, а для других все остается как прежде, на самом деле ответ уже давно дан нашими предками, в ряде уцелевших источников. Но современные люди привыкли оперировать современными научными и фактическими данными, чем слушать всякую хрень в виде исторических преданий, похожих на сказки. Поэтому я пойду по привычному для большинства научному пути, чтобы слушалось правдоподобно и приятно. Так вот, чтобы выяснить, что творится со временем, нужно взять что-то за отправную точку, с достаточно высокой точностью временной фиксации, и отсчитать повторение этих событий от нее. Либо пойти другим путем и посчитать эффективность какого-либо действия в единицу времени в прошлом, и наложить эти данные на аналогичную ситуацию в настоящем. Это менее очевидный вариант, зато более показательный. Я, чтобы быть максимально объективным, использую оба подхода сразу. Начну со второго. В Иерусалиме, в храме гроба Господня, есть лампады, которые горят всегда. Так вот, служащие этого храма уверяют, что масло в них стало на четверть уходить быстрее за последние сто лет. Монастырь на Афоне известен тем, что там читают так называемые суточные молитвы. Это набор священных текстов, составленный так, чтобы монахи успевали прочитать его весь за одну ночь. И они делали это на протяжении нескольких веков. Но с конца 20 века и по сей день дело идет все хуже. Если еще каких-то 60-70 лет назад они успевали прочитать все правила и у них оставалось время на сон, то сегодня они даже не успевают дочитать текст до наступления утра. В дневнике белогвардейского офицера Юрия Тарибола сосланного в текст... Аргументум от церковь, блядь, что? В 1930-х годах в период принудительных сталинских переселений есть интересное воспоминание. Как он и двое его товарищей по несчастью, оказавшись в дальневосточной глуши и имевших в своем распоряжении полутупые топоры и ручные пилы, за 8 дней срубили избу размером 5 на 4 метра. Уверен, что сегодня со всем современным строительным инструментом, троим неквалифицированным рабочим вряд ли удалось повторить бы их успех. Кстати, создатель площадки Alibaba Джек Ма в одном из интервью рассказывал, что его отец работал в поле от зари до зари и все успевал. А сегодня в офисах полно самой современной разнообразной техники, но никто ничего не успевает. Ладно, теперь... Так, блядь, работы больше, просто, чем в поле. Да, техника что-то делает, но при этом вместе с техникой каждый человек производит больше работы, больше документов, больше бумаг и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вместо того, чтобы там писать документ от руки, как это раньше делалось, своим почерком, сейчас люди просто берут распечатанный, собственно, документ, ставят свои подписи и отправляют, куда, блядь, попало, все, и человек выполняет свои функции. Машина выполняет свои, человек свои, да. Задач стало больше на каждого человека, но многие из этих задач решаются технически, и поэтому объем работ, которые выполняет один человек, в среднем больше, чем раньше. Привет, Александр. Типа это не очевидно? Ладно. Пизделенщим, да. Друзья, донатим на контент, очередь почти пуста, это последнее видео в очереди. Теперь давай пройдемся первым вариантом и за точку отсчета возьмем что-то менее субъективное. Точнее, за нас это уже сделали астрономы. Первые точные данные о затмениях, которые дошли до наших дней, датируются восьмым веком до нашей эры. Астрономы посчитали все затмения, происходившие от этой точки, и так как небосвод имеет определенные циклы вращения, им не составило труда рассчитать, что время действительно ускорилось на шесть часов. Получается, что в сутках сегодня уже не 24, а 18 часов. Да, ну. 18 часов, ребята, у нас в сутках. Кто-то связывает причину ускорения времени с резонансом Шумана. Ведь он активно стал меняться в 80-х годах прошлого столетия и сегодня достиг частоты 16 Гц. Место привычное для нашего мозга 7,83 Гц. Если тебе интересно, как резонанс Шумана влияет на наш мозг, то я подробно рассказывал об этом в другом ролике. Ссылка будет в описании. Спасибо за все. На самом деле нет никакой связи между резонансом Земли, ионосферой и временем. Да, пульс Земли влияет на самочувствие человека, но являясь по сути электрорадиоволнами, он никак не воздействует на ход времени. Зато воздействует на нас. Именно пульс Земли является синхронизатором наших циркадных и биологических ритмов. Поэтому изменение резонанса Шумана можно рассматривать как следствие, но не причину. Знаю, что кто-то обязательно схватится за теорию относительности Эйнштейна. К тому же ученые ведь опытным путем доказали, что время на первом этаже течет медленнее, чем на сотом. То есть на время влияет удаленность от поверхности Земли. И все казалось было бы уже хорошо. Вот оно объяснение поведения времени. Но опять квантовая механика, как всегда, спутала все карты. Дело в том, что ученые обнаружили интересное поведение квантовых частиц. Оказалось, что время для них находится в состоянии суперпозиции. То есть события могут протекать по привычной для нас триле времени, от прошлого через настоящее в будущее, так и обратно. Причем делать они это могут в двух направлениях одновременно. Про квантовую неопределенность и как она связана с нашей реальностью я рассказывал в двух других роликах. Научно. Ссылки на них оставлю в описании. Чтобы было понятнее, о чем идет речь, приведу пример. Для нас кубик льда, помещенный в теплую среду, постепенно теряет свою жесткую кристаллическую структуру и превращается в лужицу воды. И это естественно. На квантовом уровне этот процесс может быть обратным. Лужица превращается в кубик льда. Или оба этих процесса могут идти одновременно. Это невероятно. Но тем не менее, это так. Долгое время ученые опирались на интерпретацию этого явления, выдвинутую Нильсом Бором. Друзья, донатим на контент, очередь пуста. Больше ничего в очереди нет. Ждем ваших донатов. Реакции будут. Вперед. Проегласила, что такое поведение квантов справедливо лишь для микромира. Хотя это абсурд. Если это работает с отдельными квантами, значит это работает и для объектов, состоящих из них. То есть для всего окружающего нас и самих людей. Причем доказал это еще в прошлом веке физик Хью Эверинт III, написав на эту тему докторскую диссертацию и защитив... Я не знаю, кто такой Хью Эверинт III. ...е в Принстонском университете. Речь там шла о параллельных вселенных. Он смог объяснить, почему мы не видим прошлое и будущее, которое движется параллельно нашему текущему моменту. Косвенным доказательством, что время неоднородно, как нас в этом убеждают со школьной скамьи, собственно, как и гравитация не постоянно, является способность людей влиять на ход времени вокруг себя. Существует масса задокументированных случаев, когда в момент боевых действий, катастрофических ситуациях и прочих опасных для жизни обстоятельствах, люди выполняли какие-то операции или принимали решения за доли секунды, которые в итоге спасали либо их жизнь, либо жизни окружающих. Существует ряд древних практик, призванных научить человека использовать эту возможность осознанно. Большинство из таких техник прижились в боевых искусствах. Ученые решили проверить, правда ли это, аналитическим и практически... Бля, прикиньте себе боевое искусство, в котором вы временем управляете. Кстати, надо записать идейку, прикольная. Прикольная, прикольная тема, прикольная тема. В какой роман можно это запихнуть? Драться, управляя при этом временем. У меня что-то похоже уже было, наверное, в каком-то виде. Да, наверное, сюда я помещу. так. Окей. друзья донатим донатим на контент путем для этого были исследованы все задокументированные случаи и проведены эксперименты на представителях разных боевых школ результаты были ошеломляющими лежат и поразили культиватор шина лол норм время человека ускорялась максимально в 130 раз причем в такие моменты у людей не просто замедлялось время вокруг них но и пропадали звуки создавалась абсолютная тишина базу на объяснили это так при ускорении индивидуального времени более чем 100 раз поступающие в ухо звуки превращаются в инфразвуки и не воспринимаются человеческим ухом то есть это все указывает на непостоянство течение времени так считали и два авторитетных советских ученых виктор веник утверждающий что у времени как у физического явления есть материальный носитель некое вещество времени друзья у времени есть материальный носитель и у вашей любви ко мне тоже есть материальный носитель и он называется донат и поэтому будьте добры подарите мне донат и чтобы я был убежден в том что вы меня все еще любите ребят давайте мне нужны ваши подарочки пред универс названная им хрональным полем существование которого он кстати доказал экспериментально создав камеру в которой он ускорял и замедлял время которое фиксировали часы в результате чего веник сделал вывод что существует временное поле планеты хроносфера управляющая процессом перетекания прошлого в будущее и это поле как-то может быть связано с электромагнитным полем земли похожую теорию создал и николай козырев теория энергии времени которую смогли подтвердить опытным путем уже после его смерти он утверждал что время это энергия наподобие электрической в которой находится вселенная и эта энергия может менять плотность протекания там где больше энергии время уменьшается сжимается ну и третий русский ученый николай петров поможет воедино увязать все эти данные он обнаружил что главным регулятором всех процессов в нашей галактике а может быть и во всей вселенной является электромагнитное энергоинформационное поле из этого всего мы можем сделать вывод что время связано с электромагнитным полем земли об этом также говорил никола тесла допускал энштейн в этом же был уверен джон хатчессон это так или иначе подтверждает светлейшие умы своего столетия и скажу сразу что здесь прямая связь с эфиром которого якобы нету охуенно с нашей планетой произошло за последние 70 лет три неприятных слажда в 1968 году ученые заметили магнитное поле земли начинает ослабевать 2012 году так здравствуйте александр что необходимо изучить перед метафизикой аристотеля насколько вообще-то текст важен структуре античной философии нужно ли считать его для составления общей картины античной мысли пози бачок за донат дебил да текст читать нужно обязательно это очень важный текст для нас по крайней мере может быть не такой важный для античной мысли потому что он сам был в итоге составлен значительно позже но идея аристотеля изложены в нем очень важны интересные наверное это самый важный текст аристотеля который имеет смысл читать человеку так скажем не подготовленному мне кажется мне кажется что метафизику можно читать без подготовки то есть это вам не кант это вам не гегель это вам не кант это вам не гегель здесь ну как с одной стороны может быть сложнее может быть и проще да но при этом всем чте никаких-то источников до аристотеля не обязательно потому что аристотель и так все рассказывает аристоктели рассказывать что там было у платона как он на то есть с разным идеин платона как он оспаривает эти идеи платона то есть и желательного конечно прочитать диалоги платона прежде всего это диалоги па arminiid это Это прежде всего диалоги темей, это прежде всего диалоги государства, и это прежде всего диалог ТЭТЭТ. Например, да, вот эти диалоги, если вы осилите, уже будет замечательно. Но даже без них, в принципе, можно. Подходить к метафизике, Аристотель вам и так расскажет, в общем, что там было у Платона, по его мнению. Как-то так. Так, в случае с Аристотелем здесь всё легко, к счастью или к несчастью, не знаю. Да и не сам Аристотель рассказывает, но это уже немного другой нюанс. Ну, в этом тексте и так всё рассказывается, соответственно, в метафизике. Так что читайте, наслаждайтесь. Можете понять, будет хорошо. В принципе, если вы даже Платона всего зачитаете, это я всё равно не будет вам гарантировать то, что вы поймёте Аристотеля, кстати. Стало известно, что масса нашей планеты и всего на ней уменьшилась на 4%. А уже в 2017-м это было 5%. То есть всё сжимается. В 2021 году учёные из лаборатории ЛХАСа обнаружили в пределах Млечного Пути мощное космическое излучение неизвестной природы, сверхвысоких энергий, которая стала причиной жёстких магнитных бурь. Теперь объединяем все данные воедино. Я рассказал ранее, что время связано с электромагнетизмом и плотностью энергии. А как раз именно с этими показателями на нашей планете начались проблемы. Магнитное поле ослабевает, а плотность увеличивается. Отсюда, согласно данным упомянутых мной учёных, мы наблюдаем ускорение времени. Господа учёные, не забываем донатить на продвижение науки Александру Шадову. Собираемся, собираем деньги на продвижение научных знаний и, соответственно, вот. Скоро будем запускать ускоритель новых частиц. Причём этот процесс будет продолжаться и, предположительно, уменьшит наши привычные сутки до 16 часов. Мы входим в новую фазу... 16 часов, 16 часов. Я сижу без трусов. Ладно, всё, поехали. Изменения коснутся не только Земли, но и нашего уклада жизни. Восприятие окружающего мира. Стоп, а получается, скоро вообще время будет равно одной минуте, да? Каждый день за одну минуту будет протекать. Или как оно работает? А как мы вообще это ощущаем? Как это вообще происходит? Я вообще не понимаю, о чём он. Я вообще не понимаю, как это вообще может быть. Какие там 18... 16... Понимаете, часов? Мы же все часы измеряем просто буквально вот по таймеру. Я вообще по таймеру живу. Я точно измеряю время. Я точно измеряю время, в рамках которого я так или иначе функционирую. Я буквально по минутам пишу тексты, да? То есть по минутам определённое количество символов выдаю. Уже 10 лет. Я что-то не сильно заметил какое-то искажение времени. Как-то так. Субъективно всё стало быстрее, но у меня не стало. Друзья, донати на контент очень пуста. Как стать умным? Родиться. Субъективно всё стало быстрее, хотя по часам всё как раньше. Ну это хуйня какая-то. У меня просто и субъективно всё осталось как и было. И по часам как и было. Ну ладно. В какой-то мере функциональных процессов в теле. Реальность меняется. Мир меняется. Мы меняемся. Человечество стоит на пороге нового витка эволюции и больших изменений планетарного масштаба. Но далеко не все заинтересованы в таких изменениях. Поэтому протекать они будут максимально сложно. На этом у меня всё. Не прощаюсь. Я не знаю. У меня не летит время быстрее. Наоборот, даже замедляется скорее. Друзья, донати на контент очередь пуста. Я сейчас гоняю за Арбузом и скоро вернусь. Вы не расходитесь, пожалуйста. Я вам включаю интересный контент. Привет, свидетели. Я надеюсь, что бабло всё-таки подлетит сегодня. А то чего-то его сегодня нет. Просто у нас последние понедельники, наоборот, были мега денежными. А сейчас по факту сосём бибу. Ну, я сосу, получается. Вытащу, вытащу. Вы не сосёте, я сосу, получается. Но я осуждаю сосание бибы. Поэтому не забываем донатить на контент. Сейчас я подойду, смотрите, астепово. Приду с Арбузом. Очередная неделя. Очередная новая инициатива, связанная со школой. Я даже не знаю, смеяться или плакать. Ведь, наверное, это уже стадия принятия. На этот раз школа срочно должна вести уроки материнства и отцовства. Вот просто скажите мне, почему именно образование является той сферой, в которой абсолютные непрофессионалы В голове у меня другое слово крутится Считают просто своим долгом что-нибудь поменять. При этом совершенно не понимая, как банально расписание в школе работает. Может быть, они, конечно, просто в 90-е рекламу пересмотрели. Инвайт. Просто добавь урок. Я не знаю, на чем основана эта святая вера, что, во-первых, предметы можно добавлять просто потому, что захотелось. Ну, ладно, в нашем образовании все именно так и работает. Со следующего года новый предмет. Ок. Нагрузка, санпин, подготовка к экзаменам. Совершенно незнакомые слова. Нам тут демографию повысить надо. Во-вторых, чтобы от урока был толк, вести его должен профессионал в этой сфере. А все вот эти люди из Госдумы, они правда верят, что школа вот буквально трещит по швам от специалистов в психологии, шахматах, военной подготовке, театральном искусстве. Теперь вон в уходе за младенцами и планировании семьи или достаточно подготовки из серии «Баба Нюра думает». Похоже, кто-то слишком серьезно отнесся к фразе и чтец, и жнец, и дуде, и грец. Можно все-таки, пожалуйста, учителя свой предмет преподавать будут, а не выполнять функции родителей, социальных служб? Нет. Нет? А, ну тогда это многое объясняет. Как стать хорошими родителями нигде не учат. Меж тем это не те знания, которые передаются по наследству или зарождаются в нашем сознании самостоятельно. Поэтому ЛДПР предлагает ввести в школах курс материнства и отцовства. Причем курс обязательный, а не факультативный. Это уже не просто темы на разговорах о важном. Это отдельный, обязательный урок. Поставим между разговорами, трудами, профориентацией и НВП. Друзья, донатов я не вижу пока что. Донатов не вижу, меня это глубочайше печалит. Глубочайше опечален я сегодня. Мы же не просто так сюда пришли сегодня, мог бы и отдохнуть, как говорится, а донатов нет. Если будет какой-то контент, я буду очень сильно рад, а если не будет, ну, я не буду очень сильно рад. Нет, химии в этом году не будет. Но она банально в расписание не помещается. Понимаете, знания об отцовстве и материнстве до детей не родители должны доносить, хотя скорее своим примером учить. А чужая тетя Глюка Андреевна. А она, простите, кто? Она врач-педиатр, психолог, сексолог в конце концов. Мы же на этих занятиях научные знания передавать будем. Или опять мурашкины советы из серии детки, это хорошо. Тут просто такой глупый момент. Я все еще думаю, что школа с наукой связана. Даже ежу понятно, что никаких специалистов на этих занятиях не будет. В школе их просто нет. Помимо передачи молодым практических знаний и навыков, одной из главных задач нового предмета должна стать пропаганда здоровых семейных отношений, многодетности. Еще раз, а кто многодетность будет пропагандировать? Шизоид Парфентич, у которого, дай бог, один ребенок, потому что на его зарплату больше не прокормить. Или все же бездетная Глюка Андреевна, которой своя семья не нужна, она воспитанием чужих детей занимается. Вы вообще много многодетных учителей видели? Им просто некогда и не на что демографию повышать. Или эти занятия будут как обычно проходить? Ребята, многодетная семья это такое счастье. У каждого должно быть минимум три, это четыре, значит пять детей. Что? А почему у меня только один сын? Иванов, у тебя два за четверть. Друзья, донатим на контакт, дочери по самому. Ладно, даже опустим этот момент. Но о какой пропаганде многодетности может идти речь, когда по официальной же статистике, которую я уже раз десять на этом канале приводил, каждая вторая многодетная семья в России находится за чертой бедности. Ну что? Как пропаганда? Работает? Вы старшеклассников за дураков держите? Вы реально думаете, что они не понимают, что сейчас для молодой семьи даже однокомнатную квартиру купить весьма проблематично? Какие дети? Алло! Вас не слышно! Еще меня очень забавляет... Нет. ...что все эти поборники огромной традиционной семьи сами как-то не особо пример подают. Для женщины самое главное это дети. А что ты тогда в Госдуме делаешь с одним сыном? А ну марш в роддом! Демографию повышать! Такое еще... Ммм... Замечу, что главный его контраргумент на протяжении всего этого видео заключается в принципе в том, что «А у тебя что? А у тебя сколько детей?» «А почему у тебя так мало?» Это как то же самое, что говорите. Вот во споре два человека о вреде курения. Один человек говорит, да, например, «Курить вредно», а другой говорит «Курить не вредно». И тот, который говорит «Курить не вредно», говорит тому, что курить вредно, спрашивает «А зачем ты куришь тогда, блядь?» Как будто бы это хоть как-то зависит вот это вот обвинение. Хоть как-то опровергает оппонента. На самом-то деле нет, это просто формальная ошибка. Неформальная логическая ошибка. Ощущение, что один Милонов в свои же слова верит. Вот у него действительно большая семья. Кто-нибудь, пожалуйста, покажите уже этим гением расписание условного 10-го Б. В какое место этот ваш еще один обязательный урок запихнуть? Давайте уже вообще все уроки отменим. А то не только мешают танцам, фотоотчетам, важным разговорам, подготовке к походу в роддом или горячую точку. Тут все от пола зависит. Хороша, конечно, ситуация, когда школа взвалила на себя функции родителей, которые теперь только работать должны. Ну, чтобы на репетитора накопить. Школа-то у нас теперь воспитывает. Знания можно и в другом месте получить. Здесь могла бы быть реклама онлайн-школы. Но ее не будет. Зато будет реклама моей странички Boosty. Если хотите смотреть ролики первыми, без рекламы, и, кроме того, иметь доступ к дополнительному контенту, то переходите по ссылке в описании и поддерживайте меня. на этой платформе. Кстати, сейчас вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня там. Огромное им спасибо. Все. Минутка. Друзья, донатим на контент, нихуя не смешно уже. Вы что, все разбежались? Я не знаю. Да, нихуя не смешно уже. Нет, двадцатка там человек зависла. А, ну, так и есть двадцать. Ну, все, поехали тогда. Жалобы. Пишу на вас жалобу в полицию, блядь. Все, посылаю. Зрители мне не донатят. Преступники. Нет, дьявола я не отпиздил. Владислав, давайте я кое-что скажу. У меня, в принципе, не работают сохранения в аду. Я это понял. Когда вот, когда спиздил молот, у меня перестали работать сохранения в аду. Все. Я просто сбежал из ада и не взял молот. Я не могу его взять. Я до дьявола дошел, без надежды, так скажем. Ну, и честно говоря, 666 хп, это охуенно. Но я что-то подошел не с полными ячейками и сохраняться в этом бою мне, в принципе, было нельзя. Поэтому я понял, что я не буду даже пытаться. Вот. Я пошел к вампиру. Друзья, очередь пуста. Донатим на контент. Не стесняемся. Будьте добры. Ну, короче, без молота остались. Друзья, контент, все дела отсутствуют. Можешь задонатить. Не стесняемся. Вперед. Ну, если что, молот вроде бы можно легально получить. То есть взять, выполнить задание дьявола этого самого. Ну, то есть... Отлично, Андрей. Но донаты я бы хотел, чтобы тоже мне приснились. Давайте сделаем так, чтобы мне приснятся большие донаты сейчас. Мы... Закончилось. Давно уже пора, в принципе, детей в школе до 18 лет запирать. Пусть всему педагоги научат. Родители будут демографию повышать, а учители ответственными за все остальное назначим. Главное, чтобы учебник по новому предмету хороший забабахали с картинками. А еще лучше видео с практическими советами. Еще очень важно, чтобы экзамен обязательно придумали. А то... Через два дня выйдет урос в антисанитизм. Класс. Будет что обозревать. Я думал, он забил. Как-то несерьезно. Раз уж предмет обязательный, а не вот это ваша факультативная ерундень, то давайте уже ИГ тащите. Ну, чтобы все прям серьезно было. Главное только понять, в какой институт после таких экзаменов поступать. Фраза про институт семьи еще никогда не была такой двусмысленной. Возможно, вы спросите, а кто конкретно решил мам и пап уже в школе готовить? Елена Афанасьева в 1997 году окончила Оренбургский государственный педагогический университет, учитель истории и права. После института в течение полугода работала преподавателем истории в средней школе. В 1998 году была избрана председателем регионального отделения партии ЛДПР. Человек, явно понимая, чем живет современная школа, полгода отработала. 25 лет назад. Привет, коллега! Очень хочется, чтобы Елена сама провела парочку пробных занятий. Показала мастер-класс, так сказать. Желательно на восьмом уроке, когда школьники как раз максимально настроены слушать о счастье материнства. Возможно, если Афанасьеву в школу еще на полгода отправить. Ну, чтобы красивое число получилось. Целый год по профессии трудилась. Следующие ее инициативы будут немного ближе к реальной жизни. Дано! В школе не хватает учителей по основным предметам. Получили! А давайте мы вместо поддержки профессии не только на словах, тех, кто еще не успел сбежать... Ну, ребят, донатим на контент. Я не знаю, сколько лампу отработал. Но я на в стриминге уже три года, блядь. Три года. Три года, блядь, в стриминге. Проявите уважение к крестному отцу с философского стриминга, блядь. Я разъебал всех ваших кумиров. Быстрее. Донатим. Заставим функции мамки с папкой выполнять. Демография дело ответственное. Родителям нельзя доверять в этом вопросе. В очередной раз мы слышим одни и те же разговоры. Главное ради. Воспитание, как обычно, заскопкивано. Спасибо нам. Помните, это я насрал в штаны сармату. Всё. А вот и всё. Получили. Получили. Не платили. Получили. Холерик, сангвеник, флегматик, меланхолик, соционика и темпераменты, архетип, центр архетипа. Пирамент. Есть такая тема классическая в классической психологии, известна давно. Но в 20 веке её дополнительно ещё развивал наш Павлов. Потом Теплов и Небелицын есть такие деятели советской психологии. И темперамент, точно так же, как и социанический тип, точно так же, как и психосовский тип, является такой физиологической структурой в психике. Темперамент. Что такое физиологическая структура в психике, блядь? Что это вообще, блядь, такое? Алло. Что такое физиологическая структура в психике? психика уже, ну не то, чтобы сильно физиологично, судя по всему. Ну как, физиология, предмет, который устройство нашего организма по сути изучает выше уровня анатомии в данном случае, но что бы это вообще значило? Блин. Привет, Анна Зан. Спасибо большое. Не, просто реально, что это вообще, блядь, значит? Ну ладно, окей, типа, как будто бы это встроено в человека, имеется в виду, наверное. Просто сформулировано странно. Это характеризует скорость протекания всяких разных психических и прочих физиологических процессов. То есть, с какой скоростью у человека обрабатывается всякий там обмен веществ, как он быстро реагирует на что бы то ни было, обрабатывает инфу. Насколько у него нервная система легко там возбуждается и тормозится, насколько это происходит адекватно в ситуации, в общем, каким образом. Да, насколько легко его как-то сбить с толку, вывести из себя, например, насколько он устойчивый к каким-то внешним воздействиям. Андрей, вы правы, я скорее холерик, чем сангвиник. Да, и еще по поводу темпераментов, уже в 20 веке, они до сих пор используются, вот, вполне себе. И более того, в психологии многие холиков меньше всего, так они менее жизнеспособны. Ну вот это фиг знает на самом деле, потому что... Да сейчас все достаточно жизнеспособны, чтобы выжить. Да. Вот эта типология, вот это вот разграничение, которое у нас сейчас на экранах, которое вы видите, это в 20 веке предложил Павлов, и вот он разделил все темпераменты, все четыре штуки, на сильные и слабые, вот в слабых оказался только меланхолик, вот, а сильные у нас есть, там уравновешенные и неуравновешенные, вот если темперамент сильный и неуравновешенный, это холерик. Да, если слабый и неуравновешенный, это меланхолик. А уравновешенных два, это сангвиник и флегматик, и там подвижный, инертный, вот такое разделение. Тимур, это флегматик или меланхолик? У меня и то, и то есть. И то, и другое. Ну, да, да, действительно, чистых темпераментов нет, есть просто какие-то, которые два или несколько, в общем, они там могут смешиваться, и да, мне тоже кажется, что у тебя... А у меня есть сангвиник. Я думаю, что не сильно. Значит, смотрите, и вот эти вот типы темпераментов, у каждого человека, как правило, этих темпераментов выражено там два, иногда три, вот, и пропорция может быть разная. Как правило, есть какой-то один доминирующий, который там процентов 50-60 может занимать, есть второй, который там чуть меньше, и третий, и там четвертый, они уже минимальны. Вот. Понятное дело, что любой человек в разных жизненных ситуациях может проявиться и как сангвиник, как флегматик, там, если он выпил, например, или если он нервный, или если он находится в какой-нибудь неблагоприятной ситуации, вот. По типу темпераментов можно быть в самом центре вообще без выраженного типа. Такое тоже не исключено, потому что это сугубо распределение вот этих вот физиологических организмов, и эта типология, она не строгая. Определите... Каких, блядь, физиологических организмов? Чего? Распределение организмов, блядь. Ладно. От того или иного темпераметра вы можете с помощью... Ну, чего? Тут всё как в соционике. Вы можете пройти тесты. Я помню, мы проходили на психологии прям тесты на темперамент. Вот. Есть описание, которое можно прочитать. Тесты, описания, знакомо, да? Вот. Можно прочитать описание темпераментов и посмотреть, как у вас что преобладает. Там, конечно, описания такие максимально обобщенные, потому что темпераментов всего 4, это ещё даже меньше, чем социанических типов. Я к одному слову придираюсь. Он что-то слово физиологию сюда вплетает постоянно. Понятно, понятно, что Павлов, будучи физиологом, работал с похожими темами, но, блядь, честно говоря, хуй знает, насколько это реально физиологические штуки, функции. Вот. И, соответственно, мы смотрим, что ближе всего, как мы чаще всего себя чувствуем и ощущаем, и какие темпераменты нам ближе. Давайте посмотрим, как это проецируется на соционические или психософские типы. Потому что, как правило, нужно учитывать, да, и соционику, и психософию. Значит, что у нас, давай с меланхоликов начнём, потому что они такие отдельные. Давай. Значит, из наших наблюдений, кто... Да нет, у Тимура есть корочка, только не по физиологии, а по психологии. И мне что-то просто не нравится, что он лишний раз, ну, как бы... Не, Андрей, у Павлова есть разделение на уравновешенный, неравновешенный, сильный, слабый. Да, это у него всё было, это по факту. Вот. Но просто вот конкретно, что это сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик, тут такое. Есть тонкости, там есть тонкости. Он вроде бы... Я не помню, использовал ли он напрямую это деление, сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик. Ну, и с другой стороны, то, что Павлов это делал, это ещё не значит, что у всего этого есть физиологические... как бы, или как там было высказано про физиологические структуры, что это про организмы даже какие-то, в конце концов, непонятно. Ну, ладно. Чаще всего имеет значительный вклад меланхолического темперамента. Тут повышенный риск у интуитов, это во-первых. Вот. Но при этом ещё сенсорика должна быть где-то подальше, или физика должна быть... Или сенсорика ослаблена. Ну, врождён он, назан, врождён, не врождён, но это не значит, что он физиологичен даже при этом. Ну, да ладно. Да-да-да, физика и сенсорика, они должны быть где-то подальше. Вот, чем сильнее у человека интуиция, тем больше он склонен вот-вот-вот в ту сторону. Сто процентного нету тут сочетания. Психика наша это не кубики, не квадратики. Вот, поэтому... Привет, качающая ситуация. у меланхоликов, особенно интуитивные интроверты, к примеру, особенно если у них низкая какая-нибудь физика, у них меланхолический какой-нибудь темперамент будет самый доминирующий, самый яркий. Мне кажется, ещё в меланхоликов попадают низкие воли, в том числе, потому что, опять же, может быть очень много всяких разных эмоций, а воли может не хватать для того, чтобы, да, как-то это там преодолевать в себе, в том числе. Да. Поэтому здесь ещё низкая воля. Более того, они очередной раз подчёркивают, что эти темпераменты, они в кавычках условны. В принципе, вот их система, она, судя по всему, тоже как-то с ними коррелирует, не коррелирует, описывает очень похожие вещи. Ну, хуй знает. Да. Вот. Ну, и меланхоликов обычно описывают как, что это люди такие ранимые, впечатлительные, тихие, нерешительные, у них очень богатый внутренний мир, внешний мир у них вызывает всякий там чрезвычайно сильный отклик внутри, они склонны это всё внутри себя переживать. В общем-то, они такие тихие, скромные и особо не выпячиваются. Вот. То есть, это вот такое очень грубое обобщённое описание. То есть, интуиты, особенно интуиты, интроверты, вот они склонны иметь вот этот меланхолический компонент. Если мы посмотрим на другие типы температуры, на сильные, да, если мы вот посмотрим на этих, как их, сангвиников. Сангвиники, typical сангвиник, это экстравертный этих сенсорик с высокой эмоцией, с высокой физикой. Да, либо вообще экстравертный сенсорик с высокой эмоцией. Очень часто это тоже сангвиники. Да. В принципе, это может быть даже, например, если возьмут Джека какого-нибудь, который эмоция-физика. Забавно, что они смотрят не в какую-то статистику, блядь, а на потолок. Вот это мне больше всего нравится. Когда они пытаются вспомнить что-то, они не в какую-то, в какие-то материалы смотрят, да, какие-то тетрадочки, книжечки, вот такие. Блядь, помните фильм, не фильм, видео, там мальчик такой, Михаил, Миша вроде, или как-то там его так звали, маленький. Он смотрел все время на потолок, когда рассказывал про ситуацию между Россией и Украиной. Блин, такая смешная. Это же он еще на потолок вот так постоянно смотрел. Вот они так же. Миша Тор, Миша Тор, да-да-да-да, вот такой вот на потолок пялился. Вот, вот здесь что-то похоже. То есть, вместо пруфов такие, ой, блядь, сейчас я вспомню, сейчас вспомню, сейчас вспомню. Ну, наверное, да, так, наверное, так, окей. Тоже может быть к сангвинику тяготечек. И воля должна быть выше четверки. Да, и сенсорика должна быть тоже посильнее. В любом случае, смотрите, сангвиник, он подвязан на физику, на эмоцию, на этику, и на сенсорику, и на этику. на сенсорику в большей степени, на этику в меньшей степени. И чем больше вклад вот этих функций, тем выше вклад будет, соответственно, вот этого темперамента. То есть, корреляция тут достаточно прозрачная. Вот. Это Наполеоны, Гюго. Кстати, Наполеоны даже Чеховы могут быть сангвиниками. Да, легко. Туда же идут вторые по вкладу, это могут быть этики, сенсорики, но уже интровертные. Это Дюмы и Драйзеры, у которых тоже эмоция где-то повыше. Вот. И у них должны быть чёрные аспекты, экстравертные. Если это Дюма, например, то чтобы чёрная этика была усилена, то есть, такой экстравертного подтипа условно Дюма. И Драйзеры, у которых такие живчики, эмоциональные, у которых высокая эмоция, у которых чёрный сенсорик ошпарит, они такие наполовину экстраверты. Вот. И они тоже часто тяготеют к сангвиническому темпераменту. Вот. Так что это вот туда, в ту сторону, чаще всего, сильнее всего вклад этого сангвиника. Если мы берём флегматиков, или у тебя есть что добавить по сангвиникам? По сангвиникам ещё всякие разные воли. Нет, нет, Светлане, не смотрели. Друзья, заказывайте контент, мы обязательно посмотрим всё, что вы закажете. Физики, физики воли туда могут попадать, у которых не очень замороченная эмоция, там, третья или четвёртая. Если это экстраверты, особенно экстравертные сенсорики, они тоже могут попадать туда в сангвиников, могут быть такие бодрые, уравновешенные, да, может быть, это не сильно, они не сильно ярко могут быть эмоциональными, это не обязательно, но тем не менее, они такие вот прям на движе, и это в большей степени сангвиник. Понятное дело, что у них там будет уже флегматик примешиваться, если эмоция низкая, там ещё какие-то вещи. Так, сначала я холерик, очевидно, преимущественно, если по этому телению смотреть, я преимущественно холерик, сильный, неуравновешенный, тупо я. А Косливанию второй сезон досмотрели, третий, четвёртый ещё нет, ну, пока на него и не донатили. Друзья, донатим на контент, очередь пуста. Закладывайте темперамент, потом по верхнему типу, то есть сангвиники тяготеют к типам, а не типо-сангви. Ну, мне кажется, и в первом, втором сезоне просто на концовке. В целом, как они пытались к этому всему подходить, было довольно забавно, да, интересно, а концовки везде всратые, на мой взгляд. Как-то так. Сказываем, а типов просто в ту сторону. Ну, да, 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 да. Ну, это, в принципе, что там глубже чего, это тоже вопрос, потому что нервная система, это же целостная такая штуковина, и что там к чему относится. Это просто способы посмотреть на одно и то же, только соционика даёт более детализированный взгляд, а вот эта типология темпераментов, она такая более обобщённая. Да, Женя, вы на флегматика похожи. Да. И, может быть, с меланхоликом там тоже. Потому что там не чисто флегматик, как будто бы. Да. А, ну ещё по поводу меланхоликов, я забыл сказать, что меланхолики, там эмоция должна быть где-то либо пониже, либо это может быть первая, например, эмоция. Но с низкой физикой, низкой волей. Но с низким физолом, да. Такой тоже может тяготеть человек к меланхолическому темпераменту. Какого такого, typical сангвиник, кого бы привести в пример? Чтобы был такой прям яркий. Какой-нибудь Катя Клэп. Якубович. 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 Мы его ещё не протипировали. Мы его не протипировали. Говно на барабане, ребят. Донатим на контент. На сангвиник он похож. А, кто ещё? Дмитрий Нагиев. Нет, кстати, Нагиев, он слишком желчный. Презволодя. Он там что-то другое. Ну окей, у него третья эмоция. У кого эмоция повыше? Этот вот, которого мы типировали. Купленов? Да. Купленов, вот сангвиник такой классик. Ургант вполне. Ургант, да. А у Купленов, он там такой сангвиник, но у него уже и холера прорывается местами. Угу, угу. Вот. Так, кто у нас дальше? Флегматик. Ну, флегматики – это те, у кого сенсорика, физол и эмоция должна быть низко. Вот. Это такие более спокойные, такие тюленики. Вот. Такие они. Флегматика очень тяжело там как-то растормошить, вывести из себя. Он очень уравновешенный, он долго думает, но зато достаточно усидчивый. Интроверты, сенсорики с низкой эмоцией – это вот первые кандидаты во флегматике. Вот. И что ещё? Ну, и они предпочитают такой более основательные какие-то виды деятельности. Там, где не нужно слишком быстро куда-то носиться, метаться, быстро соображать. Вот для флегматика это будет такой стресс. Жириновский – чистый холерик. Губерниев, кстати, может быть этот сангвиник. Угу. Ну, вот да. И смотрите, опять же, мы тут ничего не говорим про социальнические типы, потому что флегматиками могут быть хоть этики индуиты. Ну, вот у нас, например, в чате пишет девушка. Она этик-экстраверт, но при этом у неё третья эмоция. И физика воля высокая. Физика воля высокая, да, и это флегматик, и там местами меланхолик. В общем, это всё причудливо сочетается, опять же, в зависимости от конкретного человека, в зависимости от типов, в зависимости от акцентов в типах, потому что, опять же, у нас там мы возьмём двух интуитов. У кого-то интуиция будет усиленная, у кого-то интуиция будет не такая сильная, будут акценты в других местах. Плюс, опять же, психософия. Ну, то есть, это всегда такая очень многомерная история. Угу. Вот. Так что флегматики – это те, у кого эмоции пониже, физика повыше, те, кто поинтровергнее и посенсорнее. Вот. Типикал флегматик, кого бы такого можно привести? Кого бы можно было привести? Путин. Владимир Путин? Ну, у него есть определённо флегматический вклад, точно. Да, оно довольно выражено. Вот. Этот вот, как его, на что? На что? На что, как его? Как его? Владимир Путин, молодец, тэн-тэ-тэн-тэн-тэн-тэн, флегматик-лидер и борец, тэн-тэ-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн, он психологию поднял. Ладно. Нашими военными всякими силами заведуют. Шойгу? Шойгу. Вот он, да, да. Да, Медведев, вот, он к сангвиникам. Нет, он, кстати, сангвиник. Медведев к сангвиникам тяготеет, несмотря на то, что это интровертный сенсорик. Но у него эмоция вторая. У него эмоция высокая, да. Да, да. Сергей Кужуеточ, да, да, да. Да, да, да. Вот он, скорее, к флегматикам. Вот. Ну, да. И у нас есть неуравновешенный. И сильный. Сильный и неуравновешенный холерик. Йента у нас чаще всего это такие бешеные экстраверты-интуиты. Чаще. Там, ну... Ну и вообще всякие разные бешеные экстраверты с какой-нибудь волей, либо... При этом, заметьте, я интроверт. И при этом, заметьте, собственно, я не интуит по их делению. Но я холерик. Я явно выраженный холерик, лол. Финантный, либо просто выше четверки. И с какой-то эмоцией обязательно выше четверки. То есть там воля завязана, на волю, на эмоцию, экстрачи. Что еще там? Черная сенсорика может быть какая-нибудь упорная, да, какая-нибудь усиленная. Угу. Вот. Либо этика какая-нибудь тоже акцентированная, какая-нибудь очень яростная. Ну, в общем, вот такие сочетания получаются. Собчак, вот что-нибудь такое, да, да. Собчак, она разве холерик? Мне кажется, что да. Мне кажется, она и сангвиника похожа вполне. Ну, может, у нее между сангвиником и холериком. То есть у нее такие экстравертные. Потому что она хоть и вся такая, а там она довольно ровненькая, она, по-моему. Ну, вот этот самый покойный Задорнов, вот он холерик вполне. Да, да, он желчный. Любовь Соболь, она просто бешеная. Ну, я не знаю, да. Любка. Вот, так что к холерикам тяготеют индуиты, экстрачи, вот такие ребята. Ну, там опять же... Друзья, донатим на контент, очередь почти пустая. Это последнее видео в очереди. Кто не задонатил, тот, короче, будет под расстрелом. Да, я тоже холерик, богиня. Да, 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 да. Ну, буквально с потолка берут, они смотрят на потолок. Вот. Опять же всегда будет прицепом идти какой-то второй еще темперамент. Либо сангвинический, либо меланхолический, может быть, тоже где-то рядом. Зависит. Трамп, скорее, сангвиник. Сангвиник, флигнап. Да, кстати, да, да. Дональд Трап. Там холерик, там этот, Лимонов, например. Лимонов, да, да, да. Очень яркий. Этот, как его, Невзоров, например, там холерик с флигматиком, по-моему, там такая смеська странная. Ну да, может быть, и меланхолик он. Меланхолик-флигматик, мне кажется, что да. Низкая эмоция физик. Даже не холерик. Физикологика высокая. А, ну хотя он, может быть, да. Вот у меня тоже, я флигматик-меланхолик. Вот, так что, вот такое. Бидон, не знаю, он там между сангвиником и холериком, что-то между этим. По молодости он точно на холерика был похож, бидон. Его вот эти вот яростные речи, что да, мы будем их убивать, потому что там вот они не такие, как мы хотим. По-моему, это холера. Вот, так что вот эти все темпераменты, они существуют, и при том типология, психология классическая, она вполне себе спокойно относится к тому, что они физиологически обусловлены. И это достаточно устойчивая характеристика человека. То есть, она не меняется. Мы не можем сделать из флигматика... Окей, стоп. Физиологически обусловлены. И как он вначале сказал, соответственно... Немножко разное. Физиологически обусловлены литерами все. Ну, практически все. Даже наши, ну, вообще-вообще мысли наши в каком-то смысле обусловлены физиологически. То есть, здесь проблем никаких нет. А то словосочетание, которое я вначале использовал, вот оно мне не понравилось вот совсем уж. Холерика. Принудительно. Вот. То есть, это будет очень большой стресс для организма, для психики. И просто человек заболеет, если его будут принуждать каким-то... И это является одним из косвенных подтверждений того, что человеку желательно находить себе виды деятельности в соответствии со своим темпераментом. Это в самом широком смысле. Ну, а всякую детализацию дают уже типологии, которыми мы занимаемся. Вот. Там уже можно это гораздо более четко при этом самое подойти к вопросу. Вот. Какой сайт с тестом, на это посоветуйтесь наиболее близким. А попробуйте разные просто. Загуглируйте, потому что так вот на вскидку я не скажу. Потому что темпераменты, я когда-то давно проходил всякие тесты. Ну, и в принципе, если вы почитаете описание, там типов не так много, как в соционике. Вы в любом случае найдете два темперамента, которые ближе всего вам. Вот. Так что дело вот такое. Ну, ладно. С этим тогда вроде все. Вот. Да, у меня есть меланхолический компонент. Его стало чуть поменьше. По юности у меня было его чуть побольше. Вот. Ну, флегматик, меланхолик – это мои основные темпераментные эти самые штуковины. Вот. Так что вы можете почитать описание темпераментов и легко найдете, что у вас там. Василий, вы сегодня что-то прям вообще... В ударе. Напалмом жжете. Да. Меланхоликам такие виды деятельности нужны, в которых нет слишком большого стресса. Вот. В которых можно в спокойном каком-то темпе заниматься какими-нибудь абстрактными вещами. Аналитикой какой-нибудь. Чем-нибудь таким уединенным. То, что позволяет там быть в потоке. Друзья, донатим на контент, очередь пустая. Тогда я буду в потоке. Пока я не в потоке, а, блядь, в жопе нахуй. Будьте добры, вытащите меня из-за дна. У меня этот холерик с меланхоликом. И не знаете, что заказывать. Просто можно деньги кинуть чисто по приколу. Можно... Мемы. Мемы можно заказать. Это у тебя, похоже, у тебя. Хиробора. Неустойчивая. Есть такое. Лоботомия. Да, кстати, с лоботомией советую тем, кто интересуется, почитать историю. История лоботомии. Есть очень интересные. В Америке было весело с лоботомией. Там дядька, который её придумал, он очень советовал женщинам лоботомию. Рекомендую. Да, то есть, если мужику не нравилось, что женщина капризничает или отказывается от каких-нибудь супружеских обязанностей. Обязанностей. То там доктор, он прописывал, типа, лоботомию. И у них даже были эти... Вот это реально база, простите. Вот вы, ребята, угораете сегодня. Да, вот это реально база, блядь. Вот это реально базированная хуйня. Вот это мега база. Лоботомобили, которые ездили, и реально там куча женщин делали. Это всё, в общем, это безумие, это сюр. Кто захочет острых впечатлений, в общем, можете развлекаться. Такс, такс, такс. Что, если я сама по себе медлительная, но хочется в какие-то сферы, где активничать надо? Так а вы там сначала попробуйте, может быть, вам там будет некомфортно, и вы поймёте, что не очень. Опять же, активность тоже будет разная. Сестряки, я надеюсь, делали. Да, да. Да, и там это было вообще в таком... Я когда услышала эту историю, это такой сюрреализм. Но это действительно происходило там, по-моему, в 50-е, 60-е. А может быть, сангвиник, меланхолик, флегматик, холерик, то есть, противоположности. Ну, да, они могут сочетаться. Такая лёгкая биполярочка получается. Ну, возможно. Ну, конечно, сложно такого человека представить. У него как будто переключение противоположных моделей поведения. Обычно они где-то смежно идут, то есть, один перетекает в другой. Ну, и может быть, там где-то третий противоположный, да, через... В общем, пройдите тесты, посмотрите. И там тоже есть в этой теории темпераментов, есть что-то типа этих интертипных отношений. Вот, конечно, очень таких огрублённых. Я ещё помню, давно-давно, когда всяких кучу психологических книжек перечитал, там говорили, что вот холерикам рекомендуется флегматики в качестве пары, а сангвиникам меланхолики. Типа они друг друга дополняют. Это, конечно, если мы очень сильно упростим, обобщим, это похоже, там, на дуальность и вот это вот всё, но опять же... Ну, что, смотри, слабому, неуравновешенному нужен сильный, уравновешенный, ну и наоборот. Ну да, типа они друг друга стабилизируют, но есть много других нюансов, там, интертипные отношения, там, на самом деле, вы же понимаете, что 384 варианта сочетания типов, и вот это вот всё. Друзья, донати на контент, и я распишу вам 384 сочетания типов. Так что да. Так, сангвиник-меланхолик говорили, что нет, остальное может сочетаться. Ты кого знает, может быть. Такс. Меланхолия тоже есть. Меланхолия есть у всех. Ну и в средние века, и в новое время меланхолией называли депрессию. Человек, типа, впал в меланхолию. На самом деле у него там это, нейромедиаторы поломались. Как будто и без того мало правил, кого с кем сочетать, это точно. Да. Такс. Ну хорошо. Значит, с этим, с темпераментами разобрались. Нужно будет сделать хайлайт, потому что у нас люди спрашивают, типа, есть ли связь, есть ли связь. Холерикам точно не надо куда? В водителя автобусов. А нет, холерикам не нужно в программисты, не нужно в бухгалтеры холерикам и в эти, в стоматологи. Короче, все противоположные эти профессии. Да. Ну при этом с людьми дозировано... Да нет, с людьми можно нормально. Нет, 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 потому что у холерики могут на сцене выступать, и там людей может быть сколько угодно. Степанова сангвиник. Степанова холерик, по-моему. Я тоже думаю, что холерик. Холерик сангвиник? Что-то около вот этого. Слишком шарахнутое для сангвиника. Ну может быть у него, да, сангвиник. Флегматиком на завод? Не обязательно, можно стать программистом, например. Это модно сейчас. Пограммистом? Или там какой-нибудь Data Science Superman. Холерик часовщика. Он просто берет часы и разбивает их кувалдой. Друзья, донатим на контент. Очередь пуста. Я сегодня печален. Опечален. Друзья, очередь пуста. Донатим на контент. Не забываем поддерживать канал. Они про одну и ту же тему, богиня ППШ, но они вроде не очень тесно связаны. Ну они про похожие темы, по крайней мере. Так Вячеслав, обычно наоборот. У нас последние понедельники были вообще мега топовыми по донатам. Ну ладно. Друзья, очередь пуста. Донатить не забываем. Ну, вы знаете. Поддерживать канал. Меняю. Стримы. Храмсы много бесконечности. Все дела. Охуенно сидим. Ладно, ладно, ладно. Все, везде отправил. Продолжаем. Вот. Значит, связано, если они на Юнге основаны. Как-то связано. Довели. Зумеры до слез. Максос. Блядь, у Максоса 2000 просмотров. А, ладно. За 26 минут. Здорово. За 26 минут. Уже 3000 просмотров. Ладно. Ладно, ладно. Все, сосу. Сосу лежу. Все, понял, принял. Все, понял, принял. По 42-52 тысячи просмотров набирают его видосы. Да, 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 да. Все, иду, 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 короче. Все, лежать, сосать, понял, принял, да. Не надо выебываться было. Друзья, донати на контент. Донати на контент. К барьеру. К барьеру подошли за донателями бабки. Фотожабы. Блядь, смешная фотожаба, где у Бейбея ног не было. Мое почтили. Это прям мега смешно было. Так. Стоальная реклама шлемов, шлемов, шлемов. У человека только два пола или нет? Ой, блядь. Есть такое. О, Ницше Вечное Возвращение. Что-то тут про Ницше. Ни-це-ше. Ни-це-ше. С-ше. Ни-це-ше. Ни-це-ше. Ну что, донатим на контент. Я пока ищу что посмотреть в свободное время от ваших донатов. Хотя у нас сегодня почти все время свободное от ваших донатов. Почему люди тупеют? Потому что они смотрят Хиддена. И так. Блядь, два часа. Ебать он тут. У-у-у. Это хайлайт. Заявочка. Заявочка, заявочка, заявочка я вижу. Хорошо, Вячеслав, давайте. Может продлить кто-то. Первый пранк в истории. Обзор программы ДНБ. Невозмутимости имба. Бальзак. Да ну, какой вы нахуй Бальзак. Хотя, может быть и Бальзак. Интроверт. Интуит, логик, интроверт, да, получается? Интуит, логик, интроверт. Вообще, база. Да не, может быть вы реально интуит, логик, интроверт. Или я опять проебался. Стоп. Логика, интуиция. Этика, сенсорика. Или как, блядь? Сенсорика, интуиция, логика, этика. Я всегда их путаю. Привет, Маркс. Не спите с малолетками, но это база, да. Бесплатно. Друзья, жду ваших донатов. Нет, подключение к интернету, простите. И снова товарищи, здравствуйте. Нихуя себе. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ну, посмотрите на контент-мейкеры, которые советуют нам не спать с малолетками. Блядь, что? Он по своему опыту будет вещать или как? Вопрос. С вами Белый Соболь. Я бывший сотрудник тюрьмы. И всем добро пожаловать на мой канал. А, окей. Вы знаете, все чаще и чаще мне начинают задавать вопрос по поводу сексуальных отношений между парнем, достигшим совершеннолетия, и девушкой, не достигшим совершеннолетия. Мало того, очень часто всплывают такие истории в интернете. Из моей практики я знаю такие истории, когда, допустим, парню 20, девушке 16, и парень сидит в следственном изоляторе. В результате чего? Вы знаете, очень интересен тот вопрос, что когда отношения происходят между 16-летней девушкой и 16-летним парнем, это считается все нормально. Это считается, вот, у них любовь, все дела. А когда парню 19, а девочке 15, а могу вам сказать, что сейчас, в 15 лет, девочке выглядят мама-не горюй. Гудок свой намалюют до такой степени, что выглядят лет на 25, а то и на 30. Ну чё, дед прав, чё могу сказать. Опа. С самого начала? Или нет? Мы просто смотрели частично. Я думаю, мы не всё время смотрели. Виктор Пелевин и его книги литературы. Давайте я в истории посмотрю. До куда мы доглядели? Сначала. Ну ладно, пересматриваем. Ну просто мы смотрели это видео до какого-то фрагмента. Я сейчас даже посмотрю, до какого. Может быть, мы сможем продолжить. Я не знаю, вы вполне можете быть интуитом, богиня ППШ. Если вам свойственно заниматься всякими торожками и прочей такой темой, возможно, вы реально интуит. Ну то есть, если вы не ироничные всем этим занимаетесь, имеется в виду. Да, на час 25 остановлено. Вот. А, нет. Ну где-то, где сейчас мы, да, вроде бы. Овергилия? Да, 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 да. Давайте отсюда и начнём. Продолжим. Ну получается, до часу с чем-то. Хорошо, спасибо большое. Классика. Пелевин, чему напоминаю? Овергилия? Нет. А кого же? У Вергилия нет замерзшей. Да, да, да. Это Коран. Ну хорошо. Это Искорян. И что? И к тому, что, как тебе сказать, ну, оригинальное, если другого не знаешь. Оригинальное. А вот теперь смотри... Я тебе, подожди, 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 постой, постой, остановись. Которые являются для Пелевина главным моментом всего его творчества. Он на рекламу рассчитан. Рекламный слоган. Христос, спаситель, точка. Солидный Господь для солидных господ. А рядом я поставлю... А что же он прикольно? ...поставлю Флабера. Его великий роман «Москритание чувств». Не знаю, читал ли его Пелевин или нет. Я сейчас рядом поставлю Флабера и буду дрочить на него. Какой Флабер. А-а-а. Флабер. А-а-а, как хорошо. Как я люблю Флабера, блядь. А-а-а, вот смотри, сейчас какую-то такую же фразу скажет. Ничем не хуже, не лучше. Да там столько кринжа было, Вячеслав, охуеть просто. Может быть, тоже разбираю на Лего. Ты хочешь привести в пример картины художника. А вот там есть очень интересная вещь, предвещающая вот эту хрень. Только рожденный в таком великом тексте. Это действительно роман. Вот если говорить о Пелевине, подожди. То, что ты сейчас занимаешься, это вкусовщина. Самый роман. Не вкусовщина, а культура. Блядь, реально здесь, собственно, Жаренов-младший реально отцу по ебальнику дает, на мой взгляд. Красава. Красава, реально красава. Наконец-то он начал сопротивляться. Все этой хуйне. Серьезно. Но, блин, я его даже отчасти чинул. Чуть-чуть больше уважать стал. То есть мне притят его литературные вкусы, но снобизму своего отца он здесь сопротивляется. Нет, пап, это называется вкусовщина по одной причине. Потому что, когда ты приводишь в данном случае Флабера, и когда у Флабера, ты приводишь конкретный момент, скорее всего, там, где тебе Христа. Я умный читатель, и меня не обмануть. Ты сам обманывался, зачем тебя обманывать? Ладно. Когда я читаю тексты, я всегда их соотношусь с тем, что я знаю. А если у тебя нет с чем соотносить, ты строишь лего. И говоришь, Пелевин, во, если ничего другого не читал. Во, блядь, что? Есть огромное количество людей, которые много чего читали, и, скорее всего, любят, собственно, Пелевина. Потому что иначе Пелевин не стал бы настолько известным писателем, в том числе в академической среде. Пелевин очень сильно котируется. Ну, много где. И среди, так скажем, и быдла, и среди академиков более-менее котируется Пелевин. Так что, чего бы и нет. Вспомни, Флабер, воспитание чувств, это ведь роман о том, как пустая, бессмысленная жизнь. Это то, на чем этот Пелевин убогий все копья сломал. Вообще, когда я вижу его внешний облик, может, он придумал, мне он напоминает какого-то бандоса из 90-х. Тяжелая челюсть, ченые очки. А вообще, за этим обликом бандоса... Бля, охуеть, Пелевин чмо, потому что он мне напоминает бандоса. Все, охуеть, сосать. Сосать, опровергнут, лежать. Бандоса чувствуется какой-то комплекс неполноценности. Неполноценности комплекс, понимаете. Сосать, короче, дурак ебаный. Вот. Внешность не та, блядь. Внешность хуевая. И очки долбоебские. Все, хуевый писатель. Зачем такой длинный стол? Ну, чтобы жаря на стаж и не смог ебнуть по лицу сыну. Пока камера на него не смотрит. И так далее. Это так внешне. Снова оценочное суждение. А это очень серьезно. А это очень серьезно. Потому что внешний облик писателя, это он сам. И его биография, это он сам. Вернемся к образу. Блядь, какая хуевая. Блядь, какая хуевая. 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 Да, хуевая, короче. Ты мне сказал, что... Вот это самое воспитание чувств. Там показывают... Ну, Пушкин карликовый, уродливый и темнокожий, долбоеб был. Просто, просто урод, блядь. Урод. Урод. Райда, Пушкин урод. Пушкин урод. Пушкин моральный урод. Пушкин хуево вел себя по отношению к другим людям. Вот вызывал людей на дуэли. Себя чуть не убил. Ну, чуть не убил. В смысле, он убил себя в итоге таким образом еще. Много раз чуть себя не убил. Рисковал жизнями других, блядь, людей. Такой долбоеб, мудак и хуесос, что просто, блядь, пиздец. И выглядел как хуесос. Да и Толстой тоже выглядел как старый пердет, блядь, который, не знаю, действительно... Да Таевский выглядел как пожилой лысеющий шин к старости. То есть это непочтенный, не знаю, такой высокий старец, горбленая, блядь, вот эта вот мохнатая хуйня просто на лице. То есть почти все писатели выглядели, блядь, как ебаные обоссанные бомжи. Большая часть, давайте так, не все писатели, большая часть писателей выглядели как обоссанные тупые бомжи. Но это не запрещает нам их как-то, ну, уважать, что ли. Не все должны выглядеть как Байрон, например. Ну, знаете? То есть, ну, кто-то должен быть уродцем маленьким, как Пушкин. Блядь, Пушкин реально крошка Цахис. Реально крошка Цахис. Карлик, блядь, урод-то и выглядел еще хуй пойми как, да? То есть вот эта вся мешанина генов страшная просто. Страшный, страшный метис. Очень плохо получившийся метис. В общем-то, но... Ну, вот. Мы уже уважаем Пушкина, мы же уважаем Пушкина. Давайте так, половина, половина, добрая половина писателей выглядели очень плохо. Не дай бог вам так выглядели, честно говоря. И я этого не осуждаю. Я этого не осуждаю. Я этого не осуждаю. Я этого не осуждаю, соответственно. Ну, выглядели и выглядели, как угодно. Вообще без разницы. Как люди проживают свою жизнь бессмысленно. Но показывают это на совершенно ином уровне. А поэты какие были уродцы? Там один уродливее другого. Боже мой. Как будто бы мы попали, собственно, в цирк уродов. Пришли посмотреть, вот тут бородатая женщина там. Я не знаю, вот женщина сапог лежит. Неожиданно. Там я хуй знает. Не, серьезно, поэзия как цирк уродов отдельный. Это не назовешь. Пелевин только и говорит об этой пустоте. Но говорит так неумело. Так коряво. Так. 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 Ну, правильно, 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 правильно. Сын молодец. Да никак. Ну, примерно. Очень, 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 очень не люблю, блядь, снобов. Снобство это полный кринж. Я ненавижу снобство вообще всем своим ебаным обоссанным, сука, сердцем. Ненавижу снобство. Ненавижу снобов. Снобы отвратительные, ужасные. Просто заебали. Говоришь, говорит, как коряво, как. Ну, сейчас, давай, я птиц. Это люди, которые буквально тормозят развитие всех областей, к которым они и так или иначе прикасаются. Снобы отвратительные. Цитатки, да. Снобы вредоносные. Если тебе так хочется на цитатки, папаньку поймать. Не, маргинал, кстати, не сноб. У него свои недостатки есть, но он не сноб. Как раз. Хочешь, сейчас, я же подготовился. Представьте себе. Он делает больно иначе, так скажем. Непроветренную комнату, в которой набилось ужасно много народу. Если они сидят на разных уродливых табуретках, на расшатанных стульях каких-то, узлах и вор... Бля, какой ты сноб, Маркус. Какой ты сноб. Ты автор великой фразы. Вот. Автор великой фразы, собственно. Платон номиналист. Гений, я считаю. Просто гений величайших цитат. Да нормально писал, Володя. Нормально писал. И тем очень много разных интересных. Не только наркомания, безусловно. Всякие восточные религии, всевозможные отсылки и так далее. В принципе, нормальный писатель. Вообще, на чем попало? А те, кто попроворнее, норовят сесть на... Какие черты у сноба? Вот. Эталон. Идеал. Эталон-идеал. Эталон-идеал снобства. Вот он. Посмотрите. Вот как выглядит сноб. Как говорит сноб. Что делает сноб? На два стула сразу. Или согнать кого-нибудь с места, чтобы занять его самому. Таков мир, в котором вы живете. И одновременно у каждого из этих людей есть свой собственный трон. Огромный, сверкающий. И чё? В чём проблема? Ну, каких несколько жизней? Какие несколько жизней? Это просто чел, который прочитал много книжек. Лол. И всё. Причём литература. Это литература. Это не философия, не наук. Ничего-то такое. А он, короче, читал других фантазёров долгое время. Я ничего против этого не имею. Нормальное так себе развлечение. Но у человека, который пересмотрел миллионы сериалов, опыт приблизительно такой же, как и у него. Как-то так. Тоже фантазёры создают сериалы. Вы можете смотреть сериалы. Вы можете потреблять нарративный контент другими образами. Их много. Сериалов. Хороших, в том числе, сериалов. Умных сериалов тоже. Так что тут такое. Возвышающийся над всем этим миром. И над всеми другими мирами тоже. Трон поистине царств. На каком стриме смотрели? Ну вы мне задавите, конечно, провокативные вопросы, друзья. Сейчас я узнаю. У меня есть история просмотров. И я смогу вам сказать, когда мы смотрели в последний раз. Я недавно для себя открыл историю просмотров. Представляете себе? И мы теперь действительно можем взять и всё посмотреть. Кто бы мог подумать. В прошлый раз я это видео смотрел 6 августа. Ну вот, да, стрим 6 августа. Стрим номер один называется. Воскресенье 6.08.23. Сейчас я вам скину. Кстати, да, кто хотели посмотреть где, вот, 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 где. Вот. Так, кто его в гении, во-первых, записывает, это раз Володя. А во-вторых, он, как бы, и не претендует на то, что он, как бы, какую-то правду говорит. Понимаете, в чём дело? Что в этом фишка? Он литератор. То есть, если бы в итоге оказалось, что расширенный оргазм, это, типа, знаете, просто, просто, просто весёлая, крутая история, например. Ну мы бы такие, а, пиздато, круто, Володя Батфёртов. Вот, придумал. Клёвая фантазия, хорошо вообразил, пиздато. Вот. Тоже могли бы круто к этому отнестись. Какая хорошая фантазия, например, да, бы сказали? То есть, здесь бы мы уже по другому критерию оценивали, по критерию фантазии. Вот. Нет ничего, что было бы не во власти того, кто на него взойдёт. И самое главное, трон абсолютно легитимный. Он принадлежит любому человеку по праву. Но взойти на него почти невозможно. Потому что он стоит в месте, которого нет. Понимаете? Он находится нигде. Позвольте сказать вам напоследок одну вещь. Может быть, самую главную. Насчёт того, куда попадёт человек, которому удалось взойти на трон. Находящийся нигде. Мы называем это место внутренней Монголией. И чё? В чём проблема со стилем? А где оно, это место? В том-то, Саньку, сколько пафоса-то, мать твою. Сколько пафоса? Нисколько. В том-то и дело, что нигде. Нельзя сказать, что оно где-то расположено в географическом смысле. Внутренняя Монголия называется так не потому, что она внутри Монголии. Она внутри того, кто видит пустоту. Хотя слово внутри здесь совершенно не подходит. И никакая это на самом деле не Монголия. Просто так говорят. Ну давайте, ладно. Возьмём Толстой Войной Эмир. Поехали. То же самое сделаю сейчас. Читайте, пожалуйста. Я тоже могу прочитать так, чтобы всем было смешно. Смотрите. Поехали. Первая глава. Блядь, сука. Сразу по-французски. Я сдаюсь, блядь. Сейчас, давайте попробую начать с той главы, которая начинается не на французском, блядь. Так. Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться. А что? Гостиная Анны Павловны это вагина, что ли? С которой укончают, сука, блядь. Что нахуй? Тупой, блядь, ебан. Как бы вот так вот. Приехала большая дно от Петербурга. Люди самые разнородные. По возрастам и характерам. Но одинаковые. По обществу. В каком все жили? В каком, блядь? Это, блядь, бездарная хуйня. Как это вообще, блядь, было написано? Приехала дочь князя Василия. Красавица Элленд. Да кто так, женщина, писает? Какая, блядь, красавица Элленд. Ну вот какая-то хуйня. Ну вот как-то вот так вот. Да, он не кривляется, ну вот. Ну кринж, блядь. Ну кринж, блядь. Ну какой смысл? Какой, блядь, смысл? Какой смысл так читать? Я не вижу никакой разницы между тем текстом, что я сейчас прочитал, и тем, что сейчас у Пелевина засчитывается. Вот, вот, вообще не вижу никакой разницы. Буквально один и тот же уровень. Один, блядь, и тот же уровень написания текстов. Тут текст, тут там текст. Здесь буквы, там буквы. Здесь грамотные предложения, там, блядь, грамотные предложения. Все, как бы, разговор окончен. Все, нормально. И тут хорошо, и там хорошо. Пойдет. Конец. Вот. Было бы глупее всего описать вам, что это такое. Поверьте мне, поверьте мне на слово. Хотя бы в одном. Не Жариков, а Шариков. Стоит стремиться туда всю жизнь. И не бывает в жизни ничего лучше, как оказаться там. А как увидеть пустоту? Увидьте самого себя, сказал барон. И что? Черный. И что? Тоже цитаты. Хуево отношусь к Жаренову? И что? Тоже связано. Престайте. Неужели это? Кстати, сказать, очень интересная вещь. Вот он там восхищается этим черным бароном. А знаешь, кто еще им восхищается? Блядь, Гитлер, нахуй, по-любому. Я не знаю, кто. Гитлер? Я не знаю, ребят, надо говорить обо... Гитлер. Ну, здесь. Наш министр обороны. А, блядь, ладно. Ну, хоть не Гитлер. Ладно, ладно, хоть не Гитлер. Ну, это у него кумир. И что? И что? И что, блядь? Хорошо. И что? Ничего хорошего. Что, блядь? Как по мне, зашкварно иметь тех же кумиров, что и у Жареного. Ничего хорошего нет. Может, он тоже педагоген. Слушай, тут один есть момент. Вот ты мне сейчас привел стату. С точки зрения того, как она создана по стилю, у меня нет никаких особенных вопросов. Да, нормально. Все нормально, блядь. Ну, все отлично. Я не знаю, нормальный текст, читабельный. Даже легко читается более-менее понятно и нормальный, и хорошо. Ролик в ЧБ сделан, потому что после этого Евгений Жаренов убил своего сына Николая Жареного, и там еще вот такая вот полосочка должна находиться. Вот. Вопрос. Ну, у меня есть слова блуде. Слишком много слов. Ну, давай. Ну, слова блуде, образа нет. Потому что книжки пишутся не словами. Ну, как нет? Слово много. Дожди, если бы, блядь, пишется, да. Если бы мы с тобой говорим, например, о типичном представлении... Ну, короче, чел, блядь, у него какие-то представления о том, как литература должна вписаться, свои собственные фантастические, которые он выдумал. Вот. Ну и все. Милость мани представления о том, как должна выглядеть литература, ну и конец. Кринж? Да-да-да-да-да, именно. Литература, что любой писатель должен не просто рассказывать, а должен... И это обидно, потому что перед нами сидит не какой-то высокомерный долбоеб типа Панасенкова, да? То есть, ну, понятное дело, что Панасенков, будучи полным дегенератором, умственно неполноценным дебилом, но для того, чтобы возвыситься над всеми остальными, может говорить, какой он там элитарий, там пиздатый, какой он сверхбог, но перед нами-то вроде человек сидит, который книжки читает, и его основная задача разбираться в книжках, анализировать книжки. Вот это обидно. То есть, можно простить такую идиотскую позицию Панасенкова, у которой буквально никто. Как бы, просто обычный бомж, как бы, да, просто зазнавшаяся медиаперсона, у которого мозгов нихуя от слова совсем. Вот. И при этом всём, ну, Жареного здесь простить просто невозможно, ну, просто потому что он специалист, он профессор, он, соответственно, доктор наук. Так уж, Жареного просто специализация не на современной же, так какая разница? Он должен уметь разбирать любые тексты. Там методология у него должна быть. Методология должна быть. Методология. Причём эта методология вполне, ну, к литературе относится. То есть, он не то, чтобы, знаете, должен тянуть литературную методологию, ну, и литературоведческую, или филологическую, в физику, да. Нет, здесь надо от одной литературы, да, к другой протянуть просто ту же самую методологию, и всё будет нормально. Нет, блядь, нет, не хочется нам этого делать. Давайте, давайте, в общем-то, здесь, как одним текстом, применять методологию, герменевтику и всё такое, а к другой просто не применять. Просто не применять. Ну, зачем? Ну, зачем? Зачем применять? Вот, Пелевина можно просто поговнить. Просто потому, что не нравится. Не нравится, всё. Оказывать. То здесь перед тобой... Можно я тебе возражу? Вот тебе как эта пустота, эта бессмысленность передаётся, например, у Флабера, в его великом романе «Воспитание чувств». Тот самый роман, который в своё время свёл с ума Фрэнсиса Форда Коппола, я был свидетелем. Роман, который свёл с ума Жареного, и после этого он такой. Простите. Когда он кричал на всю студию, «Ребят, я такой роман сейчас читаю, «Воспитание чувств» Флабера, говоря о том, что его бы надо экранизировать и так далее. Вот тебе образ без этого словоблудия, без этих словечек дурацких». Ну, нет. Здесь зависит от того. Вот тебе без слов. Потому что книжки пишутся не словами, а тем, что помимо слов. Кринж. Если они кишутся словами, то перед нами просто графоман. Вот смотри, у Флабера два человека, которые прожили свою жизнь совершенно бессмысленные, даже не заметили, как они её прожили. То есть у Пелевина введение не нужно, запомнили. Заметьте, заметьте, в случае с Пелевиным никакого введения не было. Он просто начал читать отрывок. А здесь он пытается введение сделать. Так, спасибо. Чё там? Окей, ладно. Да, 80 рублей вижу. Хорошо. Ну, скорее всего, негативный. А Хаски не очень люблю. Но посмотрим. Может быть, ещё что-то хорошее. Я не фанат Хаски, если что. Текст. Да. Прям весь Пелевин тебе. Только воплощение прекрасного писателя Густава Флабера, да? О котором стоит поговорить. Ну, когда ты пишешь с не сердцем, а просто слова, блядь, пишешь, тогда это слова блудишь, шо я, понимаешь? Ты лучше, интереснее. А вот когда ты вкладываешь всю свою душу в написанное, вот тогда-то, вот и получается текст. И вот ты не понимаешь, шо я, это слишком, это слишком мудро. Слишком мудро. Сой бой и сказал. Чем об этой симулякре. Так вот, Пелевин сам симулякор. Он не писатель, имитатор писателя. Он симулякор. О чём и пишет всё время. Так вот, они вспоминают, что же было самое главное в их жизни. Посмотри, какой образ пустоты без всей этой слабесной мути. Они вспоминают о том, что когда они первый раз, а в Пелевин любят такие сексуальные штучки, только у него плохо они получаются. Пошли в публичный дом, что они так волновались, что купили по букету роз. И что, это самое главное событие в их жизни, когда их душа, которая постепенно будет... Да похуй, похуй вообще, никогда не буду эту хуйню, считать. Просто нахуй, иди, старый долбоёб, просто срань, блядь. В течение этого романа умирать вдруг распустилась. Просто срань, блядь, какая-то. Лол. Этими розами, которые они несут, продажным женщинам. Вот образ. Кринж. Это не образ, это кринж, блядь. И без словесной мути. Поэтому я плохой читатель для Пелевина. Я слишком знаю, откуда она дёргана. Лол. Пелевина убеждает его слова блудея. Ну ты понимаешь, в чём дело? Когда мы оцениваем литературу, мы должны понимать, на каком... Ну это чуть-чуть забавно, но, блядь, это на уровне, я не знаю... Жука-навозника... Это даже нет, это не на уровне жука-навозника, который тащит кусок говна и поклоняется ему как богу из жизни насекомых Пелевина. Это не на уровне, это намного ниже образ, чем вот у Пелевина создан в одной из его книг. Это намного ниже образ. А у Пелевина, наверное, ещё найдётся, много таких. Так что тут такое. Ну просто, это просто забавно, что я... Это просто забавно, да, это типа, ну прикольно. Всё. Ради этой хуйни книжку читать точно не стоит. Вот. По аудиторию всё это пишется. В данном случае у тебя присутствует определённость набега. Почему? Потому что ты читаешь Пелевина и говоришь, ну, а Флабер лучше. Ну да. Ну Флабер просто другой. И Флабер не просто другой, он просто... И постмодернисты лучшие, которым он пытается войти в ряд. Даже постмодернисты лучшие. Не только Флабер. Как бы я не спорю, что есть писатели намного лучше Пелевина. И я даже не считаю Пелевина хоть сколько-нибудь гениальным писателем, но при этом я всё равно думаю, что это писатель. Жаринов не знает, что такое новаторство, он дегенерат. Ну, жизнь секомых норм пио. Самое главное, я до сих пор пока не совсем понял мнение по поводу проекта, но мы к этому ещё вернёмся. Это лего. Если проект... У Жариного нет методологии оценивания нормальной, поэтому, ну, вообще без разницы, что он там, какие он оценки даёт. Лего. Это не писали, он составляет. Ну, и более того, у Жариного двойные стандарты. Вот когда у Пушкина где-то понадёргана, Пушкин гений, понимаете, Светлане? Ведь главное не то что, а главное то как, блядь, или ещё какая-нибудь абстрактная хуйня, и потом какие-то рандомные фразы в пример приводятся, а он говорит, мне это нравится, ты посмотри, какая сильная фраза, а ты сидишь и думаешь, блядь, что это за хуйню он сейчас прочитал? Нет, главное это что? К сожалению, дегенераты эстеты считают, главное это как, но главное это что? Что написано конкретно? Вот это главное. Главное, потому что это смысл, это содержание, это персонажи, это мир, который вы создаёте. Вот это главное. А то, как это сделано, оно по-разному бывает. Всё. Причём очень по-разному. Нет какого-то определённого как. Непонятно как надо вообще, в принципе, с этим как тоже можно экспериментировать, спасать, по сути. Все свои сюжетные. Это просто дегенераты эстеты, которые ввели какое-то понятие своего шизофренического вкуса, вот они считают, что они знают как надо и как оценивать. Это видео уже смотрели, да, но не с этого момента. Это основной компонент всего. Про вкуса-то никакого нет на самом деле объективного. Это просто, не знаю, наши привычки, предрасположенности некоторые может быть. Может, темперамент отчасти наш к чему-то нас склоняет, чтобы нам что-то нравилось, воспитание нас склоняет, авторитет авторов нас склоняет, всевозможные когнитивные и прочие ошибки нас склоняют к тому, чтобы нам что-то нравилось больше, чем другое, не менее качественное. Вот всё. Вот в этом и всё, в кавычках как. Поэтому Жаринов приводит буквально две практически одинаковые фразы. Ну, как одинаковые? Одинаковые, сравнимые. Сравнимые стилистически какие-то моменты приводят, но говорит, что один из этих моментов гениален, а другой нет. Всё. Просто абсолютно сравнимые вещи. То есть у Прилепина, Прилепина, ой, у Пелевина, простите, у Пелевина нету стилистических ошибок в этом фрагменте. Пелевин довольно нормально всё описал. У него там есть образ в Монголии, соответственно, вот этой самой. И так далее, так далее, так далее, так далее. То есть всё выполнено на нормальном уровне. Как и у, собственно, у Флабера. Тоже нормальный уровень, читабельно. Вполне читабельно. просто оценка здесь выставляется не за какие-то объективные критерии, а за внутренние ощущения, которые испытывает сам Жаренов. Понимаете? И это кринж. Модерна, когда ты говоришь об интертекстуальности. Постмодернизм не отрицает образ. Он есть у Джулиана Барнса. Посмотри его прекрасный роман «Попугай». Ну, Толтой нечитабелен, например, я хрен знает. И опять с Флабером соотносится. А это один из выдающихся Ладно, мы можем у Джулиана Барнса взять другой его роман. Вот берём, например, «Историю мира» в десяти с половиной главах. Ну, прекрасный образ. Первая глава, например, «Безбилетник». Прекрасный образ. Великолепный образ. И юморной. А заканчивается чем там? Всё помнишь? Да это неважно, чем заканчивается. Ну, как неважно. Там последняя глава, посвящённая раю. Неважно, чем это всё заканчивается. Важно, что я, блять, я. Я, 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 я. Главное, я, 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 важно, понимаете? Это всё не стало. Не важно. А же, что мне, пиздато? Вот как-то так. Вот. Да-да-да, что я именно. 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 Так и есть. Да и более того, среди классиков очень мало грамотных охуенных стилистов. Нет, есть случаи, когда стилистика реально, ну, типа, решает случае набокова планете решает стилистика только ради стилистики это произведение можно прочитать not как бы основной сюжет может быть даже не так интересен со всей этой лолитой гумбертом гумертом как сама стилистика в которой все написано набоков здесь действительно заслуживает такой вы знаете пометочку что вот это 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 интересно это остроумно написано это хорошо сделано прямо классно но большинство людей бы что писателей довольно ну не топят они в стилистику не пытаются они в стилистику даже пишут так как надо да то есть пишут так как можно писать в их время писать какие методы есть такие используют но при этом прорабатывают содержание например еще что-то прорабатывают не можно втопить в стилистику да то есть взять и повысить свой уровень стилистики что-то придумать шизопоток как у достоевского ну у него местами еще за поток но это ввиду того что достоевский пытается описать внутреннее состояние с одно сознание некоторых персонажей и мы там понимаем че чей шизопоток достоевский пытается выразить так что это не полноценный шизопоток там он как бы но но такой вот очень акцентированный понятный тебя также рисование поставить это еще раз говорю это понимаешь ты подумай я хочу привести конкретный пример вот если мы говорим с тобой про джулиана барнс который действительно один из самых ярких современных писателей британских вот берем его роман известный история мира в десяти с половиной главах в конце этого романа тебе приводится такой образ рая но при этом образ рая у тебя возникает в виде такого чуть ли не пятизвездочного отеля с системой все включено где люди могут получать все что угодно но души в этом состоянии не выдерживают долго потому что рано или поздно все равно совершают самоубийство не но может быть да есть исключение где там реально близко к шизопотоку но все-таки да блин да блин филологи по большей части собственно это идолопоклонники идолопоклонники они очень ограничивают себя в опыте далеко не в нем не все но многие очень многие филологи где посмотреть начало этого видео не знаю сейчас ссылка вам передать это нет не передала я выше скидывал ссылку не знаю можно ли до нее дорваться добраться сейчас или нет но я скидывал ссылку где можно да можно сейчас копировать адрес ссылки еще раз копирую начало вроде бы вот здесь было могу ошибаться но вроде до 6 какого-то там числа чего-то там что даже несмотря на свое бессмертие почему потому что начинает просто томиться из своих желаний августа получается что в августом воскресный стримбл сказал стиле пелевина а если это читать ты увидишь на в другое ты увидишь там другое ты увидишь то что вообще говоря и свойственно это очень странный аргумент обещал для и так вопросу пресса мустафа это к вопросу о том какие люди оценивать литературные конкурсы серьезно серьезно это к вопросу о том собственно какие собственно да какие люди оценят литературные конкурсы вот ты пишешь роман ты продумываешь персонажей мустафа не знаю может быть так вот придумываешь персонажей придумываешь мир какую-то ситуацию все это остроумно интересно и классно да но приходит жаренов и тебе начинает говорить что да не так написано вот блядь флобу флобера у флобера то а то флобер там заебись утят хотя чё хуйня блять тут и соответственно оценивает высоко человека который там больше похож по ему мнению на флобера чем в общем то твоя но при этом у него все хуже там по сюжету по персонажам и по многим другим аспектам да и оценивать его выше вот да но он считает тех персонажей которые тоже более ну как бы собрать современных идолов корочества у него и современные идолы в том числе вот все там услышишь сколько по добру а у меня те люди вредоносны просто это ли эти люди просто принципиально вредоносные тем более для культуры и и развития и так далее так далее так далее ну и ввиду этого у нас в россии все очень плохо с литературой из-за таких людей как жаренов и будет плохо пока таких как жаренов собственно занимают свои места пока они оценивают конкурсы пока они собственно работают в университетах пока их мнение вообще хоть на что-то влияет вот пока такие люди и существуют и они имеют некую власть у нас все будет хуево с литературой критика булгакова в мастере я помню один раз что критику булгака что булгакова критиковал этот поэт у нас в гостях был даже на стриме вот у нас страны так как его звали то никонов никонов у никонова друзья донатим на контент очередь почти пустая это видео скоро закончится он всего лишь создает лего он лего создают компонент я возьму отсюда этот компонент забыл 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 как мастер и маргарите кубик я возьму отсюда соединю их прибавлю туда пару-тройку рекламных слоганов и получится роман и все ему сказать нечего ему сказать ничего вот это самое главное давайте будем честны что роман мастера полная хуйня в мастере маргарите это наверно самая слабая часть наверное самая слабая часть вообще мастера маргариты это как раз роман мастера ну во всех смыслах это и сам роман мастера это роман мастера с маргаритой это самые слабые части собственно произведение ладно еще более слабая наверное все эти перипетии в писательском доме и вот эта вся хуйня которая короче все все что не про демонов все хуйня там к сожалению очень грустно скучно написано неинтересно что что он говорит все время про пустоту что мир симулятор но это хватит на две-три строчки больше ему сказать дальше это вот тянуть вот эту канитель непонятно зачем безобразную чтобы опять подводить вас к тому же самому он писатель для хипстеров грамотных офисного планктона который ничего не читал но по-быстрому хочет себя повеселить и поиграть в и вот я с тобой совершенно не согласен но это хороший конечно ответ не согласен и не согласен на смотри если мы с тобой говорим а мы с тобой люди которые ценят так аноним пишет какой кайф подрубил ламповый стримчатки шадова отдыхаю после работы спасибо вам спасибо аноним всего хорошего хорош литературу которую литературу любит можно продлить этот видос варк можно продлить этот видос то есть от вида скоро закончится и там мы еще две минуты плюс посмотрим и останется еще 23 минуты и наша главная с тобой задача да ну как отвратительно андре он пишет достаточно грамотно но тяжеловесно в среднем пишет не то чтобы отвратительно тяжеловесно давайте будем честны подавляющим большинству людей не нравится читать тяжеловесные тексты я не уверен что раньше тоже нравилось раньше у людей просто времени больше было чтобы на такие тексты время тратить приветствую матвей и если у современного человека в среднем возникнет выбор читать толстого или например пелевина очевидно что вы будете читать скорее пелевина чем толстого потому что толстой пишет сложно вам придется затратить куда больше усилий на то чтобы прочитать толстого до 23 минуты останется после того как мы закончим досматривать этот момент протяжении почти всего времени это прививать людям и тяжеловесно слова блуде живот фабер ажаринов он скажет ну зато как это написано какие образы как гениально ну как то вот понимаете ваш критерий то субъективный тут какие-то тут тут какие-то образы от типа вот какие тут образы такие тут образ какие образы ну несет чел короче цветы проституткам ну прикольно и что но ok ok ладно несет цветы проституткам типа прикольно прикольно может быть действительно любовь к литературе чтобы они в итоге начинали это какая разница да нет когда прививать любовь донцовый марина какая разница как человек придет большой литературе человек так пелевин большая литература чем толстой на мой взгляд ну и достоевский даже по факту я не фанат пелевина я не фанат пелевина но мне он куда интереснее я считаю его более интересным писателем с более интересными идеями акцентами отсылками чем толстой достоевский толстой достоевский на мой взгляд уже и уже мыслили уже мыслили менее интересные темы раскрывали и как личности были менее интересные чем соответственно пелевин я не фанат пелевина я Я просто, на мой взгляд, ну, я ставлю Достоевского и Толстого ниже в своей иерархии писателей, чем Пелевина. Но Пелевин, я не считаю, что он гений, он гигант, титан, он просто интереснее, он просто разнообразнее, у него раскрываются философские какие-то серьезные темы, более интересные, более серьезные, более разнообразные, чем у, собственно, Толстого и, собственно, Достоевского. Более того, он отсылает, Толстого как к хуйне отношусь к псевдофилософской, кем я писатели в топе. Так, если убрать с первых десяти мест меня, ну, наверное, мне больше поэзия здесь нравится, Гёдт какой-нибудь, да, например. Мне очень нравится произведение Гёссе, соответственно, Игра в бисер, отличное произведение, хотя написано тоже тяжеловесно, тяжеловесно написано, по-своему, своеобразно написано, писать тяжело, но там идея зато какая, зато какой смысл, зато как интересно, в общем-то, там все идейно обставлено, вот это нравится. Ваннигут мне, в принципе, очень хорошо заходил в свое время, то есть Бойню я прочитал, Кошачью Колыбель, и в целом я очень позитивно к Ваннигуту отношусь. А, чё ещё могу сказать? Чё ещё могу сказать? Льюис Кэролл мне, конечно, нравится, Алиса прям шикарная, Алиса классная. Ну, Лолит Набокова хорошая, в принципе. Ну, мне много чё нравится, мне много чё нравится, но вот конкретно Достоевский, Толстой и так далее, они норм, ну, особенно Достоевский типа норм, но я бы поставил его пониже Пелевина в своей иерархии. Роккор отчасти зависит, но оно больше зависит от того, кто ваши книги покупать будет. Ну, или от всяких премий, издать, ну, или от премий тоже может зависеть. Ну, просто, если вы мне спросите, а кого я, вот, да-да-да-да-да, шуяну, а из современников, современников я почти не читаю, мне мало интересно, из тех, кого я читал, это всякие Лимонные, Лимонные, Лимоновые, Прилепины, Пелевины, Сорокины, блядь, и вот это вот всё, мне... Ладно, поскольку я уже смотрел этот видос, поэтому идём смотреть эту нюм, вроде там по деньгам равно. Спасибо. Ебать, ебать, центр архе, Андрей Макаров, кризисы, катастрофы, господи, блядь, ой, вот это чел. Он у нас в гостях был, как же я его не люблю на самом деле. Хорошо, хорошо, спасибо большое. Это, это кринж. Ну, снова философский кринж сейчас будет, это хорошо, спасибо большое, люблю. Сейчас закончим, досматриваю три минуты этого, потом хаски, отопление, прочитаем текст, оценим. Нихуя, блядь, себя, вы точно 80 рублей заплатили, вы уверены? А, вот. Ну, кстати, мне ещё нравится Экзюпери, Экзюпери прикольный. Экзюпери, давайте так, маленький принц, очень хорош. Вот. Как-то так. Из современных, ну, блин, я просто мало читаю литературы художественной. Давайте так, я мало читаю художественной литературы, и почти всё, что я читал, приносило мне боль. Классики русские все приносят мне боль, за редким исключением. Ну, вот. Пелевен, кстати, здесь легче всех читается. Он и день, и читается легче. Чехова люблю, да. Нифига, музыка на тысячи кайф. Спасибо большое. Вот это за музычку подкатили. Вот. А ты его не любишь, кого его, кого его конкретно? Из-за ёбнутых фанатов и дешёвой риторики? Бунин трудно, по-моему, читается наоборот. Бунин круто всех критиковал, но довольно в итоге, как бы, ну, вы поняли. Марк Еврей, всё ясно. Ну, чё? Нет, он язычник. Человек может прийти к большой литературе, в том числе... Через Пелевен он не придёт к большей литературе, да не придёт? Нет никакой большой литературы. Да, давайте я просто раскрою вам секрет. Не существует никакой большой литературы. Это фантастика. Это идолопоклонничество. Её нафантазировали, собственно, идолопоклонники. Большую литературу. Придёт по той простой причине, что если человек прочитал Пелевина, его каким-то образом... А другие их математически не нравится. Бунин вообще всех критиковал. ...больше интересоваться, что же там, на самом деле, за всем этим кроется. Он понимает, что Пелевин делает постоянные отсылки к Борхесу. И таким образом человек уже через Пелевина может, например, прийти к прочтению Борхеса. Понимая, например, что он у себя в «Чапаев и пустота» упоминает того же самого Алексея Толстого, упоминает вообще большую часть русских классиков, то почему человек, который, например, воспринимает Пелевина, не может в итоге подумать, а почему он вот про этих авторов пи... Не считал, что я... И попробовать прочитать их. В этом... Не, варгат тысячу просто так задонатил вторую тысячу, но вот этот прекрасный видос гигантский. В отношении, понимаешь, работает то же самое правило, как в определенный момент. У меня сработало со Стивеном Кингом. Стивен Кинг не супер какой великолепный писатель. Так сказать, фору даст Пелевину по части создания образа? Нет. Фору ему даст? Нет, не даст. Да, даст. Вот не надо... Соль, не читал, да. Даст по одной простой причине, потому что все образы Стивена Кинга, они построены по лекалам. По-хорошему, все герои, которые его не выездят... Не совсем, ты его плохо знаешь. Я Пелевина все же мало читал, и основной текст, который я реально полностью прочел, это жизнь насекомых, и он сильный. Фрагментами я читал, собственно, Чапаевую пустоту, фрагментами, Омон Ра, фрагментами полностью не читал. У меня времени на художку нет, у меня нет времени на художку, ребят, нет времени на художку, да. Но что-то я читал, мне нравится Пелевин. Если вот брать приоритет того, кого бы я хотел прочитать или перечитать, Пелевин выше Достоевского и Толстого. Толстого и Достоевского меня заставляли в школе читать, и после того, как я их начал критиковать, я их еще анализировал после этого, да, и критиковал дополнительно. И ввиду этого мне тоже приходилось фрагментами перечитывать, доказывать, рассказывать что-то, поэтому с этими текстами я более-менее знаком. Я не то чтобы профессиональный критик Достоевского и Толстого, но для аргументации мне часто приходилось к этим текстам обращаться, к их текстам, имеется ввиду, обращаться. Вот как бы да. Но тоже не фанат, не фанатик, не знаток этих авторов в том числе. Но Пелевина я поставлю здесь выше. Он интересней, он просто интересней. Больше-больше разных идей, меньше связи с христианством как таковым, более интересные отсылки на более интересные религиозные, магические и прочие позиции. Пелевин хорош, просто если я захочу у кого-то почерпнуть немножко опыта, мне более интересен опыт Пелевина, чем опыт Достоевского и Толстого. Даже на ней намного позиций больше, более интересен мне его опыт, чем их. Пелевина тупо тем в тексте больше, да. Это прекрасно, это прекрасно, это интересно. Есть короткие рассказы, которые просто на уровне шедевра. Какие? Какие, например, посвящение, например, «Милый пони», например, «Повесть тела», например, «Лучший ученик». Да, и все герои, которые там встречаются, потом повторяются в его произведениях. Нет, не совсем, не совсем. Если мы берем, например, «Героев подростков», как и «Стело», то это повторяется у тебя «Вано», это повторяется у тебя еще потом. Нет, 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 это формальный признак. Он детей любит, это формальный признак. Это не формальный признак, у него типа героев повторяются всегда даже. Нет, не надо. У него всегда есть строго хороший герой. А у Пелевина не повторяются. Я не говорю о том, что у Пелевина. «Слезами обольюсь», потому что там есть точно найденные слова, там есть великолепный скорбь по добру, страдания переданные, там тебя погружают в это. Ты вспомни хотя бы этот замечательный роман «Сияние», и как Кубрик его экранизировал. Кубрик не будет говно, прости меня, экранизировать. Во-первых, Кубрик будет экранизировать говно, потому что он этим и занимался. Например, какой? О нихуяся. Например, Барри Линдон. Ну, вообще, Кубрик экранизировал «Космическую Одиссею», я напоминаю. Я, честно говоря, не знаю, как вы относитесь к «Космической Одиссею», но это тоже по роману сделано. Но там фантастика, там фантастика. То есть, я не знаю, читал ли Жаринов ту фантастику, на основании которой Кубрик снимал «Космическую Одиссею». Да? Но там фантастика прям, там прям фантастика-фантастика. Вот как бы такая классика-классика фантастики. Я не знаю, насколько Жаринов хорошо относится к таким текстам просто. У меня есть подозрение, что ему бы не понравилось. Возможно. Привет! Посмотрим альтернативный разбор. Ну, это мы попозже тогда раз посмотрим. О, Господи! Чапаев и пустота. Так, 700 рублей, это получается по двойной очереди. Спасибо большое. Большое-большое спасибо. Вот это я понимаю по двойной, ребят. Помните, Шадов 10 минут, 20-30 минут назад ныл, что денег нихуя нет? 3300. Платонова я так и не начал читать. Я бы хотел его прочитать. Наверное, Платонов из всех русских писателей находится у меня на первом месте в топе тех авторов, которых я бы хотел прочитать. Мне его почти все рекомендуют. Ну, и по тем фрагментам, которые я читал, мне показалось достаточно любопытно. Платонов из русских писателей у меня топ-1 из тех, кого я не прочитал и хотел бы прочитать. Ты знаешь, роман Барри Линдон... Самый слабый роман Текера. Самый слабый роман Текера, но если бы Пелевин написал такой роман, я сказал бы, самый лучший роман Пелевина. Вот, ну ладно, все. Мы дотянули до нужного момента. Пустота хуже воровства. Почему? Это точно альтернативный обзор? Да, вряд ли дойдет. У меня на художку сейчас времени нет. На философию еле-еле хватает иногда. И то иногда. Я сейчас философию даже мало читаю. Я в основном пишу. У меня времени хватает только на то, чтобы самому писать. Иногда, может быть, что-то прочитывать фрагментами и комментировать. Классники-классники, Максим, да. Ну, я уже не читатель, я уже реально больше пишу. Раньше я читал намного больше, и время было на это сейчас, но совсем не то. Сейчас я, ребят, за едой тогда сгоняю. Ночной переедон должен быть сейчас. Я быстро сбегаю, меньше минуты, не расходитесь. Ры-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ Продолжение следует... Так, друзья, я вернулся. Все, я с едой здесь, на месте. Так, бедром. Опа! Бедром поправил стул. Отлично. Все, садимся. Поехали, друзья! Как же он горает по музыке. Дерзнуть на единственно правильное решение слабо. А ведь так просто. Ставим черный прямоугольник на две с половиной колонки и полный привет. Этим исправимым 13-й... Стих ВЛС. Спасибо. Бля, что-то про сперму. 12 мая 1996 года открывалась рецензия Андрея Немзера на опубликованный в журнале «Знамя». Я даже не знаю, как это разместить в очередь, чтобы... Мы это будем смотреть через миллион лет, читать, Элиас. Я хрен знаю, через миллион лет, окей. Роман «Чапаев и пустота». Немзер написал тогда очень талантливую, язвительно-снисходительную заметку, в которой с плохо скрываемой иронией оправдывался, мол, предложение это, вместо рецензии на Пелевина опубликовать черный прямоугольник, продиктовано исключительно тем, что «Чапаев и пустота» — это ведь вынужденный эквивалент молчания. То как же на него реагировать, если не молча? Один шотца? Какой вас интересует? Я могу в шотцах выполнять разные задания, только все зависит от того, что конкретно делать. Возможно, четверть века назад, когда Пелевин еще не был автором Generation P, когда этот писатель-призрак еще не застолбил свое место в истории постсоветской литературы, это предложение и было уничтожающим, мол, «Чапаев и пустота» — книга настолько вторичная, что нечего тратить на нее настоящие, живые слова. Однако сейчас то же самое предложение имеет смысл прямо противоположный. Эта книга сегодня настолько жива, что, чтобы хорошее не сказать... Спасибо, Элесик. Подвойной. Переношу. ...все окажется вторично. А потому теперь, как и тогда, стоило бы терзнуть на единственно правильное решение и заменить этот выпуск черным прямоугольником. Только уже не гробом, в котором... Да, господи, заебали, все окажется вторичным, что это вообще значит? На протяжении всей истории литературы... В литературе... Да, после этого видоса, Элес. На протяжении всей истории литературы... В литературе, соответственно... Как бы это пояснить нормально, чтобы адекватно было. На протяжении всей истории литературы, литература сама на себя ссылалась и много чего повторяла. да я бы вар честный подсотку бы сделал вот такое за сотку можно почему бы и нет прям в прямом эфире на мучу за 10 минут тупо ну одно дело там знаете там тверкнуть например и выложить это подороже будет стоить а тут вообще просто да не все нормально прочитаем только по очереди будет после этого видео и видео в этом и материалов ильяса стихотворения леса мы прочитаем ну просто текста здесь дохуя честно говоря я не я просто зайти 180 рублей ладно давайте два раза по 80 я прочитаю за за 180 я прочитаю разберу быстренько вот здесь пойдет он просто очень толсто очень толсто за 80 я бы даже немножко приходила и чапаев и пустота положен а пьедесталом на котором он сияет так вот прямого вторичность про вторичность про вторичность греки ссылаются на собственно гомера миноги сиода иногда да окей в каком смысле вторичность оказывается современные авторы ссылаются на классиков прошлого тоже вроде бы вторичность но при этом каждый по-хорошему делает что-то новое какой-то новый небольшой или большой вклад какой-то большой небольшой шажок это нормально и вообще в принципе всевозможных разных шагов по литературе может быть скорее всего неограниченное количество видос на full заказан до по двойной очереди так вот так вот да и в этом заключается на мой взят основной парадокс у нас существует ли группа каких-то религиозных фанатиков которые дрочат на старую литературу и считают что по-другому быть никак не может как бы тогда не может быть другой литературы не может быть ничего нового и они обычно когда оценивать литературу настоящего просто обращают внимание на какие-то совпадения с литературой классической играет а но но вот это же было раньше и при этом не смотрят на что-то новое и при этом когда они оценивают классических авторов они говорят так вот же посмотрите какое новшество вел этот толстой или достоевский двойные стандарты обычно таких людей преобладают они не пытаются найти произведение нечто новое они просто обращают внимание на старое это же как уж теперь это все так делали блин до протяжении всей эпохи все литературы капец меня в узел скрутил отшаться на канале с хайлайтами стараясь поле тот же самый но смысл другой чапаеву бы понравилось однако и я на единственно правильное не решился с вами литературно наполняющий канал армена федор и фуга фаминор моцарта которую кавалер ордена октябрьской звезды василий иванович чапаев предположительно играет на фортепиано в третьей главе романа чапаев и пустота мы продолжаем наше плавание по условной реке абсолютной литературой и блять так нет стоп даркина чтобы секс это будет первым главное чтобы ты успел за это стрим обозреть кстати тимур поцкий что понял ну может быть не знаю может быть так вот если что дыркина надо пропустить будет все остальное норм говорим сегодня о главном дзен буддийском романе русского поста успеем обозреть нам надо еще успеть за этот стрим вот двухчасовое видео оселить но это вообще ночью видимо будет и наверное модерна о тексте без которого невозможно представить русскую литературу 90-х и его авторе который был в те времена в своей лучшей невозможно изя писательской форме чапаев и пустота виктора пелевина критик андрей немзор в своем радикальном неприятии пелевина был далеко не одинок несколько позже сергей беляков напишет о нем очень характерную вещь конечно постоянным читателям бушкова или донцовой пелевин покажется джойсом но остальных то не обманешь я к сожалению сильно разочаровался в донцовой после романа гнездо перелетного сфинкса потому что никак не ожидал что джентльмен сыска иван подушкин поведет себя так не по-джентльменски и позволит себе ту квази-гомофобную риторику которая там встречается так что венец безбрачия белого кролика я даже читать не стал несмотря на такую многообещающую аллитерацию в названии безбрачия белого кролика которая определенно отсылает к набокову словом я уже не могу назвать себя постоянным читателям донцовой а потому пелевин джойсом мне уж конечно не кажется и все-таки в силу своей природной наблюдательности я не могу не заметить кое-что что их подозрительно объединяет а именно тот энтузиазм то молодецкая удаль с которой на них нападали современнее право слово когда сравниваешь то что писали о джойсе после публикации улица и а пелевине запас тогда бывает просто силы литературы до в основном представленные филологами и прочими дегенератами любителями филологов силы консервативные в основном как кстати и силы внутри философия академической то есть академические философы и филологи это силы консервативные они тянут все назад прошлое они изучают прошлое они поклоняются прошлому они любят прошлое они тянут все назад в прошлое ранне консервативные силы им очень трудно принимать что-то новое и они принимают что-то новое только в тех случаях если это каким-то образом принимается другими представителями каких-то уважаемых сообществ при этом в премиях кто-то победил там ли еще что похожее происходит вот только в таких случаях а премия то проводится и все равно надо каким-то образом отдавать дань другим своим друзьям филологам которые тоже оценивают эти премии так или иначе да то есть либо либо поклонение чему-то старому либо поклонение коллективному бессознательному собственно своего сообщества получается это так а если у вас появился современный автор который не выигрывает в премиях ну или допустим выигрывать не в тех премиях которые вы уважаете почему бы его не погнобить в данном случае обычное дело как бы хорошо он и интересно не писал чтобы крутого он не делал вот надо бы погнобить человека средние 20 лет то невольно начинаешь сбиваться где собственно начинается одна цитата и где заканчивается другая сравните например этот роман апофеоз распада сказанная владимиром новиковым о чапаеве и написать такое мог только человек находящийся в продвинутой стадии психического распада это уже американский критик ирвинг бэббит об у лиссе вторичный продукт дурной вкус бездарная пародия на язык тургенева и толстого ну это понятно о пелевине отпетый литературный шарлатан писатель кактус наконец но особенно мне понравились две формулировки роман читабельный не хуже фэнтези и автор который вылупился из неказистого рябово яйца вот это последнее о пелевине почти дотягивает до яркости художественного образа который использовал товарищ радок на съезде советских писателей в тридцать четвертом когда он изрек бессмертная куча навоза в которой копошатся черви заснятое кинематографическим аппаратом через микроскоп вот джойс однако пока на западном фронте пелевина громили на станции лозовая шли бои в его поддержку и не жалели залпов из хвалебной тач анки роман бесподобен с какой бы страницы вы не начали чтение терпкая и своеобразная проза делает пелевина неповторимым а сам он в конце концов воплощает русский классический пострефлекторный постмодернизм чтобы это пост не значило и даже целый дмитрий был принял принял варк т.з. принято ков вы свистит так ну ты же я скинул в к и с надеюсь денег хватит до хватит хватит то тут еще можно сюда включила как же я сегодня как же я сели кайфу ну чё ну чё ну чё завтра послезавтра будет все посмотрим как я успею смогу завтра я возможно буду занят но послезавтра я точно этим займусь правда все ли да поднял короче вначале стрима плак плак шадов жалуется в конце стрима 999 1199 тысяч рублей есть база написав редкий читатель закроет роман пелевина без ощущения смутного торжества победы автора над материалом и совместной авторской читательской победы над миром пытающимся навязать свои правила игры бой на станции лозовая благополучно выигран правда справедливости ради стоит отметить что прозорливый дмитрий львович сразу оговаривается даром что станция лозовая существует только в нашем сознании словом вокруг чапаева и пустоты и переломаны за эти годы столько копий что хватило бы на небольшую троянскую войну весьма специфическую конечно с той особенностью что в конце выясняется что никакой трое за стенами которые 10 лет штурмуют греки никогда не было однако будем сегодня вновь немного структуралистами и попробуем осмыслить вот это противостояние вокруг пелевина не на уровне ярких метафор вроде писатель кактус или воплощение постмодерна а на уровне глубинных структур в этом смысле как мне представляется спор о чапаеве и пустоте это на самом деле хотя василий иванович и учил нас что никакого самого дела на самом деле нет и тем не менее на самом деле это разговор о природе полного и пустого и здесь уместно спросить так кто ж ты наконец роман который своей холодной игрой создает вакуум вокруг себя или наоборот книга который этот вакуум заполняет чел пытается в германефтику чем могу сказать нормально пойдет ничего против не имею ну как против имею конечно опять же пересыщение смыслами может сейчас начнется как и обычно бывает у германефтов но он намного лучше жареного в этой роли роман пустышка вторичный коллаж по мотивам советской мифологии и лихих 90-х с отпечатком дешевой эзотерики или роман во всех смыслах полный предлагающий своему читателю какие-то оригинальные идеи пусть изготовленные из вторсырья так наоборот ведь экологично zero waste так сказать роман располагающий к некоему откровению или если использовать пелевенский образ тот самый костер зажженный чьим-то милосердием возле которого ты ждешь что придет помощь мне представляется что для того чтобы попробовать ответить на этот вопрос и склонить чашу весов священных девса на ту или иную сторону нужно понять как и из чего эта книга сделана ведь чапаев и пустота это искусный пазл причем его уникальная особенность заключается в том что пелевен собирает его в единое целое щедро загребая фрагменты и серьезно варк это правда вот этом вот это магия я много кого лишил донатной девственности так я вот такой стример который это лишаю лишаю других донатной девственности их коробок складывая слово счастье из букв п у с т о т и а это эклектичность заметно уже на фабульном уровне действия в романе разворачивается параллельно в двух на первый взгляд очень далеких друг от друга пластах времени и пространства между которыми из главы в главу переливается главный герой поэт петр пустота пустота оказывается то в восемнадцатом году где он вроде как становится комиссаром советского командира василия ивановича чапаева а на деле учеником просветленного ламы познающим различные мудрости буддизма а то появляется в середине девяностых где он лежит в психиатрике и наблюдает за сеансами бреда своих сополанчиков вообще это ровно тот момент в и нашего канала когда я особо это интереснее всего что написал достоевский здесь судить по фабуле если судить по фабуле это интереснее всего что написал достоевский достоевского ничего на таком уровне концептуальном нет вообще в принципе подавляющее большинство классиков не смогли составить более охуенный концепт как исключение данте как исключение гетте как исключение соответственно много кто еще на самом деле но подавляющее большинство классиков подобный концепт даже близко не составили хороший сложный забавный интересный интригующий хороший концепт и это не то чтобы угнетает как-то классика потому что многие классики не составляли концепты достоевский ни в ком жанре не писал большинство классиков не пишут в жанрах ляс понимаете чем дело вот тут как то так постмодерных не жанр особенно счастлив что творческая кредо армена и федора это 10 тысяч метров над уровнем сюжета пересказывать содержание книг пелевина это как рассказывать кому-то свой сон тебе кажется что всем ужасно интересно а люди сидят и думают когда это уже закончится потому что чужие сны в пересказе они ведь невероятно утомительны кстати говоря это отличный маркер того стоит ли вам читать пелевина если вы открываете чапаева и пустоту и у вас ощущение что вам пересказывают чей-то тягомотный сон то смело останавливайтесь я всегда повторяю жизнь вероятно не столь длинна чтобы откладывать лучшее в долгий ящик и тратить время на книги которые написаны не для вас до а вот если наоборот о нихуя себе красавчик слушайте вообще сам концепт того что есть книжки которые написаны не для вас вообще само осознание этого это уже на сколько уровней выше того же жареного по факту да есть книжки которые написаны не для вас они под ваш темперамент не под ваше интеллектуальное состояние не для буквально не для вас не с теми идеями которых вы придерживаетесь просто важно понимать что жаренов это шизанутый православный филолог да он филолог он профессор и все такое но он шизанутый православный причем шизанутый православный не всегда идут вместе но вот он одновременно и то и другое и в этом плане и в этом плане понятное дело что ему наверное будут ближе книжки которые написаны более старыми классиками преимущественно почему ну потому что у них ближе христианство на самом деле понятное дело что он больше пиетета будет испытывать более старым классиком потому что там и эти кота который ему нравится ну и соответственно вещи правильные с его точки зрения описываются и все приводится к тому что ему хочется нравится и так далее так далее так далее как то так у жареного художка есть и там язык пелевина серьезно ли ас но не знаю а то что есть книжки которые написаны не для всех вообще все книжки не для всех написано нет ни одной такой книжки которые все вы обязаны прочитать и которые все из них обязаны вам понравиться а если они вам не понравится то вы там хуесосы пидорасы у вас как бы вкуса нет честно говоря давайте так гомер сейчас мало кому понравится гомера очень круто читать было бы в какой-нибудь пересказе сам по себе гомер и одиссея или ада ну 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 там есть проседающие очень сильно моменты там есть очень сильно проседающие моменты возьмем это легендарное перечисление кораблей даже но это очень проседающий момент ну мало кому будет интересно читать название зарифованная кора не зарифованная вот новости стиха сложное изложение этих самых кораблей мы серьезно толстого там половина кишки на французском но не половина война и мир очень много на французском написано серьезного что но понятное дело что современники нормально могли это читать но мы не его современники да и в целом толстой пишет довольно увесистый мы сейчас живем не в ту эпоху когда выбирая между толстым и например хорошим сериалом мы выберем толстого серьезно легче взять хороший сериал там и лаконичные красивые все изложенные ты просто сидишь смотришь чилишь класс а толстого читать надо вчитываться понимать что происходит с персонажами кто есть кто там эти 500 персонажей ебануты всех над запомнить какие-то у них свойства проанализировать может быть по-хорошему очень много работ надо проделать в этом плане действительно никакая литература не должна нравиться всем на самом деле такого нет то не вся литература для всех написано и это понимание на мой взгляд достаточно глубокое но мне в школе объяснили что это он так дворян попускает которые на родном языке не говорили вот крот а в сериале не надо запоминать челиков но в редком сериале наберется не знаю в районе 500 главный не главных в районе 500 героев если вы чувствуете что этот сон вам уже когда-то снился если вам не хочется просыпаться если вы задумываетесь над тем вам ли ну у меня кстати наверное во всех романах вместе взятых тоже не соберется столько не соберется наверное во всех романов вместе взятых столько героев соберется но я не знаю сколько у меня 86 романов сейчас 86 романов в каждом давай давайте перемножим таймер таймер интервал калькулятор вот хрен знает короче смотрите сейчас 86 минимум умножаем на 8 вот да 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 сер пекарь есть такое 688 персонажей этому и минимум да то есть каждом в каждом романе минимум по 8 основных персонажей которые реально на что-то влияют реально влияют и реально являются антагонистами протагонистами друзьями главного героя главными средствами вот общения взаимоотношения если брать вообще всех персонажей конечно список персонажей у меня значительно больше раза в четыре тогда наверное но это со всеми вторичными повторяющимися и так далее вот так сер пекар просто вот туда есть такая штука как идолопоклончество люди к литературе часто его испытывают если без него подходить мне кажется куда красивее лучше и же и же и жить даже лучше снится белевин и умирать даже не надо наоборот выяснитесь ему то значит это ваша книга впрочем комедия этого положения заключается в том что и в этом случае просыпаться все равно придется даже пробуждаться я бы сказал и так пересказывать содержание я не буду а вместо этого давайте попробуем внимательнее взглянуть на форму аргентинский писатель хорхе луис борхес чье влияние в творчестве пелевина очень значительно и мы не раз сегодня его упомянем написал еще в сороковых один они вполне возможно пелевин реально будет таким своеобразным русским классиком которым будут судить вот по эпохе 90-х двухтысячных ну может быть чуть даже более поздних эпох но про все все-таки более поздние его романы не настолько культовая более поздние романы пелевина не настолько культовый его конечно все равно читают пелевина да его почитают постоянно но культовой все-таки у него у первых романов типа там чапаев и пустота дженерейшн пи и все такое здесь у него реально культовые произведения для вот нашего нашего общества может быть действительно он будет запомнен по ним очень любопытный рассказ в жанре спекулятивной фантастики и потом на него будут дрочить всякие филологи будущего не исключено и будут обсирать других молодых талантливых в общем-то авторов интересных названием простите тлен и говорите вы посмотрите какие образы были у пелевина почитаю просто почитайте о о о духовная монголия о вот это вот это я понимаю какая глубина какая глубинище просто на меня не не факт я пока пока я не даю никаких предпосылок для этого то есть я не являюсь известным писателем я вообще в принципе особо не котируясь мои романы будут скорее всего забыты если если смотрите если мой уровень популярности которого я достиг на данный момент будет это максимально если это максимальный уровень популярности которые достигну все конец ну все вряд ли меня тогда не будут мои романы уйдут в небытие наверняка как-то так он угбар орбис терциус этот рассказ представляет собой если совсем просто вымышленный комментарий на вымышленную книгу рассказчик в этой зарисовке порхеса комментирует энциклопедию целого мира с его законами и правилами рудниками и берегами словом такая энциклопедия британика но только мира которого не ну как бы вам сказать андрей очень малое количество писателей прям реально чтобы но в практически с нуля прославились до уровня ну как бы знаете какого-то великолепного классиков наверное один я только один пример знаю и это кавка когда кавка реально в стол писал а потом его друга напубликовал и все пошел в гору как бы да вот а в среднем так многие писатели они в свое время были хоть какой-то степени популярны вот елизаров например из сегодняшних авторов он не самый популярный автор конечно но он на слуху он известен он выигрывал в конкурсах то есть он находится не на нуле понимаете я на нуле сейчас нахожусь минимум про меня никто не знает как про писателя мало кто меня читал меня дай бог 10 человек прочитала несколько книжек я думаю все мои книжки только один человек прочитал один человек прочитал все мои книжки вот ну как то так все книжки при там выложены в общий доступ пока шаху их все прочитаешь но человек наверно 20-30 может быть прочитала хотя бы по одной моей книжке вечного путина в основном кстати не самую лучшую ну вот никогда не существовало и вот в какой-то момент борхе сообщает об этом мире одну очень любопытную подробность люди в нем пришли к тому что любая книга это все книги сразу что существует некий единый текст из которого эти книги и состоят словом в этом мире даже понятие плагиат не знают потому что авторство не всегда указывается и все произведения считаются произведением единственного автора в нем интересного временного и анонимного эту идею условности авторство которую теоретики литературы потом активно будут не очень интересно но в литературном произведении интересно это обыграно может быть взвывать весь двадцатый век повторяет непосредственно внутри романа и сам пелевин помните петр пустота как будто предвосхищает ролана барта говоря я никогда особо не понимал своих стихов давно догадываясь что авторство вещь сомнительная и все что требуется от того кто взял в руки перо и склонился над листом бумаги так это выстроить множество разбросанных по душе замочных скважин в одну линию так чтобы сквозь них на бумагу вдруг упал солнечный луч нихуя себе образ видите напоминаю пожаренного пожаренного у пелевина образов нет ну может быть не самый лучший образ но до достаточно неплохой что же сам пелевин похоже проделал в романе именно то что декларирует его с позволения сказать лирический герой вот только если этот солнечный луч он всегда один текст как таковой вне временной и анонимной то формы замочных скважин всегда разные так что автор все-таки узнается по тому как он этот луч преломляет а потому давайте посмотрим на скважины которые используют пелевин во-первых это мифология пелевин обращается к древнейшим пластам человеческих представлений о мире иронически их переосмысляя например стикс подземная река в древнегреческом царстве мертвых через которую душу умерших перевозил паромщик харон пелевин эту реку замораживает потому что русский стикс уж конечно должен замерзнуть при наших-то температурах а души пересекают его не на пароме но на коньках по льду предположение вполне допустимое но смотрите как она переворачивает мифологему вместо скорбного транзита на пароме где от тебя в сущности ничего не зависит ты пассивный объект почти про так рокор она всегда была важна своеобразная медийность понимаете в чем дело если вы совершенно не медийный ну кто вас оценивать бы как ваши тексты попадут как о ваших текстах узнают кто будет вас читать люди крайне субъективные создания понимаете люди видят текст какого-то неизвестного автора и сразу думают ну говно это блять какое-то ебаная это где-то уже что-то все было это просто полный ебаный кал фу-фу-фу ваш джойс полная хуйня ху-фу блять ваш джойс блять шизофреник и ебаный шиз и псих короче вот уровень мышления людей в среднем и незнакомых текстах потому что люди ну у них психология такая сорян да у людей психка так работает люди хорошо воспринимают что-то что связано не знаю с их интересами там я не знаю и с тем что авторитетно авторитетные вещи хорошо воспринимают есть огромное количество так называемых когнитивных ошибок до шадов апеллирует когнитивным искажениями ошибкам вот которые строятся безусловно на некоторых психологических ограничениях вот кстати знаете что я сделал я взял и посвятил целую главу когнитивным искажением своей книжке по соответственно антисоентизму скоро я буду прописывать эти вещи там и вы знаете что будет я просто применю все ну все возможные когнитивные искажения к восприятию науки научности и научного метода блять это часть и это часть из тех аргументов которые я буду использовать но как бы беру оружие врага и обращаю его против него же самого а красавчик блять как как же я хорош я считаю как же я буду разъёбывать этих сую суентистов ебучих как вам такое илон маск вот ну а чё по факту по факту же по факту всем свойственно получается когнитивные искажения всем свойствами да ну значит и ученым свойственно когнитивные искажения поехали блять его разбираем ну там помимо этого будут антологические метафизические методологические логические прочие аргументы но это вот один из типов аргументов которые буду там прорабатывать это реально угарно на мой взгляд праздничная картина душа рассекает по замерзшие реке на коньках становясь не пассивным наблюдателем но активным соучастником собственного небытия ну да роккор но важно помнить что сапковский без того был на вы нормально так растиражирован при сапковский и до серии игр был известным писателем не настолько известным писателем но очень известным писателем наверное одним из самых известных современных писателей польши даже на тот момент одним из потом стал самым но все-таки вальгала небесный чертог для воинов на пенсии у белевина оказывается населена не кленами кольчуги или ясенями битвы скальдические кенинги для воинов но вепремя ларьков то есть братками из 90-х потому что именно так в 96 пелевин изобразил героя нашего времени и так происходит в его тексте постоянно от сокровенного сказания монголов и вымышленного эпиграфа из чингисхана который кстати говоря столь хорош что чингисхан наверное сам уже не рад что этого никогда не говорил глядя на лошадиные морды и лица людей на безбрежный живой поток подняты моей волей и мчащийся в никуда по багровой закатной степи я часто думаю где я в этом потоке и вплоть до мифа о вечном возвращении которые с легкой руки белевина превращается в миф о вечном невозвращение однако центральный миф который переосмысляется в романе это конечно советский миф о чапаеве обратите для как же пелевин хорош все-таки серьезно как же пелевин хорош я не фанат пелевина и не считаю что он гений но он хорош он блять хорош он объективно хорош он молодец внимание пелевин специально заимствует сюжет который еще до него был многократно реплицирован и переработан исторически чапаев родил книгу фурманова книга фурманова родила легендарный фильм братьев васильевых фильм братьев васильевых полноценный народный фольклор из тысяч анекдотов про героя василия ивановича чапаева его верного ординарца петьку и решительную пулеметчицу анку словом именно вот этот перенасыщенный различными пластами и коннотациями как будто все время распадающийся на фрагменты миф белевин заново собирает и переосмысляет в романе чапаев становится мистиком и учителем петр учеником то ли поэтом то ли сумасшедшим а впрочем не одно ли это и тоже анна самый сдержанный и изящный из всех пулеметчиц а река урал в которой чапаев согласно советской легенде утонул в поток милости и счастья условную реку абсолютной любви следуя течению мы сплавляемся ко второй скважине через которую пелевин преломляет солнечные лучи своего текста это обширное поле идей философских и религиозных которые он заимствует посмотрите однако как это все причудливо преломляется в его романе скажем притча про сон джоан-дзы помните однажды джоан-дзы приснилось что он бабочка которая порхает над цветами однако когда он проснулся то очень удивился что он джоан-дзы и долго не мог понять то ли это ему приснилось что он бабочка то ли это бабочки снится что она джоан-дзы так вот у пелевина джоан-дзы в этой притче превращается в китайского коммуниста которого сначала поймали за сапатаж потом допросили а потом поставили к стенке и разбудили но примерно то же самое пелевин проделывает со всей массой идей и учений которые он привлекает например типичный амбал охранник возле входа в помещение признает что никакой субстанциональной двери здесь нет а есть только совокупность пустотных по природе элементов восприятия но раньше 8 но вот флэпман еще одного смогли назвать но это один еще еще один персонаж еще мой главный вопрос а он точно был совсем неизвестным он точно был совсем неизвестным не окажется ли потом что ну где-то печатался общался с какими-то редакторами записи с писателями какими-то еще кем-то может быть даже тиражи какие-то выходили может быть да и может быть даже в некоторых узких кругах он был достаточно зафоршен может быть понимаете флэпман 5 флэпман очень мало ситуации когда автор ну совсем никому не известен нигде ничего не выигрывал там не знаю никем не читаем и вдруг хуяк и потом норм вот ну флэпман тогда и кавка здесь меньше подходит но все же опять же пиар на мой взгляд очень важен пиар это очень важная штука без пиара никак вот опереть эту совокупность он все равно не может мысль лао цзи о том что ценность сосуда в его внутренней пустоте излагает уже опустошивший несколько сосудов и изрядно направшийся японский бизнесмен в офисе в пятихлебным период все же неизвестность понижает ваши шансы на то что вы станете известным писателем до нуля ну не до нуля очень сильно понижает очень сильно понижает прям очень сильно есть некоторые шансы есть некоторые возможности всякое может случиться и иногда случалось но все-таки большинство и писатели которых мы сейчас знаем может быть они были не первыми писателями так скажем на деревне в россии там или в мире да но они были достаточно известны для того чтобы сохранить и приумножить свою известность в известность и потом превзойти своих современников которые сейчас котируются все же какой-то достаточно высокий уровень известности в среднем нужен ну или хотя бы низкий в узких кругах желательно интеллектуальных чтобы люди из этих кругов желательно тоже входили в какие-то там академические или около того инстанции и так далее так далее так далее так далее ну или имели средства для реализации своих ваших книжек может быть улки название переулка кстати тоже не случайно и отсылает евангельскому сюжету о пяти хлебах которыми христос насытил множество народа сами же основы христианского учения пересказывает на полянке загусивший грибочками браток колян почитавший на досуге книжечку загробная жизнь и приходящий к неутешительному выводу было душа а мытарства найдутся упанишады у пелевина конечно через букву е древние индийские философские трактаты излагаются просторечивым казаком и возвышенное знай разум как колесничего а ум воистину как поводья превращается у пелевина в у пенис шада у человека ум это как у казака лошадь у пенис шада это будут мои тексты которые надо будет читать и там будет буквально короче картинка на них картинка такая на которых сидит человек и вот картинка с пенисом такая написано пенис шада это как бы ученики шадова собираются вокруг его пелес и он рассказывает но он я в сша дав ну или пенис не важно рассказывает мудрости у пенис шада никто с этой своей лошадью совладеть не может вообще означает неизвестен при жизни вообще в принципе неизвестен вообще мало кому извести но окей может быть но это исключение скорее опять же легенда о том что абсолютно неизвестные люди всегда или очень часто становились известными потом классиками писателями ну обычно не оправдывается вот не знаю снайк это поэтому она можно сказать у дела закусила и не всадник теперь ей управляет а она его куда хошь туда и несет и конечно лид мотивом всей этой философской эклектики диалоги чапаева и петьки в одном из которых чапаев на луковицах объясняет природу человеческого сознания как фильме братьев васильевых он да именно что матвея это обычная ошибка выжившего ну и очень красивая легенда очень красивая легенда которая утешает огромное количество современных людей которые там ну и современных его людей прошлого которые творят имеют какую-то надежду что когда-нибудь в потом после смерти их оценят я например готов к тому я например готов к тому что соответственно после смерти ну меня никто читать не будет целом это самый крайне вероятный самый вероятный исход моей жизни как бы хорошо и классно я не писал чтобы я не делал как бы я не старался скорее всего ничего не получится вот конец это я считаю нормально это допустимо очень малый процент писателей действительно оказываются читаемые популярны вот огромное количество людей в мире писала и стихи и прозу и философию и скорее всего просто подавляющее большинство из них я думаю процентов 99 не стали популярны и мы не знаем их идеи вот мы не знаем идея сейчас много чего них не знаем скорее всего да и вообще них не знаем об их существовании но подавляющее большинство людей которые все это делали скорее всего просто вот исчезли из нашей истории и мы просто ничего о них не знаем все это это база эта классика объяснял на картофельных а если вдруг по какому-то чуду я с я стану популярным хоть в одной из тех областей которыми я занимаюсь ну это произойдет магия некоторая командир действует во время боя в другом диалоге он передает пламенный привет нашему большому другу социопату генри фаусту момент петька это никакая не дверь в вечности этот момент и есть вечность а наконец в третьем цитирует сутру сердце совершенной мудрости и подводят этим черту под идеологическим направлением романа любая форма это пустота на что это значит петька а то значит что пустота это любая форма третья и четвертая скважины через которые пелевин ловит солнечные лучи своего текста эта история и массовая культура черный барон юнгер тот который проводит петру пустоте экскурсию по вальгале действительно существовал пусть и в другом качестве в роли барона фон унгер штернберга одного из участников гражданской войны в россии более того исторический барон и правда освобождал монголию пусть и не внутреннюю внешнюю и мечтал создать орден буддийских крестоносцев чтобы распространить тибетский буддизм через вышки 5g от владивостока до лиссабона бля насколько же пелевин лучше стоевского простите или толстого как лучше разное конечно разное но пелевин не больше подходит по прочтению я думаю лучше 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 уж пелевин чем ваша классика по большей части далее русский поэт и художник давид бурлюк который появляется в японской новелле романа действительно связан с японией он прожил там два года между отъездом из россии и переездом в сша орден октябрь с какой ночи владислав ты причудливый симбиоз двух существовавших орденов октябрьской революции и красной звезды а литературная кабаре музыкальная табакерка в москве действительно существовала но только не в конце тысячи можно варк возможно десятых а в двадцатых словом при ближайшем рассмотрении оказывается что в романе пелевина все герои вымышлены но зато все совпадения специально что касается массовой культуры то в чапаеве пелевин неоднократно использует прием который доведет практически до совершенства в своем следующем романе generation п а именно он привлекает множество узнаваемых образов и примет своего времени от шварценеггера и просто марии до малиновых пиджаков и стрелок видос хорошие да вот то что мы сейчас видим это более-менее неплохая филологическая работа с привлечением самого текста и отсылок даже германевтику на самом деле не особо как-то вот в интерпретацию выплывает как бы в эти он просто многое пересказывает рассказывает и делает это грамотно и без личного мнения спокойно чьянгел то есть в принципе все хорошо пока что меня вполне устраивает хороший пересказ который показывает на самом деле ну не то что даже пересказ он обращает внимание на те аспекты произведения которые могут показаться интересными и это очень круто ну то есть показывает что пелевин реально хорош не тех которые на брюках а тех которые забивают впрочем если поколение пи можно назвать энциклопедией новорусской жизни то чапаев роман скорее вневременный а потому новым поколением читателей которые выбирают уже не пепси а смузи даже не обязательно понимать почему это бывший губернатор калифорнии летит куда-то с какой-то марией ведь оба они просто коллективная визуализация наконец в пятых и здесь мы добрались до пожалуй главного источника пелевинского текста это другие тексты о литературных параллелях и отсылках в чапаеве и пустоте написано так много что говоря об этой книге невольно попадаешь в неловкую ситуацию с одной стороны повторять вещи уже многократно сказанные не очень интересно но с другой нельзя просто так взять и не упомянуть что в чапаеве и пустоте заметно стилистическое влияние набокова что там обнаруживаются очевидные параллели с книгами кастанеды а пелевин в 90-е редактировал русские переводы кастанеды что есть много общего и с мастером и маргаритой например действие происходит в нескольких параллельных мирах а эпизоды в них как будто отзеркаливают друг друга один из главных героев писатель а чапаев со товарищей уподобляется воланду со свитой и так далее и так далее тем более что сам пелевин однажды признался мастер и маргарита как любой гипертекст обладает таким качеством что сложно написать что-то приличное что не походило бы на мастера и маргариту наконец на множественность перекличек с борхесом мы уже указывали и еще в предисловии автор сообщает что одним из возможных названий романа могло бы быть сад расходящихся петек что отсылает к культовому рассказу борхеса сад расходящихся тропок где герой открывает книгу но попадает в лабиринт которая есть книга который я тронет и все тропки этого сада совсем как в притче о всаднике рассказанной в японской новелле пелевинского романа кавабатой сходятся в одном месте есть тем не менее одна параллель которая мне показалась особенно любопытной в том числе потому что замечание мастер маргарита тоже не нравится если опять же я выражаю свою позицию таким образом первая первая глава мастера и маргариты гениально просто божественно это очень крутая глава который сразу делает колоссальную заявку появление воланда беседы вот эти вот собственно и много 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 чего на самом деле упоминание канта в контексте вправо более-менее неплохом контексте обезглавливание очень клёвые фразочки там в духе анушка разлила масло и потом во всем произведение ничего подобного дальше не будет вот ни одна сцена в произведении дальше не сравнится с первой главой вот все все остальное намного порядков ниже то есть менее интересно менее интеллектуально менее образно даже как-то более скучно более тривиально вот как то вот так вот первая глава первая сцена вот те вот все вот этот происходит это просто легендарнейшая штука вот если бы автору удалось взять и выдержать вот этот уровень который он задал самого начала мастера маргарита как по мне был бы лучшим русским романом за всю историю соответственно всех по крайней мере который я читал точно но не дальше там довольно непосредственно и в принципе на средня где-то выплывает вот чают и и не так часто мне представляется что вот эти знаменитые диалоги между чапаевым и петром пустотой наследуют одному из самых важных эпизодов русской литературы беседе ивана карамазова с чертом в братьях карамазовых достоевского посудите сами здесь есть все необходимые черты во первых пустота все время слышит от чапаева как и иван карамазов слышал от черта вещи над которыми он сам уже однажды как будто задумывался он все время повторяет про себя да на это чапаев ответит вот так об этом я размышлял в петербурге однажды чапаев даже отвечает вслух на реплику которую петр проговаривал как будто про себя все это создает какую-то иллюзорность зыбкость бытия так что ты уже перестаешь понимать где заканчивается реальность и начинается сон это ровно то что испытываешь во время разговора ивана с чертом далее сразу после одного из таких диалогов с чапаевым петр встречается с котовским и у них происходит разговор о чем бы вы думали о достоевском и природе зла а когда барон юнгерн вводит пустоту по вальгарли и тот пытается самостоятельно дойти от одного костра до другого то он вдруг понимает что расстояние это почти бесконечно и здесь мы вспоминаем анекдот который рассказывает у достоевского черт о том как атеист оказывается на небесах и идет в рай вот только расстояние которое он должен пройти квадриллион километров наконец в качестве последнего штриха можно добавить еще и чернильницу в которую стреляет чапаев ту самую чернильницу вероятно которую в черты бросал лютер и которую достоевский в братьях карамазовых заменил на стакан чаю потому что русский человек без чая что немец без чернил вот только заметьте что здесь самое любопытное как переменились роли за те полтора ста лет что минули от достоевского до пелевина какой как сказал бы один из пелевинских казаков нынче каленкор пошел если у достоевского этот черт золотого века русской литературы который всячески пытается убедить ивана в том что он есть что он существует то чапаев черт постмодерна его задача не доказать свое существование опровергнуть его короче говоря выражаясь словами самого петра пустоты черт бы взял эту вечную достоевщину преследующую русского человека и черт бы взял русского человека который только ее и видит вокруг как бы то ни было но за всеми этими играми в отсылке и посылке не хотелось бы упустить важного тексту пелевина не просто обращается к другим текстом или подражает им нет он состоит из других текстов другие тексты это материал которым пелевин пишет свой роман чапаев расстреливает чернильницу потому что пелевину не нужны чернила все что ему нужно уже написано до него вот смотрите допустим у нас есть опустевшая полянка на опушке ночного леса на которой погас костер литература знает массу способов об этом рассказать и способ пелевина он ничем не хуже прочих глядя на эту полянку он замечает что она ему кое-что напоминает что она уже многократно была описана до него и об этой полянке можно рассказать словами которые во-первых ей весьма подходит а во-вторых которые уже содержат в себе мириады таких же полянок и не просто отсылают к чему-то но кардинально меняют природу текста насыщают его уплотняют в каждой следующей строчке рождают новую двусмысленность а двусмысленность как писал столь ценимый пелевином борхес это богатство и глядя на эту полянку пелевин описывает ее так поляна была темна пуста и безвидна и только легкий дымок носился над угасшими углями и в этом конечно читается первая глава книги бытия земля же была безвидна и пуста и тьма над бездну и дух божий носился над водою но это происходит не столько потому что пелевину обязательно нужна здесь отсылка к библии хотя именно в этой главе она и выглядит наиболее органично сколько потому что он поступает так постоянно вшивая чужие тексты в свой дискурс это его авторский метод и обвинять его во вторичности примерно также странно как обвинять завод по производству продукции из вторсырья в том что на этом заводе используется вторсырье вы можете возразить мол как можно сравнивать творческий процесс с заводом ведь искусство сакрально написал же один из критиков про пелевина не касайся холодными руками того что другими руками согрета и я будем откровенны и могу его понять я и сам солидарен с буржуазным негодованием профессора преображенского нельзя ходить по персидским коврам грязных калошах но как сказал бы василий иваныч мой кот сыт на ваши персидские ковры и в этом плане он самый главный контр культурщик который может себе представить поняли есть петька один нюанс а именно ковер даже очень искусный может иметь хозяина более того и картина и книга как материальный объект или объект авторского права которые кстати пелевин защищает как ни один другой русский писатель они тоже могут иметь хозяина а вот язык не может язык не имеет хозяина нет язык имеет хозяина он мой он принадлежит в равной мере и профессору преображенцы нет он принадлежит мне нет никакого универсального языка который всем принадлежит я говорю на своем языке вы скажете шат но ты же говоришь на русском языке нет я говорю на своем языке я имею свой собственный набор слов отчасти могу искажать грамматику по своим собственным желаниям если мне захочется могу вообще переизобрести язык и все другие слова сделать но даже тот русский язык на котором я говорю это мой конкретный язык тот каким я его воспринял воспринял да тот каким я его интерпеть переинтерпретировал тот каким я его собственно делил своими собственными способностями это мой язык не язык не общий люди в разной степени владеют языками одним и тем же языком буквально даже язык не является чем-то общем даже в этом плане у наших языков есть общие моменты безусловно но наши языки не идентичны даже когда мы говорим на одном и том же русском языке если я например начну усыпать философскими терминами перед каким-нибудь васяном оба знаем русский язык такого ничего не поймет если васян начнет рассказывать мне какую-то мемную хуйню я тоже ничего не пойму то что он говорит на своем русском языке со своими словами как я так язык не является какой-то абстрактной хуетой который где-то там в космосе летает вот это не какая-то эта штука которая находится вне людей вне личности нет это это вот мы люди мы люди у нас в нас есть язык и мы его используем соответственно не просто он есть в нас это определенное то что мы как бы своей ментальной деятельностью создаем по большей части до нас научили пользоваться некоторыми инструментами в общем-то которыми люди умели сами пользоваться наши родители вот наши родители учили нас пользоваться теми же языковыми инструментами которые уже были в них без людей языка не существует соответственно и языки в нас не идентичны у каждого несколько свой язык у кого-то в большей степени у кого-то в меньшей степени вот так вообще в мега своей степени кто-то может вообще язык свой собственно с нуля придумать поможет не с нуля как бы можно ориентироваться на другие языки придумать языки ну как бы так кто-то умеет делать и причастные причастные обороты кто-то не умеет их делать кто-то умеет сочинять делать сложно подчиненные предложения кто-то не умеет их делать кто-то знает некоторые стилистические какие-то вещи интересные кто-то их не знает все вы на очень разных языках разговариваете на самом деле и в этом плане очень часто вообще в принципе знаете что возможно сделать отличить кто и что из вас пишет вы по-разному пишите по-разному разговаривать и просто по вашему тексту можно вас отличать плюс-минус что ваш текст будете совершать те же ошибки что вы обычно совершаете ошибки не ошибки ошибки к это к эталону какому-то относится вы поняли знаешь от шат и норматашка футуристом я много кому нормально отношусь футуристом тоже но я не люблю дрочный язык в этом плане да еще в принципе 20 веке люди начали сильно дрочить на язык и вот и это на мой взгляд печально причем необоснованно дрочный язык в культуре и в литературе и философии да это 20 век в основном это 20 век очень усилилась вот это вот языкодрочерство ну бывает 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 жалко аргументов за этих серьезным не стоит серьезных аргументов за этим не стоит никаких поехали скому и швандеру и вместе с тем не принадлежит никому а потому когда пелевин таска и волос меч например кирпичи из вашего храма искусства чтобы затем я в тихах у иногда бывают неологизм они встречаются у меня есть у меня есть философский словарь в котором есть ряд новых терминов которые не используются в обычном языке и философии даже них свой постмодернистский датсан кирпичи от этого не истончаются но становится только прочнее закаливаются в новом измерении ну да светлая конкретно вот последнюю эпоху подчеркиваю с которой мы до сих пор сохранили этот дрочь проходит самое суровое испытание удачи дания пустотой белевин наводит на окружающий мир свой глиняный пулемет стреляет в него из авторучки как петр пустота стреляет в люстру взбираясь на очередную сцену очередной музыкальной табакерки разбивает чернильницу разбивает лампу разбивает бюст аристотеля словом разбивает все что разбиению поддается чтобы из этих осколков собрать все то же самое но уже другое совсем как в той песне которую поют казаки на полянке и петр пустота тогда говорит люблю я эту песню на что казак удивляется мол как ты барин ее любить можешь если ты ее никогда не слышал как же не слышал говорит петр я и слова знаю слова то те же самые объясняет казак и музыка тоже но песня другая потому что смысл у нее другой а кто до этой поляночки тогда скачет тот на развилку да попадет и предстанет его внутреннему взору тот самый сад расходящихся петек в котором и разрешается амбивалентная природа пустоты и полноты пелевинского романа потому что я уже подустал я уже подустал он как тот самый стакан чая который иван бросает в черта наполовину полон наполовину пуст а наполовину не существует вообще в том волшебном саду налево пойдешь коня потеряешь а также голову руки и ноги строго говоря потеряешь вообще все честно все потому что поймешь что нет ни развилки не коня не головы и даже этого самого нет тоже нет осознаешь иллюзорность действительности и сможешь наконец-то о сколько здесь у пелевина подходящих метафор покинуть театр запылавший во время бездарного спектакля выписаться из сумасшедшего дома дать образу сам раствориться в собственной природе словом смело шагнешь в урал и он унесет тебя во внутреннюю монголию можно однако же на этой развилке пойти и направо во дворец пост завтра макарова можно можно если хотите можем на завтра перенести скорее всего я не очень хорошей форме буду его комментировать сможем действительно на завтра тем более в принципе месячную зарплату я сегодня уже получил получаются если пораньше закончим я пойду записывать шот я слышку перечитаю несколько раз несколько раз перезапишу лучший выберу вариант и сделаю наверно наиболее оптимально будет но если мне закажут фильм какой-нибудь так что я в целом заварк подтверждают подтверждайте что мы завтра смотрим андрей макарова подтверждаете и тогда мы завтра с утра начнем так жду жду подтверждения жду подтверждения жду подтверждения да 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 все подтверждение получено макаров будет завтра закрываю на сегодня его досматриваем петьку и пустоту читаем два стиха друзья если хотите можете знать на какой-то контент в целом я свободен сегодня я свободен если донатов не будет я отправляюсь снимать shots ну там снимать ну как бы час может быть но я не знаю я чуть придумаю чтобы это было как-то покрасивше тогда я прочитаю вряд ли больше часа займет съемка пересепи съемка пересъемкой отбор нужного материала вряд ли займет бой займут больше час вот ну сегодня получается и следующий стрим тоже отчасти окуку окуклен окуплен все я я счастлив я сегодня мега счастлив модернизма где внутри все занавешено зеркалами а чтобы из него выбраться нужно угадать которое отражение настоящее но так как настоящих отражений в этом дворце по определению быть не может то отправляющийся в эту сторону как правило просто бьет зеркала и разочарованно спрашивает мол зачем нам перевин когда есть кальвина философия брюса лист фильмов конечно брюс ли гений брюс ли гений надо читать наконец если на этой развилки понесет вас прямо а как вы помните ум у человека что у казака лошадь и сама природа этой развилки такова что это не вы выбираете куда она вас выведет так вот если случится проехать прямо то вы сможете поймать свою золотую удачу это когда пелевин художник по фантастически точному выражению одного из критиков побеждает пелевина буддиста и особый взлет свободной мысли дает возможность увидеть красоту жизни это именно то что набоков называл эстетическим наслаждением особым состоянием при котором чувствуешь себя как-то где-то чем-то связанным с другими формами бытия здесь добавим или небытия где искусство есть норма и тогда увидишь красоту красоту текста где небо похоже на провисший от тяжести спящего бога матрас а заваленный снегом водитель на ипсоновского тролля красоту иронии где россия страна восходящего солнца потому что она над ней так ни разу по настоящему и не взошло до конца наконец красоту этого мира который так уж устроен что на все вопросы здесь приходится отвечать посреди горящего дома и тем не менее красоту иллюзорную и ускользающую красоту как сказал бы набоков быть может воображаемую но именно поэтому тем более прекрасно и в завершении пара слов о наших ближайших планах во первых в июне мы надеемся закончить работу над новым выпуском в рубрике переводы которая так вам полюбилась после эпизода о саленджере в целом круто целом круто не серьезно неплохой обзор ну комплементарный довольно таки комплементарный обзор комплементарный обзор вот я не скажу что дико фанатичный какой-то но явно автор явно автор испытывает собственно позитивная эмоция относительно пелевина до целом воин от целом войн от он целом ну как бы эти эти позитивные эмоции позволили ему более-менее нормально разобрать текст ну как разобрать собрать текст хотя бы приблизиться к разбору нормально он действительно сказал что содержателя может несколько знаете несколько восхищенные иногда даже оправдающий пелевина может быть даже пелевин в этом всем бы и не нуждался на самом деле но на фоне жареного у которого просто жопа горит просто просто так рукали просто так без каких-либо причин это конечно сильно это конечно сильно ну и соответственно до после всего этого то что мы услышали действительно хочется прочитать и левина после того что жаренов говорил тоже хочется прочитать пелевина знаете почему вы что Жаринов, ну, явно как пиздобол выступает. Вот. У кого Николая? Это Николай? А, у Николая Жаринова имеется в виду. Ну, про старшего Жариного. Честно говоря, блин, реально странно. Ну, сын Жаринов, он более, знаете, такой компромиссный, что ли, получился. Сам Жаринов, батя Евгений, это, конечно, тот еще сноб в максимальной степени. Я таких людей очень сильно не люблю. Как литератор, как автор, как творец, как создатель там новых и старых смыслов, создатель новой мифологии своей, новой культуры даже. Это мой враг буквально. Вот такие люди, как он, мои враги. Это не значит, что я его там убивать буду или что-то такое. Я имею в виду, что вот он мой идейный враг и против таких людей я идейно воюю в том числе. Вот. Ну, как-то так. В этот раз нас ждет сопоставление Лолиты Набокова, написанной по-английски. С Лолитой Набокова, переведенной им же на русский. Надо сказать, получается очень любопытная картина. За более точными анонсами, как всегда, вы можете следить в нашем телеграм-канале и группе ВКонтакте. Во-вторых, мы очень здорово стартовали на Патреоне и благодаря нашим дерзновенным патронам, которые поддерживают наш канал, всего за пару месяцев достигли суммы в два прожиточных минимума по России. Из этого следует, что мы с Федором можем теперь как минимум жить-проживать, но чтобы нам было еще что наживать, не забывайте нажимать на ссылку, которая будет в описании к этому выпуску и поддерживать наш канал на платформе Патреон. Пока же, с вашей помощью, разумеется, мы достигли цели, с которой было связано обещание снять выпуск про кино или сериал. Так что в ближайшие полтора-два месяца на канале появится эпизод, скорее всего, про молодого папу режиссера Паула Соррентино. Наконец, в-третьих, следующий выпуск Армена и Федора будет юбилейным, 30-м. А потому нам бы очень хотелось увидеться с вами ровно 11 июня, чтобы отметить в этот день другой юбилей. 11 июня исполнилось бы 50 лет поэту и музыканту. Ну, у Баумейстера тоже снобизм достаточно высокой степени. В каком-то смысле, может быть, знаете, этот снобизм помогает в некоторых узких областях исследования, ну, просто помогает читать классику, понять свой особый, высокий, там, интеллектуальный статус, свою мега-крутую элитарность, свою крутость. Да, мотивирует. Снобизм, возможно, хороший мотиватор для того, чтобы зациклиться на какой-то теме. Возможно, возможно, хороший мотиватор. Но, блин, он же так сильно уничтожает, на самом деле, ну, вообще, огромное количество того интеллектуального потенциала, который у человека вообще есть. Снобизм уничтожает интеллектуальный потенциал, в этом его проблема. То есть, да, снобизм – это определенно глупость, это определенное проявление глупости. Может быть, это необходимое проявление глупости, потому что человек не может всё и вся одновременно, да, везде достичь успехов и так далее, так далее, так далее. Поэтому ему проще сконцентрироваться на какой-то одной цели, исходя из этой одной цели, отрицать многие другие цели, так скажем, да, многие другие подходы, многие другие идеи и так далее, так далее, так далее. Ну, жалко людей, конечно, в этом плане, что они отказывают себе в опыте, отказывают себе в размышлениях всевозможных, замыкаются на удобных для них концепциях, считают знаниями то, что абсолютно не доказано, но удобно для них. Это и это грустно. Канту Александру Литвинову, он же Веня Дыркин. Совершенно неизвестный гений, который в своих песнях и стихах творил с русским языком совершенно удивительные вещи. И в нашем следующем выпуске мы, я надеюсь, сможем поделиться с вами хотя бы лоскутком его беспредельной красоты. А пока это всё. Меня зовут Армен Захарян и это литературный канал Армена Фёдора. Музыку слушать не будем. До следующей встречи. Так, охуенно. Ну вот. Прекрасно. Сейчас стихи будут, ребят. Стихи. Готовы? Стихают стихи. Стихи, ну. Автор Элиас Элиасов. Стихотворение. Как Родион Иду до бабки Топор, конечно же, со мной Ведь секс-игрушки Фетиш Люблю держать, Когда ебу. Блядь, нормально. Хорошо. Реально хорошо. С самого начала. Остренько. Топов. Топор всё-таки. Топор, что вставлен в голову. Жаль, что гниёт уже местами, Но холодильник всё спасёт. На месте Пузы. Пузыри. На место пуза, может быть. Может быть, ты неправильно Пишешь местами, блядь. Я не знаю. На место... Хуй знает. Наверное. Распалось всё внутри. Завидовать не надо мне. Хоть получаю ями, нет. Но хуй болит, не меет. Но от него гнильём не веет. А наша смазка, пот на теле. Читал я много об этой теме. Блядь, ритм сбивается. Ритм сбивается, и две опечатки уже прям, ну. Такое. Могло бы быть и попонятнее. Ну ладно. Читал я много об этой теме. Но как будильник прозвенел, Так я штаны моментов. Момент там, блядь, надел. Чувак, прозвенел, надел. Рифма хуёвая. Стиль хуёвый. В целом, идея хорошая. Идея хорошая. Но выполнил просто на похуях, на полных. Куча опечаток, блядь. Написано хуёво, блядь. Ритм сбивается, блядь, сука. Рифма, блядь, веет, не имеет, сука. Прозвенел, надел, блядь, нахуй. Сука, блядь, нахуй. Яп, нахуй, блядь, нахуй. Сука, блядь. Захалявил везде. Просто по всем параметрам. В целом, идея хорошая. Требует, блядь, охуенной, нахуй, реализации. И ты, блядь, всё, нахуй, просрал. Ты всё, блядь, просрал. Это хорошая идея. Реально круто, круто, смешно. Вначале прям вообще угарно. Начало прям вот. Лечу по лестнице, как пуля. От меня следы улитки. Как водопад течёт ручей. Сперма, 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 сперма. Да, окей, охуеть. Всё, блядь, всё, нахуй. Всё, удаляй, удаляй. Всё, вот эту вот хуйню, блядь. Всё, удалил. Как Родион иду до бабки. Топор, конечно же, со мной. Вице с игрушки фетиш мой. Люблю держать, когда ебу. Всё, всё, конец, охуенно. Всё, охуенно, удаляй всё остальное. Всё, конец. Всё, это всё, что заслуживает быть в этом стихе, бро. Нахуй. Всё, во всяких остальных строчках ты чё-то где-то просрал, блядь. Либо рифма хуёвая, либо ещё чё-то хуёвое, блядь. Всё хуёво сделал, кроме этих четырёх строк. Всё, чел, оставляешь четыре строки и идёшь в классики. Сейчас я в секретное помещение схожу, потом разбор текстаханских отоплений. Вот. Ну ты попросил оценить, я тебя оценил. Если ты хочешь такой же тихо написать, но лучше, ритм подкачай и ритм не забивай, и, блядь, всё. Иг, молодец. И будет пять баллов тебе. А так, ну, первые четыре строки топ. Остальное поунылие и, блядь, ошибки, 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 ошибки. Причём разного уровня. Отпечаток до, реально, каких-то сбоев в ритме и рифме. Две минуты подождите, секретное помещение, я бегу туда-обратно. Как только вернусь, мы продолжим, и мы будем разбирать текст хаски и отопление. Друзья, можно заказывать контент, очередь скоро закончится после вот этого отопления. Всё, охуенно. Ну, хоть не мамка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Лишь самая малость, когда я буду замерзать, чтобы ты улыбалась. Я не знаю, как будет, я не знаю, как быть. Слепые руки, обстоятельств нас задушат, как котят. Давай скрутим в газету наш неустроенный быт, чтобы ты скурила, улыбаясь, как привыкла навстяк. Пока мне эта песня напоминает просто хуже написанную у Наутилуса Пампилуса песню про это, сейчас Наутилус Пампилус. Дыхание. Я чувствую наше дыхание. Ну вот что-то на похожую какую-то тему. Это такая похожая романтика, действительно, пока что. Если он не пишет про своего друга Захара Прилепина, то по-другому никак не объяснить. Шучу. Когда аккуратно, приняв опиаты, Господь в горячке опрокинет океаны, после уставится, сокрушаясь неистово вниз, там где-то межполушарий плод из половниц наш. Ну, в общем. Просто то же самое, только написано менее образным, менее интересным языком. Ну, как бы вот. Как бы вот пока. Вот пока что я вижу. Залетит на лебёдке луна акробат. Два ребёнка, пустой аквапарк, кипит гром... Ну, блядь, много-много слов. Много очень слов. Мало смысла, много слов. Пока так. Кипит громада меж волн горбатых, ладони весла, сотни верст вяжут слепой фарватер. И на плоту чёрной точки в лазурной роспе я заплету последней женской особи косы, И все вокруг будет твоим, Даже акулий плавник и ночь, Что бури таит. Всё. Очень длинный стих. Очень длинный стих. Очень-очень-очень длинный стих. Я не знаю, зачем он такой длинный. Серьёзно, ну не стих, а текст, песня, понятное дело. Но в песне это, наверное, ещё более нудно смотрится. Утка, спасибо. 100 тысяч рублей накоплено. Батя. Разберёшься, 100 рублей, небольшой текст. Да, разберу утка, чё бы и нет. Посмотрим. Ну, кстати, вот здесь уже даже на вид выглядит лучше. И короче, кстати. Короче, запомни, кстати, к вопросу. Короче, почти всегда значит лучше. Как бы, ну, нет, не то чтобы... Не то чтобы на 100% это так всегда и работает. Но если те же самые мысли смогли быть выражены короче, Это уже хорошо, это уже классно. А тут слишком много на очень простой какой-то заходец, Который и так был распиарен в литературе, в музыке и так далее. В часы, когда стихия давит глыбы монолитной, Скупой молитвой я буду сон хранить твой. Качаясь, словно маятник, умаявшись, прильну к тебе. Пусть умирает мир, ты моя жизнь, ты моя жизнь. Я не знаю, как будет, и я не знаю, как быть. Слепые руки обстоятельств нас задушат, как котят. Давай скрутим в газету наш неустроенный быт, Чтобы ты скурила, улыбаясь, как привыкла, не в затяг. Ну, окей, это припев. И последний куплет. Так. Когда Жек отключит отопление и обхвачу колени твои, чтобы не окалели, Господь достанет укулеле, сядет у изголовья, Сыграет колыбельную зырка из-под лоби, А твои глаза заколочены, Твои руки руками моими закавычены, Господь поймет, поймает бричку у обочины, И по делам укатит, как обычно, как обычно. Я не знаю, как будет, и я не знаю, как быть. Слепые руки обстоятельств нас задушат, как котят. Давай скрутим в газету наш неустроенный быт, Чтоб ты скурила, улыбаясь, как привыкла, не в затяг. Я не знаю, как будет, я не знаю, как быть. Слепые руки обстоятельств нас задушат, как котят. Давай скрутим газету, в газету наш неустроенный быт, Чтоб ты скурила, улыбаясь, как привыкла, не в затяг. Я бы не сказал, что совсем уебски. В принципе, написано нормально. Нормально написано. Нормально, нормально. Не абсолютно бездарно, не абсолютно хуёво. Но очень, 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 очень многословно. Неоправданно многословно. То есть, ладно бы здесь было много слов, Да все они со смыслом, с какими-то там сюжетными, несюжетными поворотами, С какими-то заслуживающими внимания образами, Написаниями или чем-нибудь ещё. Ну, Такое впечатление, такое впечатление, Что всю эту песню можно просто сократить до песни дыхания. Я чувствую наше дыхание. Вот это вот всё, да, Какая-то ассоциация здесь такая возникает. Ну, а так в остальном, в целом, Ну, как бы, Как бы текст, на мой взгляд, Не представляет какой-то реальной ценности. Большой. А представляет собой, ну, То, что можно было бы сделать проще, Короче, Красивее, Элегантнее. Как-то так. Пирокенезис. Burn to die. Хотел поставить точку, И сколько бы ни жил и ни рожал детей, Придётся всё равно вернуться на почву. Юность пропита, Пол жизни вкалывать на творчество, Чтобы заработать на надгробие, И пару слов, чтобы вернуться в ад. Де юре трезвомысли, Но де-факто постоянно в салат. Ладно, бывает что-то и похуже. Rockcore, спокойной ночи. Бывает что-то и похуже, на самом деле. Видите, есть ещё пирокенезис. Есть ещё пирокенезис. Видите? Видите, видите, видите. Но опять же, я их здесь оцениваю по текстам, По их стихам, по их работам в данном Сочи. То есть, я их сейчас не оцениваю как рэперов. Может, по-рэперски, там, музыкально это звучит круто. Но по тексту это очень слабо. Если вам такой текст сдадут где-то... Ну, вот представьте, вам сдали вот этот текст. Сколько баллов? 0, блядь. Ну, в смысле, ну, реально ничего интересного здесь нет. Ничего интересного здесь нет. А хотелось бы, чтобы было. Хотелось бы, чтобы было, конечно. Так, как бы повесить эту хуйню? Да никак, клянь, шат, успокойся, блядь. Хватит, шат, хватит, шат, хватит, шат, блядь. Всё, заебал. Убери эту хуйню, она всё равно не нужна. Просто электричество тратит лишний раз. Не знаю, куда её повесить. И в стопах осталось столько писем детству. Проебать мечты, лишь бы лет в 3-40 загудел под жопой Лексус в пизду. Я лучше сдохну нищим. Лишь бы... Ой, блядь, да, я лучше сдохну ноунеймом, чем это пристану тобой. Или что-то такое. Да, блядь, я лучше сдохну нищим, чем, блядь, буду на Лексусе кататься. Да, 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 охуенно просто. Гений ебать. Гений музыки. Лишь бы под знамя этих песен всю планету бы предать костричу. Рождённый в пламени так жить не сможет. Рождённый ползать только бы в небе ожил. Рождённым в небе только ползать гоже. И ты думал, понял эту жизнь, придурок, блядь. Не, он просто даже предыдущий текст получше. Вот я сказал сразу же, да, вроде бы этот текст лаконичнее, а значит, в принципе, наверное, лучше. Но нет, блядь, нет. Здесь ни технически не лучше, ни, соответственно, по смыслу не лучше. Короче, тухлячок какой-то. Так. Переверни ещё разок кресты. И поздно думать, поздно делать. В пизду летела вся надежда на мир. И плевать на всё. Burn to die. И мы поспешно сгорим, сгорим. Да, корявый, громоздко. Даже с учётом, что вроде бы и коротко написано, да, но громоздко в том плане, что всё равно много. Много текста, много материалов. Это понятно, Матвей, я не знаю, как это в музыке звучит, но читается это, конечно, мега плохо. Поговорим на равно. Клавиатура знает больше правды, чем самые родные люди. И никто не будет думать просто. Так сложно видеть из общак панельных космос. Тем более увидеть звёзды. Время, механизм, сосечка и чёрные полосы свернулись в бесконечность. Уберечь бы что-нибудь до нечего. И у атлантов в виде девятиэтажек не выдержат плечи. Припев. Я нормальный или сумасшедший в закрытой комнате драчу на Эдди Сэнджвик под Кобейна, подавившись супом Кэмпбелл, burn to die и как Эдди Уорхол хотел стать легендой. Я нормальный или сумасшедший в закрытой комнате драчу на Эдди Сэнджвик под Кобейна, подавившись супом Кэмпбелл, burn to die и как Эдди Уорхол хотел стать легендой. у меня есть текст на более-менее похожую тему написан до лица гирострата сейчас я даже прочитаю просто просто сравните просто сравните сейчас причем это текст сочинил якобы гирострат сейчас его сочинил якобы гирострат тут есть некоторые переклички поехали из романа перерождение гирострата мир горит мир дымит и превращается в ад кто гоним кто любим все в итоге сгорят каждый дом каждый сад ждет полыхающий ад лишь он рад очень рад ведь он гирострат злой эфес словно лес видит он в огне даже зевс гордый зевс не указ тебе гераклитовый клан жаждет разрушать артемидовый храм только первый шаг славы зов старый сон он ее достиг слабый бог самый сок до его снести каждый храм и кумир в пламени горят кто поджег этот мир бравый гирострат дети сей где персей их забрал аид одиссей облысел в страхе все горит будто смерч ураган он все разнесет бросив вызов богам он идет вперед о герой лишь слепой обвинить тебя нелегко быть слугой ползать как змея в мире много рабов только без царей ты бросаешь в огонь идолы идей ты во мне ты в других разрушением рад символ пламенной борьбы славный гирострат вот берн туда и все такое вот отсылки похожи но блять но блять уровень разный злой эфес словно лес например видит он в огне даже зевс гордый зевс не указ тебе славы зов старый сон он ее достиг слабый бог самый сок и так далее но ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду рифмы какие идут смотрите слушайте рифмы бро но здесь даже фишка не столько при том что мир горит мир дымит горит дымит конечно конечно но это глаголы но здесь это так и должно звучать потому что мир горит мир дымит мир мир конечно горит дымит превращается в ад кто гоним кто любим все в итоге сгорят и да это очень много рифов вообще на единицу и звучит лучше при этом очень много рифом на единицу текста звучит лучше тема раскрыта лучше господи образы на мой взгляд тоже лучше отсылки понятно очевидно это же блять лучше ну как бы вот хотя вроде бы настроение похоже тоже берн дудай мир сжечь мир но у меня как-то более что ли философично с отсылочками какими-то тоже нормальными не на всяких там ворхолов собственно вот а дальше веселее интересней ну и конечно более пафосно конечно более пафосно более возвышенно это скорее пас но у меня вообще все произведения скорее к пасу склоняются да и это такой эпический стих эпический прославляющий стих стих прославляющих героя герастрата ну который написал сам герастрат про себя в романе перерождение герастрата вот как-то так ну просто вот просто вот как-то так как-то так ну 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 я может быть у пирокинезиса даже что-то получше слышал на самом деле я не скажу что пирокинезис совсем уж нулевой персонаж но вот это наверно послушать музыки песни надо бы может быть как-нибудь так друзья все мы даст мы до разбирали все ваши тексты которые хотели могли которые вы нам закинули я вас люблю друзья да соответственно я не знаю хотите ли вы задонатить на что-то или не хотите потому что если доната сейчас не будет мы отправляемся спать на гудгейме ничего нет вообще-то завтра мы начинаем стрима с андрея макарова кризиса и катастрофы зачем они нужны вот если закажете дмитрий боем если закажете боем пока я ночью андрей я пока не знаю мы уходим или нет я еще немножко пока посижу пособираю money вот если будут мультики мы прямо сейчас пойдем их смотреть как-то так безработного чекни а я не помню безработный какой сезон я же это я же записывать не так давно начал безработный третий сезон до сих он написал сезон рекордация безработного третий сезон аэмплот робот они монаст они мэри заль ними старт команда д дпд дп тут 8 эпизодов я не знаю дима становились честно говоря ну пусть будет они старт я посмотрю смотрел ли мы это стресса релим эту серию так что-то он тут голый стоит пацан ой это было там секс ну не благопа нет да окей пока и ночью кто идет спать там какой-то секс короче я хуй знает хер его знает короче адский рай а мы смотрели адский рай они мега да мне есть 18 лет мы не смотрели адский рай еще ни разу нашел ну если хотите заказывайте несколько серий посмотрим с удовольствием сегодня сегодня прямо щепа бабкам солидно лучше чем вчера блин у меня всегда так господи субботу воскресенье кое-как отрабатываю да там по три по четыре тысячи или а блять понедельник уже который раз по четыре пятьсот пять блять сегодня как это работает как это работает люди наверх понедельник вы сразу на работу идут и после приходит такие блять блять как заебало на работе давайте я шагу за доначу все свои деньги блять он давайте так сегодня 3003 от варга пришло 1003 от варга но еще 1700 от всех остальных спасибо адский рай 3 шты погнали друзья товарищи коллеги уважаемые мои любимые замечательные зрители каждого из которых я бесконечно обожаю мы переходим на все вот эти вот источники и ресурсы вот с деньгами на работу приходят да и сразу сразу короче все сливают переходим на эти ресурсы сейчас я немножко настроечку стрима сделаю опа так оба бабу 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 бам бью по губам бью бабу по губам шучу осуждаю осуждаю такие шутки отвратительным так сейчас я настроечку провожу понедельник чек литера литературный понедельник понедельник с жареновым и как-то у чувака зовут так как 2 звали блять я забыл как канал назывался второй литературный понедельник с жареновым и как этого чела звали арсеном арменом армяном армоном литературный понедельник с жареного но пусть будет жареном ждем критику на россова так еще не вышло видео через два дня же вроде будет если вы про антисоентизм до начала два дня получается два дня два дня два дня через два дня ну да на тит надеюсь сразу по выходу разъебем скорее всего разъебем если он ассоциирует антисоентизм и традиционализм ну то есть если для него это что-то сходное ну ну да большинство традиционалистов антисоентизм и далеко не все антисоентизм и традиционалисты все пошли 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 по источникам все финальная заставка стрима поехали я все настроил это саша зайцев студент вуза и к насте он испытывает чувства но он не в курсе как себя вести круто перед главной умницей красавица института саша дикорубки и нерешительный и поэтому так стесняется подойти к ней ведь когда она рядом даже говорит затрудительно приходится ждать чтобы эмоции подутихли но если вдруг что-то пьет его по голове и лежат глаза ударяет яркий свет или например оглушает громкий звук он становится федором который очень крут решителен и полон сил разрушителен и непобедим он альфа самец и сам себе господин зайцев плюс один им будут наказаны хулиганы ему будет принадлежать сердце любимой дамы он точно будет в институте самым популярным